Чувствую себя в каком-то фильме ужасом. Я ненавижу вас за то, что вы русская. Если честно, я немножко шокирован происходящим. Японцам говоришь, кустики, вот кустики. Они не понимают, у них глаза становятся большие. Здесь все в оленем гопне. Мне вот этого разруха снится. Японские храмы на Сахалине. Ступеньки уже кафелем нашего делала. Это вот оригинал Джапан. И русские церкви на Хоккайдо. Свечи 50, 100 и 200 йет. Заброшенные дома в Японии. Колонки, телевизоры. Ой-ой-ой-ой. И вымирающие деревни в России. Хрен растет. Бесправные айны и корейцы. Все корейцы называли чимки-грызами, потому что любили есть чимчу. Суровые рыбаки. Извините, но мне как бы не по***ли. И веселые пенсионеры. Знаете Годзиллу? Японский фильм такой. Я с ним однокашка, одногодка. Это история двух островов, которые когда-то были одной страной. Друзья, слева от меня Японское море, справа Охотское. А за мной пролив Лаперуза. Это мыс Соя, самая северная точка острова Хоккайдо и всей Японии. Отсюда в хорошую погоду, говорят, даже можно увидеть мыс Криллион. Это самая южная точка Сахалина. В самом узком месте пролива расстояние между Японией и Россией чуть меньше 43 километров. У Хоккайдо и Сахалина много общего. Во-первых, это, конечно, суровый северный климат. И сейчас ветер буквально срывает кожу с моего лица. Очень холодно. Во-вторых, история. Японцы целых 40 лет владели южной частью Сахалина. На острове до сих пор осталось много следов тех времен. А сейчас оба острова переживают одну и ту же проблему. И там, и там сокращается население. На Сахалине вымирают целые деревни. А на Хоккайдо стоят пустующие дома. Я решил сравнить, как сейчас живут два острова с похожими природными условиями, у которых была общая история и которые в итоге стали такими разными. Или наоборот, у них больше общего, чем кажется. Давайте посмотрим. Если кто-то думал, что здесь рай, а через 50 километров в сторону России жопа, то нет. Чтобы понять, что связывает Сахалин и Хоккайдо, нужно поговорить об их истории. Долгое время японцы вообще не проявляли интереса к северным территориям. На Хоккайдо они ограничивались сбором даньи с местных народов, айнов, и строительством небольших поселений на южных побережьях. А до Сахалина японские и русские мореплаватели добрались примерно в одно время, в 17 веке. И сначала ни та, ни другая страна не претендовали на то, чтобы полностью владеть островом. В 1855 году Российская империя и Япония даже заключили Семотский трактат, по которому Сахалин признавался совместным владением. В 1869 году в Японии произошла революция, в результате которой власть от Сёгуната перешла к императору Мэдзи. В этот же год остров Эдза переименовали в Хоккайдо и официально включили в состав Японии. Кроме того, был подписан новый договор с Россией, по нему Японии достались Курильские острова, а России Сахалин. В 1904 году началась русско-японская война, которую Россия проиграла. По новому соглашению японцам отошла южная часть Сахалина. В 1905 году там была основана префектура Карафута, так японцы называют Сахалин. Во владении Японии эта часть острова находилась 40 лет. Что удобно, по-русски всё написано. Данный монумент установлен на мысе Сойя, в самой северной точке Японии. Доступные для свободного посещения японские граждане в настоящее время. Посмотрите, поскольку японцы считают Курилы своими, они пишут, что это самая северная точка Японии, доступная для свободного посещения японских граждан в настоящее время. Так, это бывшая наблюдательная вышка военно-морских сил. Наблюдательная вышка была установлена японским военно-морским ведомством в целях наблюдения за силой Балтийского флота России, и имевшего в то время славу сильнейшего в мире. Ничего себе, японцы даже признали наш флот сильнейшим в мире. Вот вы смеетесь над Путиным, который при любом удобном случае рассказывает, какие у нас надои, и как они замечательно растут. А на самом деле японцы недалеко от этого ушли. Они тоже хвастаются своими надоями. Этот памятник установлен на мысе Соя в честь того, что на Хоккайдо произвели 1 миллион тонн молока, и поголовье молочных коров достигло полумиллиона. Буквально рабочая колхозница, парень с девушкой в рабочей одежде стоят и символизируют хорошо развитую молочную промышленность Хоккайдо. А климат местный, он очень благоприятен для местных молочных коровок. Вообще количество памятников здесь зашкаливает. Буквально на каждые 10 метров стоит какой-то памятник. При этом памятники между собой никак не связаны. Есть какой-то монумент дружбы, есть монументы в честь затопленных кораблей японских, американских, какие-то наблюдательные башни, мельницы, чего здесь только нет. В общем, памятник есть на любой вкус. Очередной памятник, сейчас скажу, что это. В 1787 году французский офицер военно-морского флота граф де Лаперуз возглавил экспедицию в составе двух кораблей. В общем, это памятник Лаперузу, в честь которого потом пролив назвали. Я говорю, памятник есть на любой вкус. От Лаперуза до рабочего и колхозницы. Ветер страшный, я сейчас околею и умру, я уже ничего не чувствую. На мысе Сое, конечно, хорошо, Сахалин не видно. Мне кажется, это недостаточная высота. Он, скорее всего, скрывается за землей. Хотя, погоди. Лоза вроде говорил, что земля плоская, поэтому Сахалин должно быть видно. Странно, в чем подвох. 43 километра, это на какую высоту надо подняться. Я пытаюсь вспомнить формулу. Там формула в четыре раза выше. То есть, если мы смотрим с двух метров, видим пять километров. Чтобы увидеть десять километров, нужно восемь метров. Чтобы увидеть сорок километров. В общем, нужно высоко подняться. И еще, чтобы там тоже было желательно тоже высоко. Короче, Сахалин, друзья, Сахалин не видно. Сахалин не видно, но он где-то там. Указатель Сахалин 43 километра. Анкоридж 4845. Друзья, среди вас есть фанаты Джоан Роллинг. Если да, то вы наверняка уже слышали про новый телесериал о Гарри Поттере. Создатели говорят, что он станет точной адаптацией романов и будет выходить целых десять лет. Да, немало. Зато первый сезон планируют выпустить уже в 26-м году. А если вы любитель Патерианы и вам хочется увидеть что-нибудь новенькое про эту вселенную уже сейчас, то загляните на канал Романа Кондрашова. В феврале Роман снял большой тревел-фильм «Зимняя Шотландия». Там он показал места, где Джоан Роллинг писала свои книги, то, что ее вдохновляло, и даже настоящую могилу Волан-де-Морта на Единбургском кладбище. Правда, Шотландия — это, конечно, не только о Гарри Поттере, но еще и о богатой культуре, незабываемой природе и вековых традициях. Поэтому фильм стоит посмотреть, конечно, не только фанатам Роулинг. Там Роман показал много других интересных мест, и это неудивительно. Его путешествие заняло целых три недели, и это в одиночку и в разную погоду. Да, Шотландия умеет удивлять, даже зимой там бывают как промозглые дожди, так и солнечные теплые дни. Маршрут Романа начался в столице Шотландии — Эдинбурге. Оттуда он отправился на север и посетил озеро Лохнесс. Да-да, то самое, где по древним шотландским легендам обитает лохнесское чудовище. А после проверки озера на наличие монстров Роман обогнул все северное побережье Шотландии. Побывал на острове Скай и завершил путешествие снова в Эдинбурге. Кстати, помимо увлекательных локаций, Роман оставил для вас рекомендации по местной кухне и даже традиционной шотландской рыбалке. Если хотите их услышать или повторить маршрут Романа, переходите на фильм «Зимняя Шотландия» по ссылочке в описании. Он действительно интересный, и я даже сам раздумываю над тем, чтобы отправиться в Шотландию по этому маршруту в будущем. А если вам вообще интересна тревел-тематика, подписывайтесь на его канал и следите за обновлениями. Там выходят и другие путешествия Романа. Мыс Соя хоть и находится на самом краю Японии. Добраться до него по хорошей дороге легко. Чтобы увидеть самую южную точку Сахалина, вам придется сначала найти машину, которая выдержит местное бездорожье. Раньше до Крильона, до мыс Крильона можно было доехать на обычном автомобиле. В советские времена доезжали туда даже на «Жигули». Дорога была построена при японцах еще, обслуживалась, были все целые мосты через речки. Нынче же все запрошено, мосты разрушены, и приходится ехать по песку, по побережью. Это около 60 километров. На мысе кажется, что Япония ближе, чем хоть какая-то цивилизация на самом Сахалине. Здесь есть сотовая связь Ачиана из Японии. Здесь роуминг берет, несмотря на расстояние 40 километров. Это самая южная точка острова. Отсюда в хорошую погоду прямо видно остров Хоккайдо, самый большой остров Японии. Здесь на данный момент уже разруха, а до этого, в советские времена, здесь была застава полноценная. То есть здесь пару сотен людей точно проживало. Дальше, если углубляться вдоль острова, есть дзоты, командные пункты, рукомойники. Где-то все это надо прямо туда ехать, по сопкам посмотреть. Все это японское, качественный очень бетон. У них прошло, получается, более 70-80 лет, а оно до сих пор сохранено. Даже все фаски, риски, вот они четко сохранены. На побережье сохранились японские военные укрепления и подземные ходы, а также остатки советской военной техники. Есть и своеобразные достопримечательности, которые мысу подарило море. Это остатки американского судна «Луга». Спущенный на воду в 1902 году, служил в военном флоте американском. По-моему, был трехпалутный даже. Фотографии в интернете есть, где он еще был целым. В СССР был выкуплен и служил нашему приморскому флоту. И проходя мимо этих берегов, попал на мель. И чтобы не попал он в руки японцев, так как здесь идет течение, его решили прям основателя здесь оставить, ну и как бы потом эвакуировать. Но потом у нас, как обычно, до этого дела не дошло. Лучше всего на мысе сохранился маяк. Хотя он и был построен в конце 19 века, еще до того, как эти земли перешли японцам. Но попасть внутрь нельзя, потому что на его территории сейчас воинская часть. Собаки. Я говорю, собаки не съедят. Но если проехать вдоль пролива Лаперуза, 20 километров до мыса Кузнецова, можно найти остатки уже японского маяка. Правда, в заброшенном виде. В 1981 году отсюда убрали смотрителей, а сам маяк перевели в автономный режим. Но уже скоро всю аппаратуру разобрали и разворовали. Он уникален тем, что имеется сообщение в виде туннеля от самого маяка к жилому помещению, где жили маячники. Почему это сделано было? Потому что здесь не погода, а сильные ветра. И сложно было в зимний период, допустим, добраться даже до маяка. Хотя казалось бы, в двух метрах находится. Вон там, видимо, подсобка. Здесь все было обнесено забором. Там была калитка. Здесь выращивалось что-то. А теперь давайте отправимся в парк Ваканая, где японцы установили много памятников, посвященных периоду, когда часть Сахалина называлась Карафута. Вот у нас еще два памятника тут. И опять же, все дублировано на русский язык. Парк Ваканай. Памятник визита императорской четы. Монумент просвещения. Памятник танка на Мике Понпей. Пункт отдыха. Памятник сахалинским лайкам, участникам экспедиции на Южный полюс. Обелиск сахалинским лайкам. Северный ботанический цит. Литературная тропа. А мы сейчас пойдем смотреть памятник девяти девушкам и апеллиск «Снежные ворота». Нас это интересует. Фактически история префектуры Карафута закончилась в 1945 году, когда на южной части острова высадилась советская армия, а японцы эвакуировались на Хоккайдо. В 1951 году в Сан-Франциско был подписан мирный договор, по которому Япония отказалась от прав на Курильские острова и южную часть Сахалина. СССР тот договор не подписал, так как в нем не было указано, кому именно переходят территории. Из-за этого японцы, к слову, до сих пор не признают право России на Южный Сахалин, как и на Курильские острова. Хотя Хоккайдо Вторая мировая война почти не задела, здесь немало памятников, посвященных тем событиям. Один из самых известных и почитаемых самими японцами — это вот этот мемориал в телефонистском Вакканае. Девушки работали на Сахалине в портовом городе Маоко, которое сейчас называется Холмск. 16 августа 1945 года началась срочная эвакуация города. Работники телеграфа также должны были город покинуть, но девять девушек решили остаться, чтобы обеспечить связь города с командованием японской армии. Через четыре дня, когда советские солдаты прибыли на остров, телефонистки покончили жизнь с амуринством. На Сахалине в окрестностях Холмска тоже есть памятник, посвященный событиям 1945 года. Это место разрушенных боев между японцами и русскими в августе 1945 года по приказу Сталина в городе Холмск. Высадился наш десант, и десантная операция длилась около трех-четырех дней. Погибло много наших, много японцев. Даже спустя 79 лет после ухода японцев с Сахалина здесь можно найти напоминание о карафута. Вот среди курильского бамбука заросли японский дот. Здесь сидел японец с винтовкой и отстреливался от наших десантников, которые шли от моря, от города Холмск. Перевал, линия обороны, вот сохранилась даже бойница. Их здесь было много на самом деле, там, там, там. Но уже природа тайга все поглотила, к этому просто набили тропинку. Вот это оригинал Джапан, сороковые года. Переход южного Сахалина от одной стороны в другой и обратно — это не просто новые границы на карте. Все эти изменения в первую очередь касались людей и сопровождались массовыми переименованиями и депортациями. После того, как южная часть Сахалина стала японской, оттуда было депортировано около 15 тысяч человек и осталось меньше 500 русских. Чтобы заселять новую территорию, власти карафута перевозили туда рабочих из Кореи и Японии, а также активно продавали лес коммерсантам, открывали предприятия и строили железные дороги. В итоге к концу Второй мировой войны население префектуры выросло до почти 400 тысяч человек. После капитуляции Японии примерно 90% жителей карафута покинуло остров. Уезжали не только первые переселенцы, но и их дети. За 40 лет выросли целые поколения, для которых остров был родиной. Позже многие из них приезжали на Сахалин погостить. А в Аканай открыли вот такой обелиск — снежные ворота. Он посвящен всем, кто погиб на карафута и тем, для кого родной остров стал за границей. Мы с Арсяном случайно встретили в Аканай японскую старушку, чьи предки были депортированы из Сахалина. В советское время она приехала на остров навестить могилы родственников, но обратно ее не выпустили советские спецслужбы. В итоге она провела на Сахалине три года. Но, к сожалению, на камеру рассказать свою историю женщина не захотела. Ее соседи, например, ее секреты не знают. И печальные истории, к сожалению, тоже. Ей было по какой-то причине стыдно, что ее удерживали против ее воли в Советском Союзе. Но она хранит очень теплые воспоминания о жителях Сахалина, у которой, естественно, не осталось денег, потому что она не планировала никаких длительных путешествий. Она должна была приехать только почтить память предков и вернуться к себе на родной Хоккайдо. Ее там содержали, ее кормили, ее приютили. В общем, она огромное уважение испытывает ко всем жителям Сахалина, которые ей помогли и, в принципе, которые там живут, сказав, что это люди с огромным сердцем. Елена работает гидом в Южно-Сахалинске. Раньше она сопровождала японцев, которые приезжали сюда почтить память предков. По ее словам, у некоторых потомков-переселенцев до сих пор сохранилась обида на россиян. Когда я здесь жила с ребенком, я почему знаю, старые фотографии смотрела японские. А потом этот мальчик, сын этой женщины, он уже в возрасте 80 лет был в составе группы, которую я встречаю. Первым делом, что я от него услышала, он сказал, «Здравствуйте, я ненавижу вас за то, что вы русская». Я такая сказала, «Спасибо, это ваши проблемы, меня вообще это не трогает». Ну а потом оказалось, что в 45-м году их депортировали. А поскольку женщина была вдова и все хозяйство, собственно, вот в этом куске находилось, то им пришлось жизнь с нуля начать. И было очень тяжело и голодно. Здесь было все, а в Японии оказалось ничего. Но на самом деле там многие японцы прошли этот путь. Поэтому правда уезжал, когда он мне спасибо сказал. Евгений тоже возил японцев по их памятным местам на Сахалине. Ехать часто приходилось в глушь острова. И гостям также путешествие давалось нелегко. По местам своих бывших храмов, школ, бумажные заводы их манят как магнит. Единственное, что тогда не так много было цивилизованных туалетов. Японцам говоришь кустики, вот кустики. Они не понимают, у них глаза становятся большие. У них же на каждом шагу, можно сказать, туалеты еще с кнопочками. А здесь кустики, то есть они... No understand. Друзья, с чем у вас ассоциируется Япония? Наверное, с Сакурой и Суши. Если это так, то вы только в начале знакомства с этой удивительной страной. Чтобы погрузиться в настоящий японский мир, загляните в мой новый большой путеводитель. Там я собрал лучшие места Токио, Осаки, Сапоры и других городов. А еще создал подробную инструкцию о том, как подготовиться к поездке. А главное, как вести себя с японцами. Чтобы их не разочаровать. После оформления заказа вам придет письмо с логином и паролем от моего сайта. Кстати, информация обновляется каждый месяц. И карта открывается в любом навигационном приложении. Ссылочки на путеводитель по Японии и на путеводители по другим городам. А путеводителей у меня много. У меня есть большой путеводитель по Китаю, Стамбулу, Дубаю, Берлину, Амстердаму, Тель-Авиву, Нью-Йорку, Лондону. И они постоянно появляются новые. Ссылки на все путеводители и на сайт с ними будут в описании к этому ролику. Переходите, покупайте и хороших вам путешествий. На Сахалине существует 23 японских кинотафа. Так называются символические могилы, которые воздвигают в тех случаях, когда тело погибшего по каким-либо причинам утрачено. Их уже после войны устанавливали приезжавшие на Сахалин японцы. Эти кинотафы были посвящены не только погибшим во время войны японцам, но и всем, кто был вынужден покинуть Карафута. Раньше ветераны и переселенцы часто ездили в Россию к этим памятникам. Но сейчас они уже в слишком преклонном возрасте для таких поездок. Поэтому в Канай в 2019 году был открыт один общий мемориал. Он называется Ностальгический Сахалин. На нем изображены контуры теперь уже российского острова и перечислены существующие там кинотафы. Прекрасный остров, что любим, пусть разделяет расстояние. Возможно, когда-нибудь по радуге, что горит, смогу я перейти. Ну, то есть перейти туда. В Сахалинском холмске памятный камень установлен на месте бывшего японского кладбища. Вот, собственно, такой памятник. От кладбища, естественно, ничего не осталось. Но здесь есть целый список. Пусть упокоятся в мире души, почивших и молятся о вечной дружбе и мире на земле. Этот памятник установлен бывшими жителями города Маокон. На Сахалине есть памятники, посвященные не только японцам, но и корейцам. Среди погибших, убиенных, были также и дети, поэтому вот с правой стороны коричневый гипсовый медведь. Корейцы привозят сюда цветы, мягкие игрушечки, как-то поддерживают место. Это менее известная часть истории Карафута, которую не особо любят вспоминать в Японии. С 1910 по 1945 годы Корея была японской колонией. И корейцев активно использовали как дешевую рабочую силу, в том числе при новой территории на Сахалине. Когда южная часть острова перешла СССР, уезжающие в спешке японцы особо не заботились о том, чтобы вывезти корейских рабочих. Тогда здесь остались жить около 25 тысяч корейцев. В 2007 году в Корсакове им установили памятник. Недолго на этой сопке был слышен плач людей, сгинувших от голода, от холода, от тоски по родине. Больше 30 лет сахалинские корейцы были людьми без гражданства. После Второй мировой войны они перестали быть подданными японской империи, а советский паспорт им не выдавали аж до 1979 года. Был только вид на жительство, паспорт стали выдавать позже. Я сам родился, получается, в 78-м СССР. У меня уже был свидетельство о рождении СССР. Корейцы вообще были как люди более низкого статуса социального. Они могли перемещаться, допустим, из города в город по своей воле. То есть им нужно было записать специальный пропуск для этого. Также были созданы специально именно для корейцев отдельные школы. То есть не могли учиться в общих школах. Алексей — потомок корейских переселенцев. Японцы перевезли на Сахалин его бабушку и дедушку. В детстве корейцам уже разрешали учиться в общих школах. Но их все еще не принимали за своих. В мои школьные годы я взрослал то время, когда конфликтовали именно корейцы с русскими. Почему? Часто это звучало как в форме оскорблений, каких-то там ругательств. Все корейцы называли чимчегрызами, потому что любили есть чимчу. Но в дальнейшем скажу, что когда русские ребят сами попробовали чимчу, и просто нет врать было с этого салата. Сейчас потомки корейцев составляют около 20% населения Сахалина. И по словам Алексея, отношение за последние десятилетия к ним изменилось. Можно сказать, что появилась такая национальность для коренных жителей Сахалина. Именно национальность как сахалинец. То есть это человек, неважно русский либо кореец, который любит корейскую кухню, любит также русскую кухню, чтит традиции как русские праздники и отмечает, так и корейские традиции. То есть у нас как бы уже все это совместно. Мы их называем русские корейцы, он вроде бы с виду кореец, а по факту он даже и корейского ни одного слова с ним не знает. Ассимилировались. Зато привнесли свою изюминку, скажем так, восточная кухня. Салатики из ламинарии морской капусты, морской виноград, папоротник, калужница и прочие травки. Корейская кухня на Сахалине действительно очень популярна. Ее можно встретить буквально везде. Вы никогда не ели лапух, наверное? Нет. Лапух? Это морская капуста. Это хейзминкай. Это все национальное, это восточная кухня. Самдян, качидян, тэндян. Ну это куда? В рис и в лапшу? Нет, нет, нет. Это прям в самих блюдах. Это как соусы наши дома. Вот, например, вот эти все печеньки, та же с кукса, лапша по-другому. Все это корейское производство и очень популярно. Это вообще корейское считается на Сахалине блюдо. Вы из рисовой муки делаете или из обычной? Из обычной. Из обычной. И наполнение либо капустой, либо кинч с мясом. То есть бывают острые, не острые. Делается это все на пару. По-русски говоря, пирожок. Но вернемся на Хоккайдо, в парк Ваканая. Вообще парк Ваканая богат на разные памятники и связанные с ними истории. Вот это, например, памятник с сахалинским хаски. Так называется порода собак. В 1957 году Япония впервые участвовала в антарктической экспедиции. Для перевозки грузов отобрали 22 ездовые собаки, которых тренировали здесь, в Ваканая. В 1958 году первую команду полярников должны были заменить второй группой. Но из-за плохих погодных условий группа не смогла высадиться в Антарктиде. Людей из первой команды эвакуировали на вертолете. А вот 15 собак оставили. И все были уверены, что животные погибли в суровых условиях. Но когда через год на станцию приехала следующая группа, они обнаружили двух выживших собак Тара и Дзира. В 1960 году в Ваканая в честь всех хаски из этой экспедиции установили бронзовый памятник. В его постаменте есть даже камень, привезенный из Антарктиды. Вот он. Позже об истории Тара и Дзира был снят фильм, который называется Антарктида. Поскольку мы в Японии, конечно же, здесь будет свой мерч. Собачки, обязательно мороженое. Собачки Тара и Дзира, которые выжили в суровых условиях Антарктиды. И здесь можно прокатать себе, видимо, их портретик. Да, вот здесь печать. Тара и Дзира, даже подписанная. Кстати, в самом Хоккайдо есть своя собственная порода собак. В принципе, они отличаются от собак с большой земли более темным и густым мехом. И гораздо более внушительными размерами. Увидеть Хоккайдо Кен в Аканай нам не удалось. Здесь гораздо больше шансов встретить на улице оленей. На севере Хоккайдо они бегают по дворам, как у нас дворняги. Вон он. Вон он, да, да. Реально олень. Ну, не огромный. А вот так здесь бегают олени. Друзья, удивительная новость. Я с утра пораньше на краю света пошел побегать. И что вы думаете? Я не один. Я с оленями. Продолжается пробежка. И опять олень. Так, ну это дружок с рогами. Я, кстати, не уверен, что он меня не западает. Замысленно, зачем меня подать? Так, олень. Зайдем со друзьями, я бегу в светлое будущее. Куда бежишь ты? Ха-ха-ха-ха. Ты тоже бежу. У тебя друзья. Ничего себе олени. Ха-ха-ха. Друзья, давайте вместе бегать по этому полузаброшенному городу. Это же прекрасно. Я и вы, словно сонто с оленями, побежали. Бежим захватывать этот город. Не захватывать городов нельзя. Просто бежим. Олени, кстати, забежали к кому-то домой. Хотя в Японии без спроса заходить кому-то в дом, это очень невежливо. Самое интересное, олени здесь совершенно не боятся людей. То есть они как-то так отходят, но не прямо, чтобы они убегали. А некоторые просто сидят и им вообще все равно. Привет, олень. Надеюсь, ты меня не забодаешь, дружок. Ха-ха-ха. Олень, ничего себе. Вак-Канай это ближайший к Сахалину город на Хоккайдо. До закрытия границ сюда часто приезжали русские туристы и рыбаки. Здесь до сих пор можно встретить немало надписей на русском языке. Во время холодной войны здесь располагалась американская военная база. Но сейчас Вак-Канай это город по обратим сразу трех городов на Сахалине. Южно-Сахалинска, Небельска и Корсакова. Из последнего раньше можно было приплыть сюда на пароме за 4,5 часа. В Корсакове действует безвизовый режим на 72 часа. Поэтому туда из Японии раньше приезжали не только японцы, но и представители других стран. После Японии некоторых шокировал сахалинский сервис. Например, журналист британского издания Time Out в 2015 году в своей статье рассказывал, что после прибытия в Корсаков всех пассажиров посадили в пыльный синий автобус. Затем их отвезли в миграционный центр, который, по словам журналистов, представлял собой деревянную коробку. Рядом не было ни банкомата, ни туристической информации, ни каких-либо удобств. Сама переправа была открыта еще при Карафута в 1923 году. Корсаков, правда, тогда назывался Оодомари. Паром создавали в первую очередь для того, чтобы переправлять с Хоккайдо в Карафута грузовые вагоны. Зимой, когда пролив замерзал, использовались ледоколы. В 1945 году, когда Сахалин вновь стал российским, сообщение между островами прекратилось. Новый паром заработал только в 1999 году. Через 20 лет его работу временно приостановили и планировали запустить заново после коронавируса. Но из-за войны в Украине закрытых границ так и не успели. В разное время обсуждались варианты строительства подводного туннеля между островами или даже моста. Также была идея связать Хоккайдо с материком через Транссибирскую магистраль. Но для этого нужно было еще построить мост между Сахалином и материковой частью России. Популярностью пользовался не только пассажирский паром, но и грузовая переправа. Через нее, например, на Сахалин завозили японские автомобили. Это было начало 2000-х годов. Тогда машину возили прямо с Японии на Сахалин. И именно как раз в этом северном порте я встречал свою первую машину с Японии. Было, конечно, куча эмоций. Между тем в Корсакове с начала лета ходили слухи, что паромные сообщения вот-вот возобновят. В этом году решили поставить новый паром на линию, его подготавливали. И вот он в ближайшее время должен пойти на Ваканай. Запустить переправу обещали сначала в июле, потом в августе. Но она так и не заработала. Вообще многие места на Сахалине снимать было гораздо сложнее, чем на Хоккайдо. Мне бы хотелось показать вам и сам порт, и причал, откуда уходили паромы на Хоккайдо. Но нас туда не пустили. Любой порт, тем более международного статуса там и таможня, и ФСБ. Поэтому лишний раз беспокоить их не стоит. Тут очень боевые тётки сидят. Просто не пускают. Поэтому давайте прогуляемся по набережной порту Ваканая. Одна из главных достопримечательностей Ваканая — огромный волнорез высотой 13 метров. Землетрясения в этих краях случаются нередко. Их особая опасность — это цунами. В 2022 году в Японии был опубликован прогноз, по которому в случае сильного землетрясения возле Хоккайдо цунами может убить 149 тысяч человек. Так что волнорезы здесь — это не просто красивые сооружения. Ваканайский был построен в 1936 году во время реконструкции местного порта. Он в том числе должен был защищать паромы, идущие в Карафута. Но, конечно, полностью спасти остров от цунами волнорезы не могут. В 1993 году в Японском море произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов. Оно вызвало сильные цунами у берегов Хоккайдо и России. Общей сложности — в обеих странах погибли 230 человек. Сахалинскую область цунами тоже не обходит стороной. В 1952 году от стихии пострадали Курильские острова. Волной был уничтожен город с севера Курильск. А также многие прибрежные поселки на островах Парамушир и Шумшу. Погибло около 2000 человек. Если не знать, что это волнорез, похоже, что это вход, не знаю, в какую-нибудь гробницу. Или ещё что-то. Просто такие колонны массивные. Фантастическое сооружение. Ну и люди, обратите внимание, они приходят и фотографируются здесь. Волнорезы поменьше японцы строили на Сахалине. Дольше всех просуществовало сооружение в Небельске. Но в последние годы его совсем забросили, и волнорез почти развалился. Зато в Корсакове сохранилось здание японской метеостанции. Это японская, чисто японская. Его никогда никто не ремонтировал. Вот видите, до сих пор стоит. Лесенька такая хорошая была. Но сейчас всё сгнило там, никто ничего не делает. Здание построили в 1930 году. В советское время станцию частично перестроили. А недавно здесь обновили оборудование. Теперь часть данных метеорологии получают автоматически на компьютер. Но за морями видимостью предпочитают наблюдать по старинке. Мы за морем наблюдаем. За видимостью. Противоположный берег 20 километров. Там горный хребет 50 километров. Вот гора вон там, видите, 10 километров. Так мы определяем видимость. Если, допустим, здесь гору не видно, значит меньше видимость. Значит какие-то атмосферные явления должны быть. Тамара Ивановна пришла на метеостанцию, когда ей было 16. Проработала здесь 55 лет. Но на пенсию всё ещё не выходит. Говорит, передавать дела особо некому. И не хочется уходить. А пора нам скоро уже уступать место молодым. А молодые не идут. Зарплата маленькая. Ну вот у нас девочка пришла в прошлом году. Она высшее образование у неё. Ну что-то не хочет по своей специальности работать. Корсаков далеко не самый бедный город России. Даже наоборот, бюджет города с населением 33 тысячи человек. 4,6 миллиардов рублей. Это 140 тысяч на каждого жителя в год. Я приезжал в город в 2015 году и ожидал увидеть там оазис. Ну маленький Дубай или Сан-Франциско. Счастливые жители на дорогих машинных, хорошие гостиницы и рестораны. Прекрасные парки и общественные пространства. Но нет. Меня ждали унылые пятиэтажки, уродские торговые центры, разбитые дороги и тротуары. Было ощущение, что Корсаков просто сжигает свои деньги в котельной. Кто-то скажет, что дело в суровом климате. Но напомню, от Корсакова до Ваканая 43 километра. А что у нас здесь, в Ваканая? Местный бюджет в расчете на одного жителя более чем в два раза превышает бюджет Корсакова. Давайте прогуляемся по Ваканаю и посмотрим, насколько грамотно местные власти тратят свой бюджет. Я это записываю на фоне той Японии, которую, как говорит Арсен, не видели сами японцы. Да, если честно, друзья, предвосхищая нашу потрясающую прогулку, могу сказать, что то, что я здесь увидел, это совсем не то, что я ожидал увидеть. Потому что от Японии я ожидал другого. Там прошел только что человек и делами его. Мы нашли местного жителя, сейчас мы поговорим с местным жителем. Я думал, кроме оленей мы здесь никого не встретим. Только что туда прошел местный житель. Берем камеру и идем общаться с местным жителем. Возможно, он нам что-то поведает. Мужчина в итоге согласился поговорить с нами, но только спиной к камере. Возможно, ему просто стыдно за разруху кругом. Так работать некому. Молодежи мало. Вот мусор и лежит, некому прибрать. Японцы так часто делают, когда они крайне смущены, но ничего не могут поделать. Им некомфортно в данной ситуации. В обстоятельствах, когда, например, иностранцы приехали, это все увидели, говорят, а-ха-ха, посмотрите, сколько у нас мусора. А сам при этом, ну скажем так, ему было максимально стыдно за всю эту ситуацию. Да, у чувака тут все полный порядок. Аккуратненько, вот все веревочки лежат, все на поддончиках. Такая красота. А рядом, а рядом разруха. Вот это здесь все брошено. Чем дольше мы с Арсеном гуляли по Ваканаю, тем больше сомневались, а точно ли мы в Японии? Вот что меньше всего ожидаешь увидеть, так это кафе Чайка. Оно здесь есть, правда не работает. Указатели на русском языке. Морской вокзал. Волнорез Дому. Пирс Суехирует Энпоку. А вот так выглядит окраина Ваканая. Тут много заброшенных домов, много каких-то свалок. Видите, и велосипед ржавеет, и старые лодки уже проросли травой. Какая-то машина непонятная. Телевизоры. И где-то процентов 30 домов здесь, на окраине, они либо уже разобраны и снесены, либо выглядят такими полузаброшенными. То есть, может кто-то там и живет, но явно непостоянно и за домами не ухаживает. И только олени ходят здесь по этим свалкам в поисках еды. Похоже, что оленей здесь осталось больше, чем людей. Очень много заброшек, и это совершенно не та Япония, которую ты ожидаешь увидеть. Нет этой аккуратности и чистоты вылезной такой педантичности, когда все по правилам. Тут все иначе. По понятным причинам новых районов в Ваканай не очень много. Новое жилье особо не строится. Старое некуда девать, как вы понимаете. Но, тем не менее, есть один небольшой такой квартальчик с новыми домами. Давайте посмотрим. Это четырехэтажки. Такие классические японские унылые четырехэтажки. С точки зрения архитектуры ничего примечательного. Фасад с подъездами совсем унылый. Сюда выходят технические помещения. Там кухня, туалеты, поэтому такие маленькие окошки. Совсем грустно смотреть. Вот еще один такой фасад. А другой фасад уже с балконами, сплошные такие балконы. Ну, тоже абсолютно ничего примечательного нет. Вот. Дворик. Вот кто-то разбил себе огородик. Здесь все прямо как и у нас. Никто за двором не ухаживает. Высадили какое-то количество сакуры. Вот оно, кстати, сейчас цветет. Ручей местный. Дорога в никуда. Разбитый асфальт. И вход в подъезд. Вот такой новый район. Кстати, друзья, чтобы вы понимали, от оленей здесь огромное количество проблем. Например, в некоторых магазинах даже для туристов обвешивают объявление, что, пожалуйста, не подкармливайте оленей, и они нас достали. И олени это не только, что они что-то там щиплют. Олени срут. Олени срут, причем так, что невозможно ходить по газону. Здесь все в оленем говне. Ты вот идешь, ну, может быть, не очень видно, но... Так, я еще, к счастью, пока не вляпался, но близко к тому. Здесь все заминировано оленями. Олени здесь шастают, едят эту травку. И вот повсюду-повсюду оленя говно. И местные жители, понятно, не очень рады такому соседству. Олени, конечно, классные. Только когда они столько не срут. Вот такой новый район. Ничего интересного. Едем дальше. Мы, конечно, выглядим немножко странно в этих местах. Здесь иностранцы давно не видели после того, как особенно отменили паромы из России. То есть, я думаю, раньше, когда сюда из России люди приплывали на паромах, это было каким-то привычным зрелищем, и они не пугались. Сейчас здесь людей с русской речью встретить сложно. Потому что добраться сложно. Несмотря на то, что здесь буквально нескольких десятков километров до Сахалина, вот мы поднимались сегодня наверх здесь местной сопки, и было видно, было видно даже Сахалин. Но добраться очень и очень сложно. Нет прямого авиасообщения, как вы понимаете. Мы чем дальше уезжаем, это такие уже окраины, где простые рыбаки. То есть, не крупные какие-то промышленные компании, где там порт, и все одинаковое, чистое и красивое. А здесь уже вот такая картина. Полная разруха. Много домов снесенных. То есть, вот эти вот бетонные основания, это были здесь дома. То есть, некоторые дома их сносят и очищают просто площадки, и так все смотрится чистенько. А некоторые они стоят заброшены, или лежит просто груда этого хлама, который от дома остался. Ну, лиды. То есть, дома, которые... Ну, это связано с правом наследования. То есть, если не было человека наследника, то его собственность переходит в муниципальную. Соответственно, там все расчищают и убирают. А вот если, например, последний где-нибудь в другом Японии, скажем там, где-нибудь в Токио живет, то ему, конечно, не досуг ехать в Ак-Канай и всем этим заниматься. Вот так вот это все выглядит. Как я уже говорил, Корсаков 9 лет назад на меня произвел примерно такое же впечатление, как сейчас в Ак-Канай. Только к мусору еще можно добавить разбитые дороги. И, кстати, тогда я не один заметил отвратительное состояние города. За пять месяцев до меня в Корсаков приезжал дальневосточный полпред. Ему настолько не понравился город, что через месяц местного мэра Ладу Мудрову сняли с должности. Ее в городе до сих пор вспоминают недобрым словом. Ну, смудрила так, смудрила. На выборах приписала две тысячи голосов. Посадили. Не, не поусловно дали каким-то там этим. Кто это вкидывал-то? Представляешь? Три тысячи всего у ней там было, а две тысячи вкинутых было. А Зливков был такой, который ничего не вкидывал, он тоже три тысячи с тысячами набрал. Ну, не хватило немножко голосов мэром стать. Вот так вот и власти проходят, пролазят ползком. По словам местных жителей, с тех пор город заметно похорошел. По крайней мере, на городских дорогах больше нет огромных кратеров, в которых можно было убить машину. Ну, а сваль везде, дороги более-менее. Дома делали, во дворах делали. И у нас стадион хороший, у нас там и парк сейчас все делается. Ну, делается, чего нет. Тем не менее, по мнению местных пенсионеров, в современному Корсакову далеко до советских времен, когда здесь работали заводы. Ну, раньше база Окинического рыболовства была, там тысяч 10, наверное, у них это работало. А сейчас что? В Южный ездил на работу. У нас автопредприятие было, наверное, тысячу работало. А сейчас несколько водителей автобусов, грузовиков вообще нет. А ни одного грузовика? Нет, один, наверное. Есть и техпомощь, и водоводские. Один. Да, когда это все развалилось? Когда власть упала советская, так все и развалилось. В вихие 90-е, все, мы валили там, все продавали, все разваливали. Столько забыл, так он пропал. Так один консервничество стоило. Почему завтра? Вот тут еще одна, это Путин. И на Хоккайдо, и на Сахалине одно из традиционных занятий жителей — это рыболовство. По данным на 2021 год, в этой сфере на Хоккайдо заняты около 130 тысяч человек. На остров приходится 20% общего объема рыбной продукции страны. Как нам рассказал бывший рыбак на Вакканае, даже если ты ленивый улов у тебя так себе, на добыче рыбы и морепродуктов можно очень неплохо заработать. Наверное... Сколько там примерно? Ну, туда-сюда 5 миллионов выходит. Сколько? Это плохо дела, более 5 миллионов. Да-да-да, это вот самое низкое. Подожди, а у кого хорошо дела? А те, у кого нормально... У них нормально так. Если вы смотрели мои прошлые ролики из Японии, вы, скорее всего, знаете, что японцы очень вежливы и не любят отказывать. Но только не японские рыбаки. Я приехал в порт, и мы пытаемся найти рыбака, с которым можно поговорить. И люди очень ответственные. Он говорит, я боюсь, сейчас скажу что-нибудь не то, и у меня будут проблемы. Поэтому он пошел звонить своему начальству, чтобы у начальства уточнить, можно ли ответить на пару вопросов или нельзя. Мне никогда в Японии так жестко никто не отказывал. Нигде абсолютно. Что он сейчас тебе сказал? Он буквально сказал, что типа... Амин Дуксайна. Он такой типа, блин, мне вообще до этого... У тебя запикивается как бы? Да-да-да. Мне вообще не по***ли. Он такой, а мне как бы... Извините, но мне как бы не по***ли. Вот и все, что он мне ответил. Я говорю, мы тут снимаем документальный про Прад Хоккайдо, давайте вы нам на пару вопросов. Мне не по***ли. Все! Никогда, нигде в Японии он больше так не дает. Потому что эти люди суровые, закаленные морем и солнцем, и вообще вот этим всем солью и так далее. Но не дают нам комментарии. Похер на вас. В итоге нам удалось уговорить на интервью еще одного рыбака на пенсии. Но как и его коллега, общаться он согласился только спиной камере. Он подтвердил, что рыбалка это прибыльное дело. Но говорит, рыбаки сейчас пошли уже не те. Жизнь-то у рыбаков сейчас стала попроще. Но сложностей все еще хватает. Такая работа. Но вот сама суть работы рыбака. То, как ты ловишь рыбу, как выходишь в море. Раньше это был подвиг, нужны были и силы, и дух. Сейчас уж как-то слишком просто. Но это уже вспять не обратишь. Хотя мы нынешние и в подметки своим отцам не годимся. Я лично, когда говорю слово «рыбак», представляю тех, кто сражался с морем, как это было раньше. А сколько лодка стоит? Ну вот такая, например. Вот эта лодка, например, она дорогая. Та, что за моей спиной? Та, которая... Та, которая побольше. А большая лодка? Дорогая. Японскому моряку на такую и за пару лет не заработать. А сколько она примерно стоит? Ну, я могу только в пределах сказать. Я сам только бэушную смог себе позволить. Бэушная, если... То она уж подешевле будет. А если вы лодку с иголочки хотите, чтоб прям все новое... Дорого. Очень дорого. Так и разориться можно. И все же сколько примерно стоит новое? Десять миллионов, двадцать миллионов, то есть, ну... Больше ста миллионов йен. Но новое минимум в миллионов триста встанет. Чтоб все в ней новое было. Триста, значит. Вот за моей спиной лодочка, которая как раз и новенькая стоит 300 миллионов йен. Мечта местного рыбака, напичканная новым оборудованием. Не все могут позволить себе новую такую лодку, но поддержанную можно купить и привести в нормальное состояние. Вообще, что касается лодок, здесь эти рыбацкие деревушки, они буквально каждые 5-10 километров расположены. В каждой деревушке есть такой вот небольшой порт, где стоят десятки лодок. И что меня поражает, я был во многих рыбацких деревушках, здесь везде какой-то идеальный порядок. То есть, эти лодочки все чистые, все там аккуратненько сложено, почти все корабли, ну, видно, новые. Нет какого-то старья, то есть, нет каких-то ржавых посудин, которые ты смотришь, думаешь, как они вообще в море выходят. Вот, они все одинаковые, есть несколько таких форматов, но все они такие чистенькие, аккуратные, везде какое-то современное оборудование, куча каких-то датчиков, антеннок, там, навигация, еще что-то, лампы, какие-то штуки, чтобы там сети тянуть. Вот, вдоль пирсов находятся какие-то предприятия, где они сортируют эту рыбу, фасуют, там, замораживают, чистят, разделывают и дальше готовят ее к продаже. И это из деревни в деревню, то есть это не то, что мы приехали в какую-то отдельную такую деревню, где вот такая красота. А это прямо вот каждая деревня, каждые пять километров будет такая марина с десятками разных судов и рыбаками, которые занимаются вот этим рыбным промыслом. Для любого человека в Японии работа это второй дом, а для некоторых это уже первый дом, первая семья. А в случае с рёлщей, то есть с рыбаком, это же корабль получается, его дом по сути, а то и первый дом важнее, чем семья. Получается, что он должен быть в максимально идеальном порядке. Потому что вот эти корабли, которые здесь, да, новенькие стоят 300 миллионов, эти подешевле, потому что это подержанные, но их приводят в такое состояние как раз таки потому, что это вот, это не только источник дохода, сколько это по сути образ жизни получается. А образ жизни, он не может выглядеть плохо. Поэтому всё это стараются довести до идеала. Поэтому вот они такие стоят один к одному красивенькие. Ну, опять же, что интересно, нам пока не удаётся найти рыбака, который бы дал интервью, не стесняясь. То есть они либо просто посылают сразу довольно грубо, либо говорят, ну, только без лица. Да, 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 да. Ну, это связано с тем, что они, ну, их работа считается работой, не требующей высокого образования. А если ты даёшь интервью, то ты должен быть человеком достаточно образованным. Соответственно, он не под камеру заточен, под вот холёные вот эти все штучки сделать. Он человек буквально, я бы сказал, от сахи, он скорее от сети. Вот, поэтому ему вот не под это он заточен. Он просто согласился, потому что мы его хорошо попросили. А так он стесняется, потому что, получается, с точки зрения японцев, он как бы много на себя берёт. Не на то учился, чтобы вот эти ваши интервью всякие давать. На территории Сахалинской области зарегистрировано 729 рыболовецких предприятий. Ежегодно они добывают более 750 тысяч тонн рыбы и морских продуктов. Больше всех на Дальнем Востоке. Всего в рыболовной индустрии в области заняты около 10 тысяч человек. Сейчас активно идёт нанерест горбуша, и вот рыбаки частенько здесь тусуются. Сейчас мы посмотрим, налево пока нет, направо пока нет. Значит, рыба пошла вверх, рыбаки сместились вверх. Сейчас будем искать их там, выше по течению. Между рыбаками Хоккайдо и Сахалина оказывается много общего. Российские рыболовы тоже не особо любят раздавать интервью и тоже неплохо зарабатывают. Поговорить с нами согласился Юрий из рыбацкого посёлка Взморье. Он сейчас на пенсии, но до этого 6 лет работал рыбаком. Моих в деньгах было 500 тысяч, а сейчас у них, конечно, рыба подороже стала. По 25, я не знаю, у некоторых принимают за килограмм. Вот они на селёдке почти по миллиону заработали. Ну это за сезон? Да, это сезон всего месяц. Да? Да. Месяц? А какой месяц? Это идёт в мае месяц. Со второго мая. Её просто с поршняком лежало на земле. Вот только таких шикарных лодок, как у японцев, у российских рыбаков нет. Юрий вовсе выходил в море на резиновые шлюпки. Ну и ту у него забрали. Сейчас заставляют и лодки регистрировать резиновые. Вообще с ума посходили ноги. Жить на Сахалине. Да, и очень трудно. Вот у меня не была зарегистрированная. Её ещё никогда не регистрировала. Морская инспекция приехала, раз, забрали. Давай документы. Эти лодки, говорю, 20 лет, какие документы? Всё, нет документов и нет лодки. Рыбаки-частники обычно заключают контракт с предприятием, которое им платит за улов. По словам Юрия, сейчас работают в основном приезжие. Уже местные не ходят на рыбалку толком. Очень трудно сейчас найти рыбаков. А кто ж ходит? Ну вот вызывают это. С Бурятии щиты прилетают на переработку. На несколько всего не ходят. Не, которые хорошие компании, там бригада постоянно, то они будут это, работают. А где людей обманывают, вот туда и не идут люди. Много обманывают, да? Ну я шуту знаю. Да много, конечно. Обещают такое одно, а потом платят другое. В Японии такая ситуация невозможна, потому что все профессиональные рыбаки там обязаны вступить в профсоюз. Прежде чем стать рыбаком, нужно получить лицензию. Вот у меня, например, ее нужно было постоянно обновлять. Обязательно состоять в профсоюзе. Потом нужно решить, какую лицензию брать, что ловить. Рыбу, креветку и так далее. Профсоюз выдает разрешение и ловишь, на что получил лицензию. Наш собеседник добывает креветок. Он бы хотел ловить и крабов, но в этом районе их добыча запрещена. Поэтому приходится смотреть ролики с российскими ловцами. По телевизору люблю смотреть, как в Беринговом море работают ловцы крабов. На Сахалине ловить крабов можно только в определенных местах. Ограниченное время и только по лицензии. Но на местных прилавках крабов явно больше, чем разрешено добывать. Крабы вылавливают в Охотском море. Сейчас он запрещен к выловить, бракенгерский краб. Сколько размеров это максимальный? Нет, максимальный, вот есть там у девчат большие, огромные. Максимальный он весит и 5, и 6 килограмм в сыром виде, и 7 килограмм. Лицензия нужна, даже если вы ловите обычную рыбу для себя. Разрешение дают, участок выделяют. Например, ты здесь сейчас, мне здесь надо брать у начальника участка. Разрешение, что он мне разрешает, в день поймать 3 штуки. Мне пенсионеру надо будет ехать 60 километров в Страдовск, где место отведенное. Потратить бензин, так не легче эти 3 штуки купить. Улов рыбаки часто отвозят на местные рынки. А там не особо интересуются, откуда он. Здесь рыбов прежде всего продают, они показывают. Везде ловят. Мы когда принимаем продукцию, мы паспорт не спрашиваем. Нам главное, чтобы товар был. А теперь самое интересное, давайте посмотрим, сколько все это стоит. О, гребешок свежий? Да, свежий. Сколько? 800, да? Это же сахалинский? Да, наш. Да. Сахалинский, крупнее, чем курильский. В крае лежат сколько стоит? 500 рублей в ванночке, там 100 грамм. Цель высокий. Это считается дорого, да? Ну да. Ну, в общем, вот я кому кап, некоторые мне не дорого. Ух ты ж, горбуша свежая. А цена какая за хвост? Или за килограмм? За килограмм. А сколько стоит? 250. 250 килограмм, да? А на Хоккайдо есть целые деревни, которые славятся своими продуктами. А я приехал в Ому, это рыбацкая деревушка на 4000 человек. Они гордо называют это городом, хотя деревней деревней. Собственно, славится она своими гребешками. Люди вылавливают здесь гребешки, сюда за гребешками приезжают. У них есть свои фирменные гребешки, которыми они очень гордятся, говорят, невероятно высокого качества. Сейчас зайдём в магазин, посмотрим во-первых, сколько они стоят, ну и самое главное, ответы. Вот так выглядит рыбный магазинчик в этой деревушке. Что это? Это сегодня собранные. Сегодня собранные? Сегодня собранные. Их можно есть в виде сашини. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Так, ещё раз, нам надо купить вот эти гребешки, да, это сегодняшние? Да, это сегодняшние. Да, полкило гребешка. Отлично. Полкило гребешка. И какой соус получат? А вот, а это что, это какой-то маринад. Слушай, офигенно. А это что? А это икра. А это? Это маки, это волоссяки. Значит так, давайте немножко по ценам. Килограмм мороженых гребешков, мороженых местных, стоит 2 800. Полкило мороженых стоит полторы тысячи. Офигеть. Офигеть. Значит, краб. Краб. Невероятные четыре крабих лапы. Полтора килограмма. Стоит 15 400. Так, берём. Кальмар. Здесь вот так вот продают, значит, все эти продукты. Лапы осьминога. Есть, значит, разные части по осьминогам. 700 грамм стоит 1800. Отварной осьминог 200 грамм. 600 йен. Так, это лосось. То есть вот большой лосось 2,8 килограмма стоит 4 400, а этот поменьше лосось 2,2 стоит 2 500. Заметно дешевле. Не знаю, почему такое ценообразование. Конкретно за эту рыбу. Ну, я понимаю. А, это разный пол. Смотри. Нет, это самка, а это самец. У нас свежайшие гребешки. Полкило-полторы тысячи йен, но они в жидкость. То есть надо понимать, что эти там фактически вес меньше. Чем славится Ому? Места? Не обязательно места, что угодно. Кроме гребешков, наш город еще славится волосатым крабом. А еще лосось. Вот вы сейчас его в холодильнике в упаковках видели. Вот эта рыбка наш город своим вкусом славит. А еще водоросли комбу. Это что? Это волосатый краб. А, волосатый краб. Да. Сколько стоит? Он маленький, поэтому дешевый. То есть средний краб 500 грамм стоит где-то около пяти тысяч будет. 4 700 за 500 грамм. Так, и прямо в супермаркете можно взять свои гребешочки, купить у них же здесь саке, вот, соевый соус, купить рисик и устроить такой роскошный обед. Обычный деревенский супермаркет. Кстати, выбор в деревенском супермаркете очень неплохой. Тут, опять же, количество готовой еды и всего остального просто феноменально. даже шампанское хорошее продается, если кто-то ходит. Хорошее французское шампанское есть. А выбор саке, сами видите, на любой вкус. Количество всяких напитков, мяса, овощей. Это супермаркет не в крупном городе, а в маленькой рыбацкой деревушке, где живет 4 тысячи человек. Ну, небольшой, да, не тоже прям маленькая, но просто ассортимент этого супермаркета фантастический. То есть есть просто все, а самое главное, можно есть все это купить и сразу съесть. И будет такой классный японский обед. И вот, собственно, приготовленный краб, которого мы купили за 15 тысяч йен, за полтора килограмма, получается 10 тысяч йен за килограмм. И нам в ресторане его приготовили. Пока не знаю, сколько взяли заготовку, но крабик невероятно вкусный. Давайте посмотрим, как живет эта гребешковая деревня. Что это? Это железнодорожная станция? Там написано станция. Ничего себе! Станция ОМА. Я думал, это какая-то вышка, может быть, здесь какие-то спасатели, наблюдатели. Ну, давай зайдем, кстати, уже интересно посмотреть, как она выглядит и зачем там эта смотровая башня нужна. Потрясающе! То есть люди приезжают в эту деревню на поезде за гребешками. В советское время позднее были колбасные электрички, а здесь гребешковые поезда. Погоди, это вендинговый аппарат, который продает мясо? Охлажденное, да. Охлажденное мясо? Значит, в вендинговых аппаратах Японии можно купить вообще все, что угодно. Даже мясо. 500, да? То есть, если хочешь, идешь домой, мяса нет, выбираешь 1000 йен, бац, все, и получаешь свой кусочек мяса. А здесь можно купить сразу рамен. Подожди. Или шашлычок. То есть, реально тебе антирамен сделают? Угу. Или тартар. Я поражен вендинговыми аппаратами. Такого я еще не видел. Окей. Так, ну, естественно, как и в любом японском городе, здесь есть свой маскот. В данном случае это какой-то, я не знаю, рыбка-дельфинчик. Такой розовый, с фотоаппаратиком. Вот, значит, он показывает, чем славится народ. Это рыбак, это жертва рыбака, а это коровка. Вот они втроем и расслабляют Ому. Это икра Судзико. Это икра. Это икорка, то есть он занимается икоркой, в том числе, даже Ому отмечен на карте. Все, я понял. Это икринки. Да. Это икринки. Здравствуйте. Как и в любом уважающем себя городе, в Ому есть свои фирменные люки. Дорожные люки, и, обратите внимание, у них люк настолько красивый, что они выставили его в информационном центре, чтобы туристы, которые приехали в этот город, они сразу могли посмотреть на их фирменный люк. И здесь вот москотик раковины гребешка, это, видимо, гребешок. Вот, еще у них есть икринка. А вот это, видимо, символизирует как раз икру. Вот так японцы делают. Это просто, на самом деле, потрясающая история, насколько круто они вот эту локальную идентичность развивают, подчеркивают, зарабатывают на этом деньги. То есть здесь локальные продукты на каждом шагу. Обязательно, ты заходишь в магазинчик, у тебя будут фотографии местных фермеров, рассказ про них. Ты приходишь на станцию, у тебя есть куча всякой мерчат, открытых сувениров, каких-то сладостей. И они все поддерживают именно этот локальный местный бизнес. И от этого очень интересно по Японии вообще путешествовать. Потому что ты из каждого места можешь легко привезти какие-то подарочки. Даже из какой-то глухой деревни. Вот, в России, к сожалению, с этим сложнее. Потому что приехать в хоть небольшой городок на 4000 человек и ожидать, что ты купишь какие-то локальные сувениры, если это не на Золотом кольце, довольно странно было бы. А здесь просто на каждой мелкой станции будут свои сувениры и даже свои люки дорожные. И здесь, значит, показано, где этот люк можно найти. Вот здесь целая есть карта. Если вы хотите посмотреть на этот люк в естественной среде обитания, у него даже координаты есть. Они сделали, даже координаты можно вбить и найти этот люк. Ну и, конечно же, сувенирки. Вот чего здесь только нет. Можно купить футболочку, местную еду в основном. Какие-то сладости. Опять же, видите, везде Хоккайдо. То есть это какие-то более-менее локальные сладости. Так, вот здесь опять же продают мороженые гребешки. Потому что это главный здесь продукт. За 300 грамм просят 1000 йен. А, даже местная Coca-Cola брендирована. Да, специальные банки Хоккайдо. Я знаю, есть люди, кто собирает Coca-Cola в банки. Вот есть ли у вас такая, скажите. Да. Как и в любом месте, где много пожилых людей, а мы на Хоккайдо, соответственно, очень большая проблема с всякими ребятами, которые любят позвонить бабуле и представиться внучком, и попросить перевезти денежек. Эта проблема, к сожалению, не обходит стороной Японию. И вот здесь, например, объявления. Ну, во-первых, тут кого-то очень сильно пытаются разыскать. Аж целый один человек на 4000 тут в розыске находится. И обязательное предупреждение для пожилых бабушек и дедушек. Ни в коем случае, никогда не соглашайтесь ни на какие штуки, которые вам предлагают по телефону. Всякие незнакомые ребята, которые представляются там... Служба безопасности Сбербанка. Бабуля, это я! Бабуля, это я! Или служба безопасности Сбербанка. Да, чаще всего здесь представляется полиция. Потому что у японцев есть чудовищная совершенно привычка абсолютно во всем доверять полицейским и вообще, в принципе, людям в форме. Это даже в Японии называется... Что-то вроде, если переводить на русский, «Алё-алё, это я!» Вот эта штука называется «Оре-оресаги». То есть мошенничество «Алё-алё, это я!» Держать даже небольшой вагончик, который будет ездить туда-сюда от прошлых деревьев, которые мы были, например, тут по прямой была дорожка. Больше не рентабельно. Осталось здание вокзала, его не стали убирать, и теперь здесь вот ходят автобусы вместо поездов. Так вот выглядит местное благоустройство. Люк другой. Тоже красивый, но не раскрашенный. Не раскрашены тут у нас, собственно, все символы местного посёлка. Крабики и гребешки. О, ещё один интересный люк, на этот раз с рыбкой. Потрясающая рыбка. Железнодорожная станция не работает. Телефонная будка не работает. Телефонный аппарат убрали. Внутри ничего нет. И вот можно посмотреть, где мы находимся. Это самый центр посёлка. Забавно, что сами жители Ому подчёркивают, что никакая это не деревня, а самый настоящий город. При этом список живущих здесь людей можно найти в обычном магазине. А сколько примерно людей живёт в Ому? Сейчас он посмотрит книжку. Четыре тысячи тридцать четыре человека. Это наш городской журнал. На Сахалине побережье в городах и деревнях выглядит гораздо чище, чем в некоторых японских. Но шикарные пейзажи здесь портят японские заброшки. Вот отдых у заброшки очень колоритно по-сахалински. Тут и голуби, и чайки, и люди. Вот он, порт-ковш бывший японский. Я вам уже показывал остатки американского корабля в проливе Лаперуза. Так вот, на Сахалине таких достопримечательностей много. Был шторм, у него отказали двигатели. Его прибило не где-нибудь, а именно к центральной набережной города Холмск. Хингян, в переводе из китайского, звёздное желание. Вот это звёздное желание у нас здесь и лежит. Вот справа рыболовецкое судно Оскания. Судно-морозильник. В 93-м году было выброшено на мель. Штормом сорвало с якоря. Вот до сих пор и лежит. А японское побережье продолжает удивлять совсем не японским беспорядком. Ну что, посмотрим, как выглядит берег в рыбацких посёлках. Это нетуристические мальдивские пляжи, но на Мальдивы нетуристические это похоже. Я помню, когда на Мальдивы приехал, меня количество мусора там удивило в тех местах, где туристов нет. Вот. А сейчас мы в Японию, на Хоккайдо. И вот пляжик. Кто-то скажет, прошёл шторм, наверное, вчера. Но вчера не было шторма и позавчера не было. Так, судя по всему, я небольшой эксперт. Ну, скорее всего, шторм-то был, но давно. И с тех пор все эти канистры, кроссовки и всё остальное, все это лежит здесь на берегу. Но самый интересный вообще вопрос, это то, как это в море попадает. Потому что, чтобы море что-то вынесло в такой количестве, это кто-то в море должен скидывать. И что-то мне подсказывает, что скидывают в море это люди. Да, ну, всё от рыбаков, какие-то остатки сетей. Вёдра, всё с рыбацких лодок. Какие-то банки, бутылки. Буи, обувь. Чем дальше я отъезжаю от центра, тем больше мусора. И в какой-то момент город просто превращается в сплошную свалку. Ты едешь вдоль берега, и бесконечные остатки ржавых машин, кучу покрышек, какие-то гниющие лодки, бытовая техника, одежда. Просто сплошная такая бесконечная свалка. Если честно, я немножко шокирован происходящим, потому что, ну, опять же, японцы, они славятся тем, ты попробуй где-нибудь в Токио, не в ту урночку засунь бумажечку. Там сортируют, моют бутылочки, снимают этикеточки, пробочки налево, бутылочки направо. Вот всё это чистоплюйство, порядок, чистота идеальная, всё вылизано. Там всё вот это вот драят, всё они чистят. Если кто-то смотрел фильм последний, который про японский перфекционизм, про их отношение к делу, идеальный день, где мощик туалетов, насколько он щепетильно подходит к своей работе, что-то он всё выделывает. И здесь, на севере Хоккайдо, с одной стороны, у тебя в центре города офигенные ресторанчики, хорошие отели, нормальные, новенькая железнодорожная станция, красивая, в общем, супермаркеты, всё хорошо. Но стоит отъехать на окраину, и у тебя не то, что какие-то дома заброшенные, не то, что там что-то разрушилось или обвалилось, у тебя просто свалка, настоящая свалка с кучей покрышек, техники, всё это гниёт под открытым небом, при этом это не вчера выбросили. Ещё раз, обратите внимание, вот это всё выбросили не вчера, вся машина уже сгнила, была какая-то машина, я даже не знаю, можно, наверное, найти шильдик. Датсуи, есть такая? Я в машинах не силён, блин. Вот, тут покрышки тоже, просто их тут сюда привозят, то есть, обратите внимание, сколько их, вот, 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 это всё покрышки, там дом сгнивший, там ещё что-то, то есть, это всё не на переработку отвозится, и опять же, если было бы желание, сюда просто надо пригнать, ну, какую-то фуру, которая, грузовик, несколько десятков волонтёров, которые просто покидали бы эти покрышки хотя бы, чтобы они здесь, ну, под солнцем не гнили, и отправили бы всё это на переработку, но нет, и вот мы туда с вами будем дальше ехать, всё будет то же самое, эти бесконечные лодки, буи, всё это в море тоже уходит, вон там в море видно, всё это говно тоже валяется, поэтому Япония не такая уж и идеальная, если кто-то думал, что здесь рай, а через 50 километров в сторону России жопа, то нет, нет, хотя у меня изначально были такие мысли, я ждал увидеть красивенький, аккуратный, чистый городок, и сказать, смотрите, как нужно любить природу, мать вашу, да, смотрите, как не надо срать, ну, японцы мне всё испортили, ну, дорогая версия Ниссана вот здесь была, она сгнила, при этом, при этом опять же, да, вот это же всё, оно же не вчера начало, то есть вот, чтобы покрышка, чтобы диск настолько вот, настолько сгнил, он должен здесь лежать десятилетиями. Проблема в том, что в Японии мало то, что надо сортировать мусор, когда тебе нужно выкинуть крупногабаритный мусор, тебе за это начнёт заплатить, и вот местные жители не самого, далеко не самого богатого города, они просто недолго думая всё это дело выкидывают сюда поближе, где, видимо, за административной чертой города, я не знаю, как это работает у них, но просто они скидывают туда, куда, видимо, скидывали уже поколениями. Происходит это ровно потому, почему и в России, то есть в этом плане можно сказать, что русские японцы это братские народы, так же, как и в России, почему он покрышки несёт в лес, потому что за утилизацию покрышек нужно заплатить деньги. Вот, то же самое, я и говорю. Вот, и то же самое в Японии, чтобы не платить деньги, он их несёт, ну, если леса нет, он просто выкидывает их в поле. Ровно такая же мотивация. Мудаки, все, кто свинячат на природе, мудаки, мы их одобряем. Вот это желательно, чтобы они там увидели. Будь то русский или японец, всё это плохо. Надеюсь, японцы посмотрят мой ролик, и им будет стыдно. Тем более многие подписались на мой YouTube-канал, так что у меня теперь много новых подписчиков из Японии, и думаю, им будет немножко стыдно, когда они всё это увидят, потому что это уж совсем какой-то позор. То есть это бесконечные вот эти вот поля за городом. И всё засрано, друзья. Я вот еду, а оно засрано. А я еду, оно засрано. На побережье Хоккайдо расположены в основном рыбацкие деревни, поэтому рядом с ними иногда можно встретить ворота Тории, которые установлены прямо в море. Рядом с ними местные рыбаки молятся о хорошем улове. А ещё они привлекают толпы фотографов. Вот эти ворота храма Канпира у деревни Сёсамбец считаются одними из самых красивых на всём Хоккайдо. Правда, чтобы сделать удачный кадр, фотографам приходится ждать прилива, когда основание ворот скрывается под водой. По одной из версий, Тории появились благодаря синтаистской легенде о богине Солнца Аматерасу. По сюжету, богиня после ссоры с братом скрылась в пещере, и весь мир погрузился во тьму. Тогда боги поставили у пещеры насест с петухом, который своим криком выманил Аматерасу наружу. Поэтому Тории своей формой как раз напоминают насест. Также японцы верят, что ворота разделяют мир людей и богов. Сама деревня Сёсамбецу известна ещё своей обсерватории. Так как в сельской местности нет светового загрязнения, ночью здесь хорошо видны звёзды. Если вы через телескоп обнаружите звезду, которая окажется безымянной, вы можете дать ей своё имя. С 1995 года, когда была открыта обсерватория, имена звёздам здесь дали более 10 тысяч человек. Такая вот замечательная деревушка. А в честь самой обсерватории и деревни Сёсамбецу в 2010 году был переименован астероид, который до этого был известен просто под номером 6158. Согласитесь, Сёсамбецу звучит гораздо интереснее. Тории японцы, конечно, строили и в Карафута. Лучше всего ворота сохранились во Взморье. Они были построены в 1940 году. Храм располагался выше. Храмы были, как правило, деревянные, и от них ничего не осталось. Но остались ритуальные врата. Выполнены из бетона, с краплением мрамора. Был богатый меценат, дал денюжки. И вот считалось хорошим делом делать такие вот благотворительные жесты. На одном из столбов надпись иероглифами – это имя мецената. На другом – то, что их возведение было приурочено к 2600-летию, ко дню основания Японской империи. Выделяли почти 4 миллиона рублей на благоустройство. Сделали вот лестницу, но сделали ее немножечко несимметрично вратам. То есть она немножко смещена налево. А в Холмске от японского храма осталась только лестница и ритуальная ванна. Поднимаемся по бывшей старой японской лестнице. Она вела к синтейскому храму Маоко Дзиндзя. Стояли тори и ритуальные врата, а сейчас тори нет. Но сохранилась оригинальная лестница, вот ступенечки еще японские. А это управление морского пароходства располагается уже на территории бывшего храма. Ритуальная ванна храма Маоко Дзиндзя для омовения лица рук и полоскания рта. Процедуру эти выполнил, очистился и прошел в синтейский храм. Иероглифы гласят, допустим, очистится душа. На Сахалине до сих пор можно найти множество следов карафута. Но и на Хоккайдо можно встретить русские места. Япония и Россия установили дипломатические отношения в 1858 году. В Хоккодата был переведен российский консул и была построена русская православная церковь. Через три года сюда приехал священник Николай Касаткин, который развернул активную миссионерскую деятельность, обращая в православие местных японцев. Позже он переехал в Токио и основал японскую епархию. К 1870 году православная община в Японии насчитывала более 4 тысяч человек, а к 1912 около 33 тысяч. При этом ей удалось пережить и русско-японскую войну, и Вторую мировую. В 1970-м японская церковь была отделена от РПЦ, а миссионера Николая Касаткина японцы канонизировали, то есть сделали святым. Первая церковь Хоккодата сгорела в 1907 году, а нынешнее здание было восстановлено в 1916-м. Перед входом в церковь предлагают донейшн 200 йен, а внутри нельзя снимать, делать фотографии и пользоваться телефоном. Что интересно, перед входом в церковь люди разуваются. Как и положено, внутри церкви продают свечи. Есть три варианта за 50, 100 и 200 йен. Ну и 200 йен рекомендованное пожертвование. Хоккодаты можно назвать самым русским городом на Хоккайдо. Именно здесь появилось первое посольство Российской империи в 19-м веке. В городе до сих пор сохранилось первое здание представительства, которое открылось в 1908 году. Кроме него и храма дипломаты построили рядом больницу, школу, баню и склады. Также в местном порту работало представительство российского торгового флота. Оно обслуживало российские корабли, которые шли на Камчатку и Дальний Восток. По воспоминаниям японцев, в порту часто видели подвыпивших российских матросов. А продавцы в магазинах на побережье даже знали несколько русских фраз. Когда в 1917 году в России произошла революция, новая власть выпустила приказ, по которому все российские консульства должны были прекратить свою работу. Но местное представительство проработало под флагом Российской империи аж до 1921 года. Многие российские моряки и предприниматели-дипломаты в итоге так и остались здесь, в Японии. В 1930 году в Хакодате проживало 116 россиян. Самые зажиточные даже строили здесь особняки, которые сохранились до сих пор. В Хакодате есть отдельное кладбище для иностранцев, где похоронено немало русских, в том числе жена первого российского консула Иосифа Гашкевича. А уже в наше время в Хакодате открыли филиал Дальневосточного университета, но производит он довольно странное впечатление. И здесь же в центре, недалеко от храма, вот это вот потрясающее здание, похожее на администрацию какого-то полузаброшенного завода, оказывается... Так, это облезлая коробочка. Это у нас филиал Дальневосточного федерального университета в городе Хакодате. Потрясающе. Даже вот говорят, добро пожаловать. Не уверен, что это мне говорят. Сейчас тут есть миллион звезд. Так. Российская федерация с Крымом украинским. Весит карта. Никого нет вообще. Тут какие-то бесконечные визиты. Пух. В общем, непонятно, что здесь происходит. Нет ни одного человека. Все открыто. И ни одного человека. Чувствую себя в каком-то фильме ужасов. Фотографии. Русский центр. И реально ни одного живого человека. Да. А написано, добро пожаловать. Как-то... В общем... Ничего себе! Значит, смотрите. Что-то филиал Дальневосточного федерального университета позволяет себе явно лишнего. Во-первых, у них везде карты висят, где Крым украинский. Можно сказать, где Россия в международно признанных границах. Вот. Внутри висят карты. Кроме того, обратите внимание. Тут при входе у них стоит столбик. Да будет мир человечеству во всем мире. Значит, слово мир встречается целых два раза. Это ли не дискредитация? Да, да. В общем, что можно сказать? Это диверсия? В общем, потрясающе, друзья. Какое-то обшарпанное здание. Которое действительно похоже на администрацию какого-нибудь заводика полузаброшенного. Где-нибудь в регионах должна так выглядеть. Внутри нет ни одного человека. Все двери открыты. И в библиотеку, и в классы все открыто. На входе мир. Внутри карта международно признанная. Что происходит? Непонятно. Так. Посмотрим следующее здание. А следующее у нас это Генеральное консульство Российской Федерации. Вы только посмотрите. Какая красота! Генеральное консульство. И здесь, видимо, сидят наши дипломатические работники. Орел немножечко подистрепался, скажем так, на местном ветру. Но флаг нормальный. Красивый флаг. И сейчас видим, все закрыто. Наше консульство тоже архитектурно травкой поросло всякое красивое. Обычно, кстати, такими этими штуками заброшенные здания зарастают в Японии. В общем, такая вот красота. Русского на Хоккайдо даже больше, чем кажется на первый взгляд. По крайней мере, если верить местным жителям. Ну а когда гуляешь по старому центру Хоккадаты, то невольно какие-то странные чувства. Что-то с Россией связано, какие-то знакомые мотивы ты видишь в архитектуре. И неспроста. Потому что многие здания в историческом центре построены под влиянием, как здесь пишут, европейской архитектуры. Под европейской архитектурой подразумевается в данном случае архитектура российская. Потому что когда японцы смотрели, что происходит в России, а конкретно там на Дальнем Востоке, они видели наши деревянные домики с резными наличниками, с карнизиками и так далее. И они привозили это сюда. Поэтому за моей спиной, например, стоят деревянные домики, где низ японский. Они так и называют, это частично европейские дома. Потому что низ японский первый этаж, а верх он наш, родненький, с наличниками, карнизами. Деревянный такой и родной знакомый. Такие вот интересные домики, говорят, нигде больше в Японии таких домиков нет. Вот посмотрите, на этот дом здесь очень хорошо видно, да. Низ он прямо стопроцентно японский, ни с чем не спутаешь. А вот верх, второй этаж, он же наш. Вот наличники, карнизик. И дальше мы пойдем, вот историческая улочка. Тоже низ японский, а второй этаж уже под влиянием нашей архитектуры. Замечательно. На первых этажах здесь располагаются сейчас всякие кафешки, бары и магазинчики. А на втором люди живут. Вот архитектура прямо очень знакомая. Старый город, мой бар тоже, весь сделан по образу Владивостока. Владивосток взят был за модель. Все старые здания Хакадаты. Больше ста лет назад, в эпоху Мэйдзи, плотники из Хакадаты, взяв за модель архитектуру Владивостока, построили эти дома. Это мой дом. Вот эти дома — визитная карточка Хакадаты. Внизу японские комнаты, а второй этаж в русском стиле. Такого нигде, кроме Хакадаты, не увидишь. История о том, что дома в Хакадате построены по образцу Владивостока, нам рассказал владелец этого бара. И он очень гордится тем, что его заведение находится именно в таком доме. То есть вот памятник архитектуры. Это документ, что этот дом — историческая ценность. Этот документ — свидетельство того, что этот дом — наследие Хакадаты. Это памятная табличка от мэрии. Этот небольшой, но уютный бар называется Бак. Если будете в Хакадате, рекомендую заглянуть сюда. Кстати, еще больше классных мест вы можете найти в моем путеводителе по Японии. Ссылка в описании к ролику. Правда, сам владелец бара немного опасается такой рекламы. Я тебя рекламирую, что очень много просмотров. Больше 10 миллионов просмотров на предыдущем видео про Японию. Я надеюсь, я не соврал. Все-все-все. Бар маленький. Если прославимся, народ не влезет. Переживает бармен не случайно. В Японии так часто бывает. Если о каком-то заведении рассказали блогеры или журналисты, в него тут же выстраивается очередь. Так случилось и с местной бургерной. Значит, друзья, как вы понимаете, японцы любят, они просто любят, они умеют зарабатывать деньги буквально на ровном месте. Привет. Это уже будущий бизнесмен. Он уже понимает, куда нужно влезть, чтобы тоже пропиариться. Так вот, японцы невероятные молодцы. Они дети. Привет. Привет, дети. Все. Итак, японцы, как вы знаете, рассказываю уже третий раз. Они очень хорошо умеют продавать. А если удается еще попасть в какие-то рейтинги, я не знаю, списки, как что-то лучшее и хорошее, то это все, пиши пропало, это будет просто супер пиар-мероприятие, куда вечно будут стоять очереди. Собственно, мы пришли в одну из лучших бургеров. Ну, я не умею, чтобы сделать какие-то волшебные бургеры, похожие на обычный фастфуд. Вот так вот это выглядит. Значит, в какой-то момент журнал Nikkei, японский, да, написал, что это лучшая бургерная. И теперь, посмотрите, да, здесь сувенирный магазинчик. Сразу появилась на продажу какой-то куча всего. Футболки, майки, какие-то зверушки. И бесконечное количество фастфудов. Свои напитки? У них свои напитки. Да, и вот у них свои напитки. Честно, я абсолютно не любитель бургеров. И особенно таких вот фастфудных бургеров, то есть, возможно, какой-нибудь классный бургер в хорошем ресторане с хорошей говядиной можно съесть, только котлету без хлеба. Но вот бургер такой в классическом понимании нет, но попробуем. И вот этот наш фирменный. Тогда один, пожалуйста. Вам здесь или с собой? Здесь, здесь. Заказ принят. Что? Сейчас расскажу. Один бургер с сычуанской курицей. Один бургер, все верно? Абсолютно. Заказ принят. Значит, что касается бургера. В нем, это просто, да, здесь, во-первых, дают вилки, в отличие от всяких Макдональдсов. В нем большие куски курицы, она сочная, но она вкусная. В целом, это что-то среднее между прям таким совсем фастфудом типа Макдака и каким-то рестораном. Не? Фастфуд обычный? Некоторые посетители говорят, что обычный фастфуд. Вот эта статья, про которую ты говорил. Вот она. Тогда это реально был походу ресторан, судя по всему, тогда, когда это писали. Потому что надо сначала посмотреть, это 2009 год. Это очень сильно давно. Примерно тогда, когда у нас же другой президент был в эти времена, слушай. Кургерная с клоуном настолько популярна, что в его честь даже автобусную остановку назвали. Если сравнивать японские и российские города, к Хакодаты больше всего подходит Сахалинский Холмск. Оба этих города иногда называют воротами островов, на которых они находятся. А Холмск — это ближайший к России город на Сахалине. Именно в этот порт приходят паромы с материка. Через эту переправу, как когда-то через Корсаков, привозят японские автомобили. Правда, гонят их из Владивостока, говорят, так дешевле. Многие стремятся привезти именно с правым рулем, с небольшим пробегом. В Владивостоке выбор больше. И вот на пароме стоит примерно 30 тысяч перевезти машину. Вот эти 240 километров, там около 16 часов. Паром ходит сейчас, по-моему, несколько раз в неделю. По погодным условиям можно на 2-3 дня зависнуть. На Сахалине Холмск знаменит в первую очередь как родина Игоря Николаева. Есть же песня такая. Идет по склонам, по траве зеленой, человек влюбленный в Сахалин. Растревожил память, начал тихо плакать, человек влюбленный в Сахалин. Раньше на объезде в горы даже была стела с отсылкой к творчеству певца. Город Рыбаков. Рыбка тут, кораблик рыболовецкий. А ранее, вон там мы проезжали, убрали, к сожалению, стоял целый город Рыбаков. На нем была изображена русалка, тополис с обнаженной грудью. Ну, это было прикольно, как бы, с советских времен. Уже года, как три назад, русалку демонтировали, к сожалению. Сам Холмск, конечно, мало похож на Хакадате. Это унылая российская провинция с облезлыми домами. Конечно, не так хорошо, как в Южесхалинске. Вот видите, такой приличный, вроде бы, скверик. И тут же дом без фасада довольно-таки страшно выглядит. Фасад дома, обратите внимание, металлом обшитый, как он ржавеет, гниет под воздействием соленого ветра. Во времена Карафута Холмск назывался Маоко. Именно японцы превратили небольшую рыбацкую деревню в город и один из промышленных центров острова. Здесь, например, появился первый на Сахалине водопровод. Сейчас город и его пригороды знамениты в основном заброшками. Знаменитая заброшка 50-х годов постройки в стиле сталинский ампир. Чего здесь только в ней не было. Изначально здесь располагался научно-исследовательский институт рыбной отрасли Холмского района. Далее здесь располагалось, помимо института в дальнейшем, архивное хранилище, общежитие, детский садик с названием «Травка». Кинозал был. Крутили в 90-х кино видеокассеты на знаменитых видеомагнитофонах японских. И до 2016 года в одном из крыльев функционировала яблочная поликлиника. И в 2016 году ее прикрыли. Деньзинская карта ребенка. Иванова Катя. Дата рождения 27 века. 86 года. Моя, кстати. Я в октябре, но тут все дела. Ветряная оспа. Ну и тут врачи у нас пишут. Рост 20 сантиметров, вес 23,5 килограмм. Все можно прочитать. Сталинский паркет. Еще не хранился. Колонки, лепни, все дела. Сейчас пойдем по месту. Выходишь на балкон с чайком, а у тебя тут такая заброшка под носом. Кому-то повезло, окна выходят на море, а кому-то на заброшку. Если вы думаете, что такого нет в Японии, то я вас разочарую. А вот если от туристического центра отойти, то начинается уже совсем другой город. Бедные, неухоженные какие-то сараи, грунтовые дороги, ямы. И это абсолютно не та вылизанная Япония, к которой мы привыкли. Да, машины паркуются не пойми как. Здесь какой-то покосившийся сарай. Возможно, дикие псы меня сейчас загрызут, не знаю. Пойдем дальше, посмотрим, что здесь происходит. И вот если смотреть вот эти вот улочки простых жилых районов, то видно очень много таких вот как выбитых зубов. То есть участки, которые не застроены. Когда здесь были дома, возможно, их снесли, скорее всего. А новые не строят, потому что спроса на недвижимость сейчас особого здесь нет. Вот-вот, тут везде какие-то вот эти пустыри. Обратите внимание, ни одного человека. И какие-то вот эти вот покосившиеся, вот эти бесконечные покосившиеся сараи, какие-то заплатки. Я не знаю, что здесь происходит. Я зашел в филиал университета, все открыто, и нет ни одного человека. Я хожу здесь, тоже нет ни одного человека. Стоят, вон машина. Машина явно какая-то полузаброшенная здесь стоит. Может, что-то случилось. Может быть, какой-то странный вирус поразил здесь людей, а я просто не в курсе. Так, это вот такая бывает не совсем идеальная Япония. Ай, ну наконец-то все те, кто говорит, что я только в России вижу говно, они сейчас у них должно прямо отвлечь от души. Так, скорее всего, тоже заброшка. Я не знаю, похоже на заброшку, но, по крайней мере, входы к подъездам все поросли. Двери закрыты на ключ. Здесь, видимо, были проходы, но тут все заброшено. Здесь были дома, ничего нет. Что здесь происходит? Что происходит? В общем, похоже, тут все вымерло. Серьезно. Я не понимаю, что происходит. Где люди? Никого нет. Черный ворон. Ворон даже не летает, он вальяжно ходит здесь. Так. Обычно здесь должна быть сейчас такая тревожная музыка, и со мной должно случиться что-то плохое. Непоправимое. Хотя, с другой стороны, все плохое и непоправимое со мной уже случилось. Здесь, когда ходишь, абсолютно непонятно, что заброшено, а что нет. Вот такая, внезапно, машина стоит. То есть, парковка, и тут такой вот жук стоит явно на вечном приколе. Непонятно, сколько лет ему и почему этого малыша здесь бросили. Ну, красивый, красивый малыш, которого бросили вот здесь посреди каких-то домиков. Здесь, видимо, что-то было, закрылось, не работает. Вот сарай заброшенный, здесь дом снесли. Вот меньше всего ожидаешь в Японии увидеть такое, да. Самовольная свалка. Самовольная свалка, какие-то вентиляторы, лопухи и прочая дребедень. И вот заброшенный, да, еще один заброшенный дом. Обратите внимание, какое количество вот всех этих пустырей. В этом плане Хакодаты и вообще многие, особенно небольшие населенные пункты, они напоминают Детройт. Ты тоже едешь, сейчас, это отдельный зон, поэтому масштаб не тот. Да, но тем не менее. И вот огромное-огромное количество просто пустырей, незастроенных, где когда-то были дома, была жизнь. Одна из главных проблем Японии последних лет в том, что она превращается в страну пенсионеров. Если в 2000 году доля населения старше 65 лет была чуть больше 17%, то теперь это почти треть всех жителей Японии. Вдобавок сокращается и численность японцев. В 2008 году в стране жили 128 миллионов человек. За 14 лет их стало на 3 миллиона меньше. Из-за этого по всей Японии появляются дома-призраки или акия. Это пустующие или даже заброшенные дома, чьи хозяева умерли или переехали в дом престарелых. На данный момент в Японии пустует 9 миллионов заброшек. Это почти 14% от всего жилья в стране. Акия, например, есть даже в Саппоро и Токио. Но больше всего их, конечно, в сельской местности. Наследники, если они и есть, просто не хотят жить в домике, в деревне, а содержать, ремонтировать или даже сносить дома, это дорого. Поэтому они стоят пустыми и просто разваливаются. Власти Хоккайдо даже создали специальные онлайн-банки Акия, через которые муниципалитеты продают заброшки. Цена зависит от размеров и состояния дома. Некоторые можно купить, например, за 4,5 тысячи долларов. Правда, потом придется потратиться на ремонт. При этом, если у вас нет вида на жительство, то в большинстве случаев такой дом вам просто не продадут. Потому что власти города заинтересованы в том, чтобы покупатели не просто покупали это с целью какой-то инвестиции или еще чего-то, а чтобы они сами переезжали в эти деревни, в небольшие города и жили потом в этих домах. Жители города, они стареют. У них не остается наследников, которые получили бы эти дома. Вот и выходит, что эти дома превращаются в Акия. Иногда люди переезжают, и дом остается никому не нужный. Всякое бывает. До 1995 года многие территории Японии активно развивались за счет фабрик и заводов. Но 30 лет назад в стране произошел кризис, который затянулся на 10 лет. Тогда же начали пустеть деревни, поселки и небольшие города. Это было связано не только с тем, что в Японии упала рождаемость. Из деревень массово начала уезжать молодежь, и это продолжается до сих пор. Если ничего не изменится, к 2040 году в Японии могут стать нежизнеспособными 896 городов и деревень. И вот типичная картина. Заброшенная деревня. Здесь не осталось ни одного жилого дома. Все дома. Все заброшено. Не, ну вот это вот мертвое. Это полностью заброшенные дома. Давайте просто посмотрим, хоть один дом здесь есть незаброшенный в этой деревне. Здесь еще некоторые дома так выглядят, что непонятно, заброшен он или нет. А давай, может, скажут пару слов? Это, по-моему, последний житель деревни. Все. Последний житель деревни, возможно. В этой части никого не осталось. Так вы здесь одна? Нет, я в Тамамая живу, в городе. Мы думали, что здесь все заброшено. Нет, дача. Вот оно как. Это часть большого города Тамамачо, по-моему она сказала, называется. И если поехать дальше, там будут еще и фермы. А здесь просто никому стали не нужны вот эти загородные дома, типа наших дач. И получается, что они вымерли. Но это как часть большого города, в самом городе живет еще людей, в принципе, нормально. А она едет сюда просто ухаживать за огородиком, ну, как часто делают у нас бабушки, в принципе. На Сахалине похожая ситуация. Здесь тоже вымирают деревни. Какие-то медленно, какие-то быстрее. Например, во Взморье в советское время жили более трех тысяч человек. Сейчас осталось чуть более 500. Вот этот хутор, он был вот здесь еще заселен. Дом на дом. Магазины стояли. Вот здесь вот, где вот сейчас парень строится. Здесь у нас была поликлиника. Ну, это еще в те годы, еще малышами бегали. Молодежь старается в город убежать. Деревню Ручьи в Долинском районе местно называют Татарской. В советское время именно из Татарстана сюда больше всего приезжало людей по комсомольским путевкам. Рядом с деревней был крупный совхоз, на котором трудились местные жители. Еще в 2002 году здесь оставалось 57 жителей. Сейчас здесь нет ни совхоза, ни людей. Здесь буквально все, совсем-совсем-совсем чуть-чуть домов. Вот этих островов, скажем так. Ну, тут еще какие-то строения, может быть, сейчас рядышком проедем. Тоже заброшки. Посмотрим, что там. Надо так, чтобы это, рукой не задеть за борщевик и за крапиву. Даже не знаю, куда идти здесь. Так, вроде бы тут можно попробовать. Был птичник там, в Октябрьском. Курочки, яички, молокозавод был, коровники. Много сельскохозяйственной техники. А сейчас вот село Ручьи находится в таком состоянии. Абсолютно нежилое, заброшенное. Может быть, в 90-е там чуть нулевых кто-то пытался как дача поддерживать. Много малины, смородины растет в округе. Но вот сейчас, собственно, все заросшее. Кое-как пробрались, борщевик выше. Как два меня, наверное. Трава, полынь, крапива, кое-как. До 2004-го Чехов был городом. Здесь работали бумажные судоремонтные заводы и рыбный комбинат. Все эти предприятия не пережили перестройку. Народ начал массово уезжать, а статус Чехова понизили до поселка. Мы застали здесь большой праздник. Вечер встречи выпускников 1980-го года. До свидания. Мы как-то стеснялись. Молодость этих людей как раз совпала с перестройкой. Поэтому многие из них уехали из Чехова. Я здесь родился. Это все до боли знакомо. Я живу в Логотской области. Великий Устью, родина Деда Мороза. И мне это снится по ночам. Чехов. Вот это развалины. У нас там немножко цивилизация. А мне вот этого разруха снится. Почему? Потому что это малая родина. Ну он вымирает, да. Вот иногда у меня друзья есть. Звонят и говорят. Хочешь новости? Умер этот, 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 этот. Чеховские новости. Умерли люди. Это нормально или нет? Я согласен сюда вернуться. И доживать здесь. Вот здесь. И вот чтобы меня вот там похоронили. Вот там вот кладбище чеховское. Пускай мне там. Или в Красноярском там рядом пять километров. Пускай мне там. Ну, чтобы жизнь сюда вдохнулась. В 30-х годах японцы активно развивали угольную промышленность на обоих островах. И там, и там появлялись шахтерские поселки. В Карафута при шахте был создан поселок Найбути. Позже советские власти переименовали его в Быков. А шахта получила имя Долинская. Добычу угля в шахте прекратили в 2006 году. Уголь – это настоящий хлеб промышленности. Поселок Быков. Вот. Какой-то фрагмент конструкции шахтовой. Ранее здесь жило около 10 тысяч жителей в советское время. Ну, в нулевых шахта закрылась угольная. Уголь добывали закрытым способом. Ну, и народ разбежал. Сейчас порядка двух тысяч жителей проживают здесь. Бетонная японская труба. Уже какая-то котельная была здесь. Выше там, сзади здание пожарной охраны. А вот здесь любопытная деталь. Вот с левой стороны у нас церковь. А ранее в этом здании находился морг. Вот бывшее здание шахт управления. Ныне заброшено. Доступ к нему открыт. А еще японцы активно строили на острове бумажные заводы. Их останки до сих пор стоят по всему Южному Сахалину. Ну вот, подъезжаем к бывшему японскому бумажному заводу. Собственно говоря, 1919 года постройки. В 1919 году ему было 100 лет. В 90-х, естественно, подокрывались заводы бумажные у нас здесь. Вот original Japan, бетон. Крепкий, никто его не ломает. Стоит как памятник. Виднеются трубы бывшего целлюлозного бумажного завода. Ну, естественно, с его закрытием стало в городе почище. Снег весной уже не черный. Конечно, он очень сильно дымил. Когда его строили японцы, они не думали об экологии тогда. Уже более 100 лет назад. Примерно такая же участь ждала некоторые японские предприятия и города на Хоккайдо. Япония одна из самых развитых стран мира. По уровню жизни занимает 14 место. Но при этом тут есть города, которые почти превратились в призраки. Юбари когда-то был угольной столицей Японии. В 1960 году здесь проживало 120 тысяч человек. В 1990 году в городе закрылась последняя шахта. На тот момент в Юбари оставалось уже около 21 тысячи человек. В 2007 году город объявил себя банкротом. И это только ускорило отток населения. В 2014 году здесь жили 7 тысяч человек. А сейчас, скорее всего, еще меньше. Проблема Юбари в том, что город стремительно стареет. Средний возраст местных жителей 65 лет. Это на 16 лет больше, чем в целом по стране. Люди в Юбари умирают чаще, чем рождаются. В среднем на 12 смертей приходится только одно рождение. Забавно, что город Японии с самым пожилым населением в 2011 году избрал самого молодого мэра страны. Наомичи Судзуки на момент выборов только исполнилось 30 лет. При этом в умирающем городе выращивают самый дорогой сорт дынь в мире. В 2019 году пара дынь Юбари на аукционе продали за 39 тысяч долларов. Сегодня Юбари выглядит так, что легко мог бы стать декорациями для фильма ужасов. Например, мы здесь нашли заброшенную детскую библиотеку. Но внутри оказалось много неожиданного. Относительно, опять же, что интересно в плане заброшек, относительно неразграбленного. Смотри, телефон. Какой-то даже компьютер. Шкафы. Часы. Часы. Часы не идут. Так. Кофе. Компьютер. Прикинь, никто не стащил. Ну, понятно, что он не особо нужен. Но обычно вандалин. Телевизор. Телевизор, кстати, прямо такой уже раритетный. Я думаю, этот телевизор можно как антиквариат продавать. Смотри, компакт-диски. Какие-то компьютерные программы. Это пленки. Ничего себе. Это какие-то киноленты, да? Киноленты, да. Значит, городская библиотека написана. Какой прямо раритет. Ничего себе колонки. Увидели, телевизоры. Не будем отмечать это место на карте. Да, не то чтобы я любил заброшки, друзья. Но это мне напоминает путешествие по России. Особенно, когда я ехал в Магадан. По этой знаменитой дороге. И огромное количество просто вымерших поселков. Или когда ты приезжаешь, прилетаешь в Воркуту. И тоже вокруг Воркуты ездишь. Смотришь эти мертвые пятиэтажки. Заброшенные здания. Разница только в том, что у нас подчистую все опустошает. То есть, когда у нас здание заброшено, разграблено. Его просто под ноль выносят. Снимают сантехнику. Все, что можно продать. Все, с чего можно заработать, обычно выносят. Здесь, в Японии, к моему огромному удивлению, куча техник. Каких-то книг, кассет. Понятно, что это больших денег не стоит. Но, наверное, что-то с этого можно поиметь. Особенно, если бы это не сейчас, а сразу бы мародера разграбили. А здесь все осталось. Как ее заколотили, так все и осталось. Это удивительно. Полароид фотоаппарат. Да. Полароид. Реально, фотоаппарат Полароид. Умеешь им пользоваться? Вообще, нажатием. Так. Так, нога! Доставай! Так. Так. Красотки прошлого сна. Мы нашли отдел эроти... Господи. Отдел эротической литературы. Так, давай, что еще там? Отлично, так, давай листай. Слушай, что это делает в детской библиотеке заброшенной? Ну, это был кинокласс. Видимо, тут были внеклассные занятия. Ты не поверишь. Но здесь даже печать еще как у Кана есть. Которая означает, что это как бы, ну... Собственность библиотеки. Библиотеки, положи. Все, библиотечная собственность. В моей школе такой библиотеки не было. Если бы в моей школе была библиотека с таким большим разделом эротического кино и эротического плаката, возможно, я вырос бы приличным человеком. Собственность библиотеки. Очередной заброшенный объект. Это школа какая-то. Какая-то парта. Умывальники. Туалет. Здесь был бассейн. Бассейн, стульчики. Это ванная. Это у них какие-то как бани были. Окей. На Сахалине строят новые школы в городах. Но в вымирающих поселках на них, кажется, забили. Например, есть ощущение, что эта школа в Чехове скоро будет похожа на заброшки в Юбаре. Школа, ну, которая просто у нас сейчас ее разрушили окончательно. И, наверное, скорее всего, дети не пойдут 1 сентября в школу. Она, да, в аварийном состоянии. Сейчас нагнали, по-моему, северных корейцев сюда. Северная Корея приехала. И пытаются восстановить, чтобы сроки у них не прогорали. Во взморье дети и вовсе учатся в контейнерах. Стыдно. Учитель, не знали фильм? Дети как учились там в сарае, да? Так же и сейчас у нас дети учатся так. Школы нету. Школу снесли. В контейнерах учатся. Его только сейчас начали строить. И сколько они будут строить эту школу? От школ времен Карафута на Сахалине остались в основном павильоны. В этом помещении хранились портреты императора и его семьи. Перед началом учебного процесса все это дело выносилось изнутри. Дети, как говорится, отдавали честь императору и шли заниматься. Он огнеупорный, вентилируемый, бетонный. Они разной формы у нас. Ну вот один из типичных представителей. Они были разные. И в греческом стиле с колоннами и так далее. И на самом деле это уникальное архитектурное сооружение, которое в Японии не осталось. Ну вот у нас их достаточно много. А теперь давайте посмотрим на действующие школы и детские сады в маленьких городах и деревнях на Хоккайдо. Ясли. Интересно, сколько детей туда ходит. Так, и вот такое здание. Это у нас детский сад. Детский сад. Для всяких детских. Ну, сейчас опять же воскресенье. Поэтому можно смело заглядывать в окна и никто нам ничего за это не сделает. Вот такой вот детский сад. Все самбетсу. Все самбетсу. Да. Классы, это уже несколько классов. Он с музыкальными инструментами какие-то. Вон там Casio синтезатор стоит. А здесь дети спят. А дети спят, обратите внимание, на полу. На таких вот лежаночках. Нет кроватей. Вот, японцы. Вот такой детский сад. Да, это прямо удивительно, удивительно. Удивительно, как разруха в Японии соседствует с какими-то довольно масштабными проектами. А это школа. Очень-очень похожа на провинциальные российские школы. А вот другая школа, она уже совершенно другого уровня. Чистенькая, новая, огромная, с большим полем. То есть школы здесь разные. Здорово, здесь стоит памятник детишкам. Мальчик с девочкой приветствуют учеников. Прямо как наши скульптуры бетонные пионеров. А тем временем я добрался до самой глуши Хоккайдо. Это Ниссиокопы. Удаленная деревня в лесах. Казалось бы, тут совсем нечего делать. И местные жители могли бы от тоски просто глушить Сакэ днями напролет. Но вместо этого они охотятся, делают гитары, красят свои здания в яркий оранжевый цвет. И мастерят деревянные игрушки. Ниссиокопы называют деревней охотников. Дело в том, что в местных лесах водится много оленей Эза. Это особый вид оленей, который распространен только на Хоккайдо. Причем здесь их так много, что их легко можно увидеть просто из окна машины, пока едете в Ниссиокопы или другую деревню. Раньше их популяцию сдерживали волки, но их истребили на всем острове еще в 19 веке. Как и во многих японских деревнях, большинство жителей — пожилые люди. Те, кто не занят охотой, работают в основном в местном доме престарелых или на фабрике гитар. Молодежи здесь так мало, что в единственной школе учится всего 20 детей. Тем удивительно, что здесь есть целый детский центр, в котором хранится около тысячи деревянных игрушек. Кстати, обратите внимание на цвет фасада. В Ниссиокопы многие здания облицовывают либо оранжевой плиточкой, либо красят в оранжевый цвет, потому что местным кажется так веселее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что вы ожидаете увидеть при въезде в какой-нибудь российский колхоз, деревню? Ну какой-нибудь знак, я не знаю, 20 лет первому съезду Единой России? Или да здравствует пятый срок Владимиру Владимировича. Что еще? 50 лет октября. Посмотрите, японская деревня. Тоже стоит знак. Что написано на этом знаке на въезде в эту милую японскую деревушку? В деревне на 30-е число первого месяца седьмого года рейва почти 11 тысяч человек. И ни одной смерти за 30 лет на дорогах. Сейчас у нас идет пятый год эпохи рейва. Это седьмой год. То есть сейчас, получается, 20 технически все-таки 28 лет. Они хотят, чтобы было 30. Сейчас у них 28 лет, никто на дорогах, слава богу, не умирал. И они стремятся, чтобы еще, соответственно, хотя бы два года, чтобы до круглой даты никто не помирал. А там уже как пойдет, наверное. Поскольку мы в музыкальной деревне, где делают гитары, коровка здесь повсюду. Вот она, местная коровка. Ниши Акопе. Так. Коровка здесь даже на флажках. Видимо, судя по всему, она просит пропускать детишек, поскольку мы около школы. Интересный момент, связанный с безопасностью дорожного движения. С точки зрения проектирования дорог, не сказать, что здесь предпринимаются какие-то меры по ограничению скорости. То есть мало лежачих полицейских, мало каких-то круговых движений, которые бы принудительно твою скорость ограничивали. Дороги в целом хорошие и при желании люди могут гонять. Говорят, здесь стоят полицейские, меряют скорость и есть даже камеры, но пока мнений не встречались. Зато некоторые деревни гордятся то, что годами здесь на дорогах никто не погибает. Я думаю, в первую очередь это вызвано не проектированием дорог, а тем просто, что японцы очень аккуратные и следуют правилам. И в одной из деревень есть даже такой целый домик, можно сказать, храм безопасности дорожного движения. Это что за плакат? Это не спи за рулем, это понятно. Смотри вперед. Спасибо вам за то, что вы всегда водите аккуратненько на одном дыхании, то есть дышим вместе условно говоря. Вот этот красный. Это красный. ССС. Это три С, соответственно, щиту берету, то есть дремень безопасности. Первое С. Спиду даун, то есть снижай скорость. И, соответственно, третье С это сакебарай, то есть не пей за рулем. То есть пристегивайся, снижай скорость и не пей за рулем. Три кита, на которых держится безопасность дорог конкретно в нашей деревне, в которой мы сейчас находимся. Просто, чтобы вы понимали, деревня, тут ограничение 40 км в час. Народ гонит, я бы сказал, нормально, километров 80. И обратите внимание, что никаких вот, даже перед пешеходным переходом, никаких мер по ограничению скорости нет. Дорога широкая, асфальт в целом нормальный, и прямо как здесь не гнать? Это, собственно, центр деревянных игрушек. Это детский центр. Не, ну неплохо, для маленькой деревушки, полузабытой, они здесь отгрохали огромную школу, огромный детский центр. Только людей нет. Все улицы пустые, и машин практически нет. Школы на Хоккайдо, конечно, замечательные. Но проблема в том, что если ничего не изменится, скоро учиться в них будет некому. Молодежь уезжает из японской провинции в большие города. Молодежь? Так она вся в города уезжает, там же работы больше. Я и сам вообще жил в Саппоро. Но корни у меня здесь, вот и вернулся. Когда стукнуло 47-48. А мелкие, они ж как только могут, сразу уезжают. Постепенно тут все и приходит в запустение. Им здесь скучно, делать нечего, вот они и смываются. Обоснуются где-нибудь в городе и с концами. По этой же причине пустеют и деревни на Сахалине. Если, допустим, брать такие хорошие вакансии, ну, это, наверное, по вахтам только такие. Ну, с работы здесь, конечно, тяжело, я могу так сказать. В основном здесь продавцы требуются, сети пиццы, официанты вот такие вот. Ну, такси вот это вот. Так вот с работой здесь тяжело, конечно. В основном мужчины уезжают, уезжают, работают в Южно-Сахалинске, много-много по вахтам и на стройках здесь местные. Ну, так, для мужчин работы не очень много, а женщины, в принципе, работу здесь находят. Безработица, собственно говоря, и молодежь старается уехать поближе к центру, а кто-то на учебу едет во Владивосток, в Хабаровск, Питер, Москва, много молодежи уезжает. Мы только можем дарить, вот батька приедет сейчас, дай пару миллиардов, дай пару миллиардов, у меня надо детское пособие поднять, все. Мы пенсионеры, мы здесь просто живем, а дети, которые у нас здесь, работают в Южном, снимают там квартиры, а живут просто в Чехове, просто прописаны в Чехове. А работают все в Южном и снимают там квартиры. Вот так мы живем. На Сахалине жители совсем умирающих деревень переселяют в города и крупные поселки. Кое-где молодым семьям выделяют землю или строят для них новые дома. Далее вот туда, на север, скажем так, строятся в полях новые дома. Поле нарезано на участки под индивидуальное жилое строительство. На Хоккайдо все же стараются сохранить деревни. Чтобы хоть как-то вернуть молодежь в маленькие города, местные власти вводят различные программы. Сдают в аренду поля или продают за бесценок опустевшие дома и выделяют деньги на их ремонт. В некоторых городах приехавшие японцы открывают в таких домах кафе и даже кинотеатры. Но пока решить проблему полностью не получается. В своем ролике про японский перфекционизм я вам показывал фермера, который умудрился выращивать вкусные помидоры на самом севере страны. Ему 37 лет и уезжать отсюда он не собирается. Но и понимает, почему молодежь не интересует фермерство. Рабочих часов у меня просто немерено. Каждый день без выходных минимум по 12 часов. Современная молодежь не все, конечно, но такое скорее не любят. Так что это надо любить, чтобы справляться. Здесь не выжить, если устраивать выходные или работать по 8 часов. Если не выживать максимум, в прибыль не выйдешь. Чтобы узнать, как спасти деревню, я приехал в Ацуму, которая знаменита своими рисовыми полями. По количеству местных жителей Ацума деревня-деревня. Здесь живет всего 4500 человек. Но ее площадь более 400 квадратных километров. Дело в том, что 70% Ацумы покрыты лесами и здесь много полей. Например, рисовых угодий так много, что их тут каждый год на сезон сдают в аренду всем желающим. То есть надоела вам городская жизнь, приезжаете в Ацуму, изображаете из себя фермера и выращиваете рис. Даже если урожай низкий, город обещает, что вы гарантированно получите свои 30 килограммов рисика. Сейчас попытаемся понять, как местные привлекают сюда молодежь. Потому что проблемы те же самые, что и у нас. Молодые люди уезжают из этих мест, никто не хочет заниматься землей. И если вот у нас придумали дальневосточный гектар и землю раздают, то здесь дают в аренду. Не знаю, насколько это работает, но бесхозных полей здесь практически нет. Везде трудятся вот какие-то тракторы, что-то возделывают. Попробуем поговорить с местными, узнать, что они про эту программу думают. Такой типичный тоже домик фермерский, но никого нет. А чтобы кто-то появился, надо как-то от кого-то позвать. В Японии вполне нормально. Вот так открыл гараж, расхлебянил его полностью и ушел. Никто что-то ничего не возьмет. Найдем мы сейчас рабочий люд, который с радостью ответит на наши вопросы. Для него это будет легальный повод, перерыв сделать, красота. В итоге нам удалось найти 86-летнего фермера, который трудится здесь всю свою жизнь. 30-50 тысяч йен в год приносят 10 акров земли. Поэтому и молодежи тут нет. Все в Токио. Если на Хоккайдо остаются, то едут в Саппоро. Так все и уезжают. Как вы считаете, есть ли у этой проблемы решение? Эта проблема политическая. Так что политикам надо уже поскорее что-то придумать. А у них нет никакого плана. Все никак? Да, тормозят. Есть у меня мысли по этому поводу. Как спасти деревню? Что надо делать? Поделитесь своей мудростью. Нам, работникам сельского хозяйства, надо сплотиться. И самим фермерам, и вообще. Потому что это в природе политиков. Бесконтрольные, они начинают думать о своем кармане. А до них все труднее и труднее достучаться. До чего там, и до соседей порой не достучишься. Даже в деревнях? Да даже тут. Хоть я и ругал жителей Хоккайдо за мусор, но все же даже здесь японцы остаются японцами. Вы только посмотрите, как они усовершенствовали производство яиц. Что меньше всего ожидаешь увидеть в этом захолустье, где даже автобусные остановки похожи на наркопритоны? Яичный бутик. Потрясающее здание. То есть такая архитектура, как, я не знаю, словно какая-то дорогая винодельня. Видно, даже пригласили какого-то модного яичного архитектора, который соорудил им этот белоснежный ангар. Газончики, словно это какое-то дорогое, хорошее гольф-поле. Уже не терпится попасть внутрь. Люди выходят, просто коробки яиц отсюда выносят. Здесь продают мороженое, торты, все из яиц. Смотрите, какие сумки с яйцами у людей. За стеклом видно, как все эти чудеса готовят. То есть прямо здесь готовят эти вкусняшки. Маленькое печенье стоит 200, такое вот маленькое печенье стоит 230 йен. Поскольку мы в Японии, сразу же здесь вся сувенирка. Значочки, открыточки. Собственно, сразу можно купить яйца. Такой красивой упаковочке. 6 штук, 270 йен, десяток 450. Ну и вот, собственно, яичный бутик. Что здесь продают? Здесь продают три вида яиц. Ака, оплодотворенные яйца и яйца цвета сакуры. Сейчас посмотрим. Вот эти яйца. Считается, что ты их разбиваешь и у тебя розовый желток. Вот эти. Так, сейчас посмотрим. Обогащенные мега-кислотами. Вот эти ты разбиваешь и у тебя получается... А, нет. Вот эти ты можешь не разбивать и у тебя получится цыпленок. Потому что это baby tamago. Вот они. Вот, 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 собственно. Эти с baby-ками. То есть с маленькими цыплятками, видимо. А вот эти, если разбить, то в них внутри будет желток очень красный. Вот, который очень часто принято класть, например, на рис. А вот, что я никогда не видел, это чтобы яйца продавали в коробках. Family box. 5 килограмм и 3 килограмма. Вот. При этом они просто, это разные яйца, которые просто накиданы в эту коробку. То есть они, ну, я не знаю, насколько это удобно перевозить. Слушай. Прикол, реально. Просто ты покупаешь себе ящик яиц. Пожалуйста. Вот тебе gift box. То есть ты пришел к кому-то в гости. Здесь рис. Это какой-то соус, да? Да. И три вида яиц. Угу. Здесь ты можешь взять какой-нибудь десертик и с видом на роскошный зеленый газон его потребить. Чем вот некоторые посетители этого яичного бутика и занимаются. У них там огромные просто коридоры из клеток, в которых свежайшие яйца сразу же производятся и отправляются вот сюда-назады. Откуда они там омываются, пакуются вручную, фасуются вручную и сразу же можно покупать. Неудивительно, что у них клиенты всех возрастов из всех окрестных городов. Из этого города все покупают яйки только здесь. Вот такая очень японская история, когда какой-то локальный бизнес потихонечку развивается и доходит до бутика яиц. У вас Япония ассоциируется с будущим, и вы хотели посмотреть, а как будет завтра. Вот завтра яйца и у нас будут в бутиках продавать. Будут красивые продавцы в дорогих костюмах, будут брать в каких-нибудь бархатных перчаточках яйца и отпускать поштучно в красивой упаковке. Японии будущее уже наступило. Ладно, не, на самом деле яйца здесь продаются в бутике не потому, что они как-то дорого стоят, совершенно обычные цены. Яйца продаются в бутике, потому что это показывает то, до чего может дойти вот тот самый японский перфекционизм. Что человек, который начинал с маленькой венинговой аппаратой, у него нет предела совершенств. У него откроется магазинчик, он сделает брендинг, он закажет каким-то хорошим архитектором дизайн своего ангара, где он будет потом все это дело продавать, он сделает сувенирку. И это вот тот самый японский перфекционизм, когда человек не останавливается и каждый день становится все лучше и лучше, и развивает свой бизнес в том числе. За 25 лет из венингового аппарата сделали такое чудо. У меня в руках вкуснейшее местное мороженое. Мне не терпится уже его съесть, поэтому заканчиваем съемку. На Сахалине тоже есть частные фермеры-энтузиасты. Эту замечательную женщину мы встретили на ярмарке в Корсакове. Перепелочки, три вида маринада, курочка вот такая быстро играющая для запекания, уточка четвертушечками, это все сразу можно на гриль, на сковородку. Есть сырая птичка, это на супчике, там запчасти всякие разные. Это яйца домашние что ли, да? 300 рублей. Это цесарка. Цесарка? Это очень вкусная ель. А, плотная, да. У нас своя козья ферма, коровка одна. В основном козьи старые, есть сыры, которым два года. Видите, вот они старые такие уже, твердые, они больше колятся. У многих жителей Сахалина есть огород. Ну и конечно, летом на Сахалине, как и по всей России, можно встретить бабушек с ягодами. Здрасте. А сколько стакан клубники стоит? 200 рублей. 100 рублей? 200. 200 рублей? Стакан уже, да? Да, да. Там продают вообще 5400. Мородина красная. Красота. Красота. Ладно, попробуем, да, напробуй. Давай, угощайся. Попробуй. В клубнике 300 рублей, это последняя. А мелкая будет по 200. Вы продаете, потому что много слишком или просто зарабатываете? Какие-то он у меня полетел. Надо тихонько, надо установить. Ну и когда излишки, конечно, я вот варенье наварила, заморозила с сахаром. На зиму хватит и мне, и внукам. Местные жители, кстати, называют Сахалин островом сокровищ. И уверены, что с голоду тут не умрешь. Вас вот такими накормят этими, как они называются? Мидии, которых пьют. Мидии? Устрицы? Сахалинские? Да, самая большая она. Ежи морские тут же. Вот вы сейчас будете гулять. Ежа морского нашли, обломали его спокойно. И дольки. Там сплошные минералы. Капуста. Люди собирают капусту, вот эту вот капусту, и просто сушат ее. У нас есть рыба. Даже если не браконьерить лосося в путину, то в конце концов в реке, в море можно половить. А у нас есть там и краб, и ракушка, и дикоросы, и все, что хочешь. У нас леса такие богатые. У нас ягоды сколько видов. Поэтому здесь на самом деле с голоду умрет только ленивый. И на Сахалине, и на Хоккайдо нам встречались очень активные жизнерадостные пенсионеры. Например, Ирине 73 года. Она переехала недавно в Быков и занимается с местными пенсионерками лечебной физкультурой. Чтобы женщины, которые в возрасте, собой занимались. Ну, это я тоже вот с ними занимаюсь. Ходим на родник ежедневно. Тут свежая вода. Вот, пожалуйста, у нас родниковая вода здесь. Прекрасная речка. Места там наверху у нас прекрасный лес. В общем, тут, в общем, для пенсионеров само то. Для детей, для пенсионеров шикарно. Единственное, конечно, нет работы. А так здесь шикарно, здесь очень хорошо. В Японии для пенсионеров постоянно придумывают какие-то занятия. Но они и сами не отстают. Что меня всегда удивляет в Японии, что здесь старики до глубокой старости заняты. Например, часто можно увидеть просто на улице в такой перекрёстке может стоять пять каких-нибудь дедушек-регулировщиков, которые будут там пропускать пешеходов, ещё что-то. Во многих домах есть какие-то активы пенсионеров, которые там не просто сидят, я не знаю, там на лавочках сплетничают или бухают в доминошной, а они там чем-то заняты. Они какие-то садики возделывают, ещё что-то. Потому что им очень важно чувствовать себя нужными. Что они делают какую-то общественно полезную работу. Что даже если они получают пенсию, они не сидят на шее у государства. А они что-то всё равно выполняют, и они этому обществу приносят какую-то пользу. Обязательно. В каждом городе есть комьюнити-центры, типа таких маленьких ДК, где сидят старики, местные пенсионеры, и они обязательно тоже чем-то заняты полезным для города. Они могут какой-нибудь там планы одобрять по строительству парков и так далее. Что чаще всего бывает, что, например, нам иностранцам больше всего полезно, это бесплатные занятия по японскому языку. Школы здесь стоят довольно дорого. И многие приезжают там, чтобы получить визу и так далее, чтобы остаться здесь. Естественно, нужно знать японский. Вся документация на японском, на английском почти никто не говорит на самом деле. Вот. А по воскресеньям практически в любом городе, я имею в виду микрорайоны, если это Токио, если это крупные города, то это во всех микрорайонах обязательно есть бесплатные занятия по японскому. И заниматься там будут именно такие дедушки и бабушки, которые уже вышли на пенсию, которые за это не получают дополнительно никаких денег. Но им интересно взаимодействовать с новыми людьми в своем сообществе. Эта веселая старушка называет себя профессиональной домохозяйкой. В свободное время она проводит в парке с друзьями и занимается рукоделием. Знаете Годзиллу? Японский фильм такой. Я с ним однокашка, одногодка. Вот чем я в свободное время занимаюсь. Это японская собака Сиба Кен. Вот сейчас такой тут проходила девочка. Зачем, вы спрашиваете, возраст у ровесницы Годзиллы? Ладно, скажем так. Я уже по вечерам по барам не хожу. Никакого здоровья не хватит. Хотя хобби у меня... Вот хобби, да. Хобби — это вкусно покушать. Выпить тоже можно. Собраться с друзьями — вот оно счастье. Я пытался спросить у японских пенсионеров, какая у них пенсия. Но они тактично ушли от ответа. Сказали только, что хорошая пенсия начинается где-то с 14 тысяч долларов в год. Сейчас на пенсию в 60 с чем-то выходят. В 65. А живут люди хоть до 100 и больше. Так что после 65 чем заниматься? Их называют Итаку или как? Да-да, так их зовут. Вот они с уменьшенной зарплатой продолжают работать из дома. И потом еще работают так. Это не только у нас. Весь Хоккайдо так. Ну, денежек лучше больше, чем меньше, но... Ну, у всех очень индивидуально. В каждой семье свои нюансы. Например, родители вышли на пенсию, а детям еще платить за учебу. В такой ситуации особо выбора нет. Надо продолжать работать. На Сахалине есть северные и разные другие надбавки. Но не у всех. Здесь минимальным размером пенсии называют 20 тысяч рублей в месяц. Это примерно 2,5 тысяч долларов в год. То есть почти в 6 раз меньше, чем в Японии. У родителей где-то около 20 пенсий у моих. Где-то так. Ветераны северных территорий 40 лет отработали. Плюс ветераны Сахалинской области. Нам заплачивают 6 тысяч раз в квартал. И плюс каждый месяц сдают еще 3 тысячи, по-моему. 3 или 2 тысячи, по-моему, еще ветеранам, кто 40 лет отработал. Ну, плюс армия считается. И плюс губернатор нам несколько лет назад всем пенсионерам в Сахалине вел. Тысячу рублей добавил всем. Пенсии, конечно, повыше. За 30. Около 30. Вот такие. На Сахалине зарплаты в среднем выше, чем в целом по России. А Хоккайдо по этому показателю не особо отличается от остальной Японии. Сахалинцы в среднем получают 1200 долларов. В то время как официальная средняя зарплата по стране около 800 долларов. В Японии средняя зарплата 3800 долларов в месяц. При этом на Хоккайдо зарплата очень сильно отличается в разных сферах. Больше всего зарабатывают в машиностроении. Почти 8,5 тысяч долларов. Это более чем в два раза превышает среднюю японскую зарплату. А еще в Японии ценят труд преподавателей. Они в среднем получают 3600 долларов. Это в 4,5 раза больше, чем зарплата сахалинских учителей. Одни из самых низких зарплат и на Сахалине, и на Хоккайдо у работников почт и курьеров. В России они в среднем получают 550 долларов в месяц, а в Японии около 2000. По доходу разные бывают семьи. Кто просто бизнесом занимается, а трех миллионов йен в год зарабатывают и до бесконечности. Так что нормально по деньгам, это сколько? Ну, получается, что бедняков здесь по сути нет. Да нет, если человек на нормальной работе, то денег ему всяко хватит. Если не подработками перебивается, то заработать здесь на кусок хлеба можно без проблем. Так что в бытовом плане здесь люди точно не бедствуют. По Японии уровень зарплат примерно одинаковый. Поэтому, например, людям зачастую выгоднее, скажем, жить в какой-нибудь Осаке или в Нагое, получать примерно ту же самую зарплату, что в Токио, но не платить такие бешеные деньги, например, за аренду или за дорогу. Потому что примерно зарплата будет, скажем там, аренда будет отличаться на 20-25%, а зарплата на 5-10%. Как мы уже с вами выяснили, на Сахалине хорошо зарабатывают рыбаки. В Южно-Сахалинске, куда едут в поисках работы со всего острова, градообразующее предприятие — это завод по производству сжиженного природного газа. Это была грандиозная стройка. На сегодняшний день это одно из градообразующих предприятий нашей области. Его роль заключается в том, что вы принимаете газ по газопроводу с севера Слунского завода. Его, по этой сложной технологии, это охлаждают до низких температур и в жиженом виде его транспортируют на экспорт в Японию, в Китае, в различные страны. Хуже всего живется на Сахалине, как и в целом в России, бюджетником. Я думаю, что от 35 и выше. Ну, самый маленький, наверное, край 35, я так думаю. Ну, может, где-то подрабатывает кто-то, где-то как-то. Вот так люди выезжают, ну, не знаю, устраивает людей, я так думаю. Ну, кого не устраивает, наверное, все, наверное, уехали. Мы бюджетники, у нас низкая зарплата. Ну, так, 35-40. И то не всегда, зависит от премии и так далее. А тех зарплата, ну, остальных, конечно, я думаю, повыше. Потому что бюджетники – это бюджетники. В коммерческих компаниях люди в среднем получают около 100 тысяч рублей. Средняя зарплата по Сахалинской области составляет чуть более 90 тысяч. Зарабатывают в основном хорошо те, кто работает в сфере нефти и газа. На севере острова месторождения. Вот. И, допустим, уборщица может за сотню получать. А какой-нибудь главный инженер там под 500, под полмиллиона. Часть сахалинцев рассказала нам, что этих денег им хватает на жизнь. Но большинство из тех, с кем мы разговаривали, признались, что разницу с материком съедают местные цены. В магазине уже начинаешь смотреть на цены. Раньше заходишь, взял, что нужно, ушел. А сейчас как-то что-то вроде взял, раз там 5 тысяч уже улетело. Вроде ничего и не взял. Вот. Поэтому приходится уже так. Сейчас стройматериалы подорожались, цены на жилье тоже выросли. Цены вообще сопоставимы с московскими у нас. Это ерунда. Если сравнивать то, что было. Ту зарплату, когда при советской власти было, например, тысячу рублей зарабатывал. Это сейчас в среднем 300 тысяч надо, а может и больше. На ту тысячу. Потому что в 300 раз сейчас цены-то произошли, а как не больше. Посмотрите, хлеб был 20 копеек, а стал 70 рублей, а то и по 85 есть. Вот такая бабушка маленькая. Получили пенсию, рассчитались. И теперь там на 15-20 тысяч надо будет тянуть целый месяц. Но мы тянем. Нам куда деваться, мы тянем. Ну вот, потому что не хватает, потому и стоим мы на рынке. Магазины закрываются вот у нас как бы тоже. Неперспективный поселок. За отопление заплати, за телевизор заплати, за свет заплати. Ну, можно сказать, по пенсии улетает. Особенно зимой. За отопление. За отопление 6 тысяч. Мне хватает, я одна, потому что сейчас. Потому что дети выросли, внуки. Они там живут в Корсакове. Мои вот там, например, как бы так вот. А я, мне одной хватает, что я тут. Ошибка не эта самая. Вещи, вещи. Уже не растем. Уже ноги те же, вещи те же. Мы уже изучали цен на морепродукты. А теперь давайте посмотрим, сколько стоят другие товары. 137 рублей стоят десяток. Вот. А когда вот была проблема, была проблема недавно с яйцами. Цена доходила до 250. Даже продавали некоторые ушлые ребята. Яйца по 500 с лишним рублей десяток. Было заявлено, что это яйца кур естественного выгула. То есть, куры гуляют на улице, на природе. И поэтому такие дорогие яйца дышат воздухом. Они сидят где-то. Была такая тема. Самая заметная наценка на Сахалине на фрукты. Просто потому, что все они не местные. Абрикосы. А это чьи они? Азербайджан. Все Азербайджан. Азербайджан. А сахалинские есть какие-то овощи? Зеленя. Это сезон. Как бы наоборот считается очень доступная цена. Вне сезона арбуз, я видел просто один арбуз, может стоить 3000 рублей. С фруктами беда. Ну а теперь давайте зайдем в местный супермаркет и посмотрим на цены. Потому что на Сахалине все дорого. Интересно, как здесь, в Юбаре у нас. Так, ассортимент вымирающего города. Ананасы 538. Салат 268. Выбор такой хороший. Половинка капусты 214. Лосось 80 грамм 222 йена. Такой вот маленький кусочек. Вот такие креветки 158 йен за 100 грамм. Икра в такой упаковочке интересная. 600 йен за 100 грамм. Обратите внимание, в магазине есть специальный отсек, где продают продукты от местных фермеров. Есть фотография этого фермера. Про него какой-то короткий рассказик. Блин, это офигенно. Вот как поддерживают локального производителя. И здесь у тебя есть там яблочный сок, бобы, перчики, морковка. Вот морковка за штучку 214 йен хотят. Огурчики, лук-порей. Картошка 216 йен за мешочек. Вот 216 йен. Картошка дорогая, но от местного фермера. Морковка 150 йен. Вот есть морковка такая, попроще. Грибы. Ну и конечно же яйца. 694 йены за десяток. А это то, что должно быть в любом заведении. Да, дефибриллятор. На случай, если кому-то станет плохо. Также решил сравнить цены на бензин. На Хоккайдо, чем севернее, тем дороже. Сейчас обычный, это скорее аналог 95-го. Стоит 165 йен за литр. Хотя еще недавно он был 140. Самый дешевый, который бензин я находил, был 140 йен за литр 95-го. Вот так вот выглядят заправочки. Дедушка на каком-то микрогрузовичке канистрочку повез. Офигеть, лисичка. Вообще не боится. Цены на бензин в Акканае. Значит, в Акканае уже 183. 183 бензин. На Сахалине цена зависит от заправки. Но везде стремительно растет. Государственная заправка «Роснефть» на Сахалине, в Юж-Сахалинске. Бензин 92-й стоит 56 рублей и 40 с чем-то копеек. На частных заправках. Вот сейчас будем проезжать. 56-65 где-то в этом диапазоне. Дизельное топливо доходит до 93 рублей. На «Роснефть» государственная 74 или 75 рублей сейчас. Но цены постоянно растут. Что там, что здесь. Обратите внимание на цены на топливо на Сахалине. Заправка частная здесь дороже. Я вчера заправился на «Роснефть». Государственная единственная заправка. По 56 рублей 92-й. 40 копеек. А здесь 67 ровно. 56-91 сегодня поднялся. Я вчера заправлялся, а был 56-40. Прямо на глазах, реально. Я объездил почти весь остров. И кроме цен на бензин, мне в дороге попадалось много удивительных вещей. Как вы уже поняли, я нахожусь на краю света, точнее на краю Японии. Но Япония ведь это свет, так что можно сказать на краю света. Нахожусь в самый север Хоккайдо. Здесь такая небольшая двуполосная дорога, которая идет вдоль северного побережья Хоккайдо. Ну проезжает здесь может быть, дай бог, одна машина в несколько минут. То есть мы можем спокойно через кусты по-хамски, вот так вот даже совсем не по-японски, выскочить, ай-яй-яй-яй-яй, на дорогу. И даже не будем бояться, что кто-то меня собьет. Машин здесь нет. Но что самое удивительное, машин нет. Но через эту дорогу есть подземный переход. Возможно, это правительство Северной Кореи сделало такой подарок японцам. Другого объяснения этого безумия я найти не могу. А для тех, кто не в курсе этой урбанистической шутки, я напомню, что Северная Корея славится подземными переходами через абсолютно пустые дороги. На фотографиях Пхеньяна это часто видно, когда абсолютно пустая широченная дорога и под ней какой-то гигантский подземный переход. Здесь тоже самое. При этом обратите внимание, он не просто какой-то такой подземный переход, он с какой-то такой архитектурой. То есть здесь, видите, они сделали, при этом есть лестница, а есть пандус. То есть и с этой стороны тоже самое. Давайте пройдем внутрь и посмотрим, может там насрано, может там все развалено. Хотя навряд ли, мы же в Японии. Открываем дверь. Так, о, ух, здесь уже потеплее. Тянем эту дверь и спускаемся вниз. Потрясающий подземный переход, зеленая лестница. Значит, здесь горит свет, пахнет лавандой. Очень свежо, посмотрите, какая красота. Стены не исписаны, рекламы нет, никто не продает нижнее белье и другое барахло, как в Тбилиси. В переходе на вокзале. Красивый романтичный свет, который напоминает северное сияние. Ничего, это произведение искусства. Это, вау, офигеть. Это лампы, ты понял, ты светишься. У тебя светится. Это лампы, офигеть. И здесь, когда ты подходишь, открывается картина, мельница, какие-то волки, коровы и звездное небо. Это знаменитое созвездие волосатого краба. Я не знаю. Это очень красиво. Это реально очень красиво. Слушайте, я хотел простебать японцев, но японцы, они меня уделали. Это невероятно красиво. Это невероятно красиво, друзья. На камере это, может быть, выглядит не очень, но в жизни это очень красивый переход. Но что самое удивительное, вы должны понимать, я нахожусь просто на самом севере Хоккайдо. Здесь нет людей, здесь нет животных, здесь просто сильнейший ветер, здесь невозможно вообще выжить. Тут мертвые поселки, здесь никого нет, здесь даже машины не ездят. И они сделали этот безумный подземный переход. Это самый красивый и самый бесполезный подземный переход в мире. Да, если кто-то думал, что здесь поехали машины, то нет, машины здесь не поехали. Что ты меньше всего ожидаешь увидеть, когда ты едешь по всей этой бесконечной свалке? Панели солнечных батарей. Вот это какой-то невероятный контраст. У тебя свалка, свалка, разруха, заброшены все эти домики, а тут бац, целое поле с солнечными батареями. Сейчас расскажу, почему они здесь. С начала нулевых годов Россия и Япония обсуждали масштабный проект. Энергомост между Сахалином и Хоккайдо. Предполагалось, что через пролив Лапируза протянут подводный кабель. Электричество в Японии должно было подаваться от Сахалинской ГРЭС-2 и Южно-Сахалинской ТЭЦ. Но проект так и не был реализован из-за технических и экономических сложностей. Вдовавок в Японии не хотели, чтобы ее энергетика напрямую зависела от других стран. Да, японцы оказались прозорливием чиновников из многих других стран, которые пытаются избавиться от этой зависимости сейчас. В том числе по этой причине японцы долгие годы делали ставку на атомную энергетику. В стране построено 33 атомных реактора и до 2011 года они обеспечивали 30% всей энергетики Японии. Для сравнения сейчас это только 7%. Такое резкое изменение произошло не просто так. В 2011 году у берегов Японии случилось сильное землетрясение, которое привело к масштабной аварии на атомной электростанции Фукусима. После этого все АЭС в стране были остановлены на проверку. С тех пор свою работу возобновили только 10 реакторов. Одна атомная электростанция есть и на Хоккайдо, она расположена у города Тамари. Правда, сейчас пользы от нее нет. После аварии на Фукусиме это была первая станция в стране, которой разрешили возобновить работу. В августе 2011 года был перезапущен реактор номер 3, который как раз завершил испытания перед аварией. Но в мае 2012 его остановили для проверки и до сих пор станция не получила разрешения для работы. В 2018 году сильное землетрясение произошло уже на Хоккайдо. Оно вызвало полное отключение электричества на всем острове. Обесточенными оказались почти 3 миллиона зданий. Сейчас власти Хоккайдо стараются сделать так, чтобы префектура не зависела от природных катаклизмов и аварий. Например, здесь активно внедряются альтернативные источники энергии. На Хоккайдо есть две большие электростанции с солнечными панелями. Тамакама и Кусироси. А также панели устанавливают по всему острову. Кого-то может удивить, что солнечные панели стоят на самом северном острове Японии. Но на самом деле здесь не так мало солнечных дней. В среднем солнце на Хоккайдо светит 177 дней в году. Но есть другая проблема. Это частые и обильные снегопады зимой. Чтобы снег не скапливался на панелях, их ставят под углом. Меня удивляет количество солнечных и ветряных электростанций. То есть ветряки, они стоят буквально повсюду. Есть гигантские ветряки, есть совсем небольшие. Вот я сейчас нахожусь вместе просто на берегу. Есть просто лес из этих ветряков. Сейчас я вам покажу. Я не знаю, хорошо это или плохо, потому что в какой-то момент, то есть когда их несколько такие красивые белые лопасти, они вращаются, то ты думаешь, вау, это что-то экологичное, современное, классное. Но когда их просто лес на берегу, мне кажется, это уже перебор. Здесь этот ветряк, и там просто такой целый лес из этих ветряков. По-моему, где-то японцы начинают перебарщивать. Но, с другой стороны, это лучше, чем сжигать уголь. Курительный домик. Домик, чтобы покурить. Куда обычно у нас на заправке ходят покурить, только отходят на обочину или где-то там останавливаются, ну, подальше, от заправки желательно подальше. Здесь всё продумано. Здесь цивилизация, есть специальный домик с вентиляцией, чтобы ты дымил в специальном домике. Обратите внимание, да? Там с мощной вентиляцией всё хорошо, чтобы ты, особенно зимой, мог с комфортом в тёплом домике спокойно убить свои лёгкие. Всё, даже умирать нужно достойно. Ещё меня поразили местные остановки. Ну что, друзья, вот так вот вы себе представляли автобусную остановку в Японии. Да, вот эти вот быстрые поезда, роботы, летающие машины. В Осаке у нас будет Экспо, в Токио будет у нас Олимпиада. Мы все такие классные, чистюли, у нас кучу правил. Эта остановка похожая на наркопритон, я не шучу. Здесь какие-то подушки, здесь проваленный пол. И мне кажется, здесь умер не один человек, чтобы было понятно. Внутри, это серьёзно, я в последний раз вот такой обычно в каких-то наркопритонах ты видишь. Значит, да, вот какие-то подушки, здесь возможно кто-то лежал. Проваленный пол, какая-то ржавая урна. Можно закрыть. Так, интересно, там нет трупа за остановкой? Убрали. Арсен не может поверить, что в Японии возможны такие остановки. Ну нет, она даже вот... Но если та остановка вам показалась максимально всратой, друзья, то это ещё не предел. Похожий в этом городке проходит конкурс на самую странную автобусную остановку. Потому что то, что вы сейчас увидите, я этого не ожидал. Итак, я разворачиваю камеру. Та-дам! Слушайте, я не понимаю, как это происходит. То есть, это реально автобусная остановка. Вот так. Я в домике! Жду автобус. Чтобы вы понимали, да, тут есть метёлочка, чтобы её можно было подмести. Тут есть лавки. Низенький потолок с какими-то паучками. В общем, я первый раз вижу что-то подобное. Покажи мне это вот на картинке, я бы не поверил. Я подумал, это кто-то хочет скомпрометировать Японию. Потому что о Японии у нас совершенно другие представления. Но здесь на Хоккайдо и такие остановки встречаются. Вот так выглядит домик. Это просто нечто. То есть, максимально-максимально всрато. То есть, есть расписание автобуса. Всё как бы, видите. Вот тут, значит, можно посмотреть, что когда идёт. Надо наклониться, правда, поклониться этому столбу. Это, то есть, это не шутка, это не заброшенная остановка. Она, на самом деле, вот такая. Тут, видите, лавки, такой земляной пол. Вот. И ещё раз, я не могу сказать, что это какая-то глушь. Это городок на почти на 20 тысяч человек населения. Это какой-то позор. Ещё одна остановочка. Обратите внимание, какая красота. Значит, во-первых, тут нарисована милая белочка. Во-вторых, судя по всему, эта остановка не часто пользуется, потому что это какая-то паутина. Это, чтобы было удобно здесь сидеть. Есть стульчики. Напитки. Лопата, видимо, чтобы зимой её расчищать. Мусор. Вот такая вот. Я много критиковал местные остановки и было за что. Но давайте будем честны, иногда попадаются настоящие остановочные дворцы, как здесь, на самом севере Хоккайдо. Посмотрите, какая прелесть. Это не остановка, это маленький домик. Роскошный павильон с башней. Ну, немножко поистрепался на местном ветру, но, тем не менее, обратите внимание, какая роскошная остановка. Обязательно из-за того, что здесь холодно, из-за того, что здесь ветер, закрываются двери. Давайте посмотрим, что там внутри. И здесь объявление. Пропал человек. Обратите внимание, здесь большой ассортимент лопат. Есть целые три разные лопаты. Одна такая, чтобы прямо побольше, поменьше. Значит, красивые лопаты. И лёд ломать. Неплохой лом для льда. Есть флажок, видимо, что на флажке написано? Что на флажке написано? Автобус остановился. Нет, это... Да, это флаг Совета Безопасности Деревни. И здесь есть еще две метелочки и совок. В общем, классная остановка. Вот так. Хоккайдо реабилитируется за те ужасные остановочные павильоны, которые мы видели. Так и быть. Так и быть. А вот как выглядят остановки на Сахалине. Типовая автобусная остановка. Из металлопрофиля профнастила. Вот такая серенькая, неприглядная. Собственно, там из синенького, здесь из бежевого. То есть нет единой какой-то цветовой гаммы. Последнее время появляются более такие современные. Ну, это в Южесахалинске. Из сотового поликарбоната. Ну, как теплицы делают. Вот такого плана. А эти такие железные. Но здесь климат влажный. Рядом море. Вот эта морская соль. Они очень быстро ржавеют. Покрываются ржавчиной. Коррозия их седает. Ну, эту недавно подкрасили. И заодно и подкрасили, собственно говоря, курду и асфальт. Асфальт. Остановка называется «Быков». Вот. Бетонная. На фундаменте. Не как в Холмске мы видели, которая из металлопрофиля и профнастила. Такая основательная остановка. Вот. Ну и настенное творчество, как говорится, наскальная живопись. Чего тут здесь только нет. И вот, собственно, всякие. И Вася тут. И домой, мама, ждем. Дура. Если в путешествии по Хоккайдо вас настигнет шторм, японцы предусмотрели специальные укрытия прямо на дороге. Интересная конструкция стоит прямо на дороге. Укрытие на случай шторма. Там есть туалет. Поскольку, видимо, здесь с погодой не очень, самый север Хоккайдо. И зимой, если какой-нибудь снежный шторм или еще что-то, можно укрыться под таким специальным навесом. Я, если честно, первый раз такое вижу. И, помимо этого, здесь вообще вдоль всей дороги стоят еще специальные такие заборы от ветра, чтобы зимой ветер, снег не переметал и не заметал дорогу. Здесь прямо много делается мероприятий, чтобы зимой дороги были проезжими. Сейчас посмотрим, как выглядит шелтер. Что интересно, в этом шелтере тоже стоят венинговые аппараты. Знаменитые японские венинговые аппараты, где можно купить водичку. И есть туалет. Так что можно переждать шторм с полным комфортом. На Сахалине при проектировании домов стараются защитить их от сильных снегопадов. Здесь такие необычные козырьки над подъездами, направленные вверх. В каждом же регионе свои приколюшки. То есть сосульки, вернее, если снег, например, подтаял, и он на козырьке находится, он вам на голову не упадет, когда вы будете выходить. Сосульки-то в любом случае появятся. Но, по крайней мере, их тут сбить легко. Поэтому это очень неудачная крылечка. В январе этого года сильнейший снегопад буквально парализовал жизнь на острове. В аэропорту отменились рейсы. В городах не ходил общественный транспорт. Власти Сахалина даже объебили режим чрезвычайной ситуации. Но, по словам местных жителей, в последние годы такая погода здесь редкость. Ну, раньше снег был метра по три, наверное, сейчас поменьше стало. По крыше был барак. Ну, метра по три, наверное, был. Да, такого нет. Вот самые большие пурги, это было 69-й, 70-й, 71-й. Это такие были, по крышу заносило. Вот эту площадку я так полностью заносил. Сейчас такого нет. То есть климат меняется, да. Тьфу-тьфу. А я добрался до Сираои. Этот город интересен в первую очередь тем, что здесь до сих пор можно встретить айнов. Еще до прихода японцев на Хоккайдо и Сахалины там и там жили древние народы айны. По одной из версий, у них общие предки с народами Индонезии и Полинезии. Но их язык не похож ни на один другой. В 1873 году на юге Сахалина проживало 2372 айна. Когда остров полностью стал российским в 1875 году, часть из них перебралась на Хоккайдо. До этого они работали с японскими рыбаками, поэтому японцы для них были привычнее. После того, как на юге Сахалина была образована префектура Карафута, айнам разрешили вернуться. Но по итогам Второй мировой войны их репатриировали из Сахалина вместе с японцами. Сейчас на российском острове айнов не осталось, а вот на Хоккайдо живет около 25 тысяч представителей этой народности. Правда, они почти полностью ассимилировались. Их нынешняя повседневная жизнь с точки зрения еды, одежды и жилья почти такая же, как и у большинства жителей Японии. Но в последние годы айны пытаются возрождать свою культуру, открывают музеи, тематические парки и национальные рестораны. Здесь надо понимать, что японцы с айнами особо не васькались и никакой свободы у них здесь не было. Различные периоды взаимоотношений японцев с айнами называют геноцидом. Айнов насильно переучивали, перевоспитывали. В общем, происходило примерно то же самое, что на территории России происходило с коренными народами. Когда им, конечно, оставляли какие-то такие островки локальной культуры и идентичности, где они могли поддерживать свои какие-то традиции. Но в целом, если они хотели нормально жить, им нужно было бы ассимилироваться и жить так, как живут все остальные. Поэтому сегодня действительно от айнской культуры мало что осталось. И те немногие айны, которые здесь проживают, они не сильно отличаются от японцев. Но здесь в Сераой построили не просто музей айнов, а это такой огромный культурный центр. Потрясающая архитектура. Просто все сделано по последнему слову техники. Раньше, кстати, был музей небольшой, но все они потом переделали, перестроили. Это уже нельзя назвать музеем, потому что это целый такой культурный, огромный культурный центр деревни айнов, где можно ознакомиться с их культурой, с их бытом. Здесь просто потрясающий музей с очень хорошей экспозицией. Здесь за моей спиной традиционные эти домики, одежда. В общем, сюда теперь можно прийти и посмотреть, как раньше айны жили. И погрустить, потому что ничего из этого не осталось. Японцы были жестоки с представителями других культур. Что случилось с айнами? Остались ли еще настоящие айны или это все просто музейный экспонат? Остались, конечно. Люди, которые себя идентифицируют как айны, они айнами, конечно, являются. То есть зачастую поддерживая какие-то особенности собственной культуры. Но, опять же, как ты правильно сказал, здесь, если ты в общество не можешь влиться, то тебе жить довольно сложно будет. Соответственно, если, например, бабушки еще носят традиционные татуировки айнские, ты, наверное, видел там в музее сейчас фотографии женщин с вот такими большими-большими губами. Да, у айны, кстати, очень интересные традиции. Например, после замужества девушка делала татуировки на губах, что сразу было понятно, что она уже замужем. А также, кстати, айны вели довольно такую свободную половую жизнь. Во-первых, было многоженство. Во-вторых, в айнском обществе, как я изучил, считалось не зашкварно и погулять. Промискуитет был абсолютной нормой, что как раз для японцев казалось чем-то совершенно недостойным нормального человека. Пока медведица спит, если у нее есть медвежонок, его забирали. Вот в эту клетку помещался он и его воспитывали жители дома. Чаще всего это были дети охотника. Вот. Потом этого медвежонка, соответственно, до весны они, значит, с ним нянчились. Он становился ручным. И вот когда он становился ручным, вот это было самое время на заклание, чтобы освободить его дух камуи. Камуи – это местный аналог такого божества, духа природы. Чтобы освободить дух природы из бренного тела несчастного медвежонка, его нужно было на главной площади такого городочка заколоть или застрелять его из лука. Причем желательно подольше это все дело сделать, что, конечно, японцами было запрещено. Чтобы медвежонок помучился. Да, потому что тогда можно будет дух его освободить. Клетка для медвежонка. Ну что, медвежонку было здесь не очень весело, в этой клетке. А еще, друзья, что про айнов надо сказать. У них было единственное домашнее животное. Это собака породы ину. Это не шибуину такая миленькая собачка, это чуть побольше, но это из группы хасок или хаски, не знаю, как правильно сказать. В общем, была собака ину, вот так вот она выглядит, это было единственное домашнее животное у айнов. Иногда они своих домашних животных употребляли в пищу. Правда, больше все-таки не как деликатес, а считалось, что это мясо лечебное, поэтому в основном мясо ину айны употребляли во время болезни или чтобы подлечиться. Но, тем не менее, не только медвежатам было сложно жить с айнами. Ну и вот айнский дом, понятно, что он не оригинальный, это какая-то современная интерпретация айнского дома, где можно посмотреть на статки быта, по центру очаг, над очагом рыбка. Ну, здесь вокруг как-то собирался народ. В принципе, да, как юрта, только квадратненькая. Сейчас города, где живет много айнов, даже преподают айнский язык. В общеобразовательных школах айнский язык не преподают. Но в университетах многие его изучают. Особенно в таких городах, как Сераое, где много айнов проживает, работают школы айнского языка для взрослых и детей. И их, к счастью, становится все больше и больше. А это платно или бесплатно? В основном бесплатно. Правда? Здорово. Занятия там по часу в неделю, всякие простые слова и фразы. Сотрудник музея тоже потомок айнов. По его словам, сегодня айны, хоть и стараются сохранять культурные традиции, все-таки не считают себя отдельным народом. Айны — японцы. Когда меня кто-нибудь о подобном спрашивает, я разделяю понятие национальности родословное. По национальности, безусловно, мы все японцы, разумеется. Но если говорить о своей идентичности, о корнях, то считаю ли я себя потомком Ямато? Я Вадзин или Айну? Вот на такой вопрос многие ответят, что они потомки Айну. Другие — что они Вадзин, потомки Ямато. Ну а мы сейчас попробуем поездить по этому городку, который, кстати, с айнского языка. Как он по-японски? Сираой. Сираой. Сираой, а с айнского языка переводится как радуги. Радуги. Да. Попробуем в радугах найти представителей айнов и с ним поговорить. Арсен говорит, что он по лицу узнает. Кстати, изначально, когда айнов только увидели, когда эти земли исследовали, люди были поражены, потому что они очень необычно выглядели. Айны были бородатыми и больше похожи на европейцев. Что-то там с ними не так. Попробуем найти Айна. Попробуем найти Айна, да. Но оказалось, что в этом богом забытом месте не то что Айна. Живого человека встретить не так-то просто. Вот так выглядит главная улица этого айнского городка. Население здесь 17 тысяч человек, хотя еще 50 лет назад было 25 тысяч. Люди отсюда уезжают, город потихонечку загибается. И это немножко напоминает наш Дальний Восток, откуда тоже люди едут туда, где поближе к цивилизации, где побольше денег. Да и в целом есть тенденция к уменьшению населения, как в Японии, так и в России. Что здесь интересного у нас? Во-первых, отовсюду играет веселая музыка. В принципе, городок довольно депрессивный. Стоят какие-то совершенно безликие ангары, какие-то почище, какие-то по обшарпаней. Можно встретить практически антикварные какие-то пикапы. За благоустройством никто не следит. Арсен, что это такое? Почему, почему ты допустил? Это не я. Не отвечай, не отвечай, господи. Дикий запад, дикий запад. Вы только посмотрите на эту срань. Теперь никто не скажет мне, Илья, почему ты в России ищешь одно говно. Говно мы нашли даже в Японии. Мастерство не пропьешь. Что, здесь сортировка мусора, какие-то морские контейнеры. Возможно, в них трупы мексиканцев, которые пришли не в тот порт. Что еще есть интересного? Сорняки, заросли. Какая-то милейшая женщина открывает гараж-ракушку. В свое время такие можно было увидеть и в Москве. Теперь не осталось. А здесь, пожалуйста. Хотя это не совсем гараж-ракушка. Так. Ага. И что внутри гаража? Тоже, господи, все засрано, все в мусоре. Это самый центр города. Арсен, конечно, пытается это защищать. Я не пытаюсь это защищать. Как настоящий японский националист. Факт остается фактом. Вон красивые дома. Да, что здесь даже есть какие-то, я не знаю, необычная архитектура. Видимо, ребята вдохновлялись. Я не знаю, каким-то контейнером для мороженой рыбы. Это был главный магазин города. Главный магазин города? Да, там остались видны следы от иероглифов. Там написано, собственно, То есть это главный магазин, еще и совет по торговле города. Главная торговая площадь была, скорее всего, тут. Но он закрыт. Естественно, он закрыт. Как и многое здесь. Это вообще полу... Он откроется, надо сказать. Полумертвый поселок. Максимально все уныло. В Сераои найти айнов, кроме сотрудника музея, нам не удалось. Поэтому мы едем дальше. Следующая остановка — Осахикава, где когда-то тоже жили айны. Японские поселенцы основали деревню Осахикава в 1890 году. А до этого на территории также жили айны. Они строили свои поселения у рек, так как добывали еду в основном при помощи рыбалки. Вдоль реки Исикари, которая протекает через Осахикаву, до сих пор сохранились остатки поселения айнов. Самый известный из них называется Сикапуни на айнском языке, или Чикабуми на японском языке. Название переводится как «место, где всегда находится птица». Это отсылка к легенде айнов об огромной птице, которая якобы обитает в местных горах. Деревня вынуждена была несколько раз переезжать из-за того, что разрастающаяся Осахикава достигла поселения айнов. Новые городские постройки просто поглотили деревню. На месте первоначального расположения Сикапуни сейчас открыт мемориальный музей айнов. В нем можно посмотреть, как выглядят традиционные дома этого народа, а строили их из дерева и соломы без использования гвоздей. Сейчас к наследию айнов Японии относятся более бережно, и остров их культуры сохраняют даже несмотря на то, что вокруг выросли новые современные здания. Это классический айнский дом. Алтарь из травы. Так, ну прикольно. Ну да, здесь уже более аутентичный дом. По центру очаг. Пахнет, да. И просто крыша. Традиционный айнский дом. Но в Осахикаву я приехал не ради айнов. Я решил сравнить этот город со столицей Сахалина, Южно-Сахалинском. Почему же не со столицей Хоккайдо-Сапора? Потому что это города слишком разного уровня, а Сапора — это современный мегаполис, с населением почти 2 миллиона человек. А вот в Южно-Сахалинске не наберется и 200 тысяч. Поэтому я выбрал схожую по размерам Осахикаву. Здесь живет 340 тысяч человек. К тому же это города побратимы, и оба расположены в глубине острова без выхода к морю. А еще оба города любят бряцать оружием. В Южно-Сахалинске есть огромный военный мемориал, а в Осахикаве музей японской армии, куда мы с вами скоро попробуем зайти. Начиная с 19 века Осахикава развивался как военный город. Здесь размещалась дивизия императорской японской армии, а сейчас здесь расположена штаб-квартира дивизии северной армии сухопутных сил самоомороны Японии. Давайте посмотрим, как сейчас живет второй по величине город Хоккайдо. В отличие от Токио, мусор здесь не на тротуар складывают, а в такие специальные сетки. Я думаю, здесь это вызвано тем, что зимой здесь снег, и мусор может под снегом прятаться. А, и флажок, да? Флажок от ассоциации пожарников. Соответственно, ассоциация пожарников предупреждает, типа, относитесь ко всему горючему осторожно. Окей, да. Ну, в общем, так вот аккуратно здесь складывают мусор, который ждет своего часа. А здесь что написано? Только, только местный мусор свой сюда. Только, а, то есть мусор, чужой мусор подкидывать нельзя. За все уплачено. Да, не приносите свой мусор сюда, только те, кто здесь живут. Да, ну, здесь жилые дома. Можно, кстати, быстро заглянуть, посмотреть. А как понять, что мы в Японии? Будет такой маленький, ну, не бонсай, но ребята к этому стремятся. Что-то такое красивое на камне, растут какие-то елочки. Чтобы было чем полюбоваться. Гараж. Такой типичный местный гараж. Здесь многие машины, они прячут вот такие металлические, как гаражики. Это генератор или что это? Это генератор. Так что, наверное, с ним нет огромного болота. Так, это новое жилье. Здесь, видимо, такие двухэтажные домики примитивные с кондеями на фасаде. Как это часто бывает, японцы не слишком думают о дизайне, поэтому вот фасад мог бы быть и аккуратней. Интересно, что все открыто. То есть, вот если посмотреть, счетчики все наружу, все на фасаде. И еще, кстати, интересный момент относительно вещей. Несмотря на то, что сейчас зима давно закончилась, у них прямо на улице стоят лопаты и велосипед. То есть, и никто ничего не ворует. Вот еще стоит велосипед. А, но здесь он прикован. Здесь прикован, здесь не прикован. То есть, это все можно забрать, но поскольку мы в Японии, здесь безопасно и люди все оставляют прямо на улице. Ну, опять же, вот такого типа застройка, это, кстати, самое днищенское жилье в Японии. То есть, это самый низ, это, так называемый, апато. То есть, когда вот этот вот один коридор гибнет в одну сторону, это самое дно. Полицейский участок. Полицейские участки в Японии, они все-таки маленькие, аккуратненькие. Называется Кабан. Легко запомнить. Одна радость у меня, когда идешь по довольно унылым улицам Асахи Кавы, это люки. А вот люки красивые. Люки все с каким-то интересным дизайном, на какой не посмотришь. Везде что-то милое. Вон прямо красота. Исторического здесь немного, по понятным причинам город молодой. И город такой, он очень американский. То есть, квадратная планировка улиц. Такие блоки не всегда застроенные, напоминают местами какой-нибудь Детройт. Такая вот характерная картинка. То есть, вот стоит квартал, который ограничен улицами. И здесь, в основном, асфальт. Асфальт, асфальт. Причем асфальтовые тротуары. И, конечно, без машины довольно грустно здесь перемещаться. Без машины или без велосипеда. То есть, ты идешь, это такая рыхлая застройка. Если здание, то это просто какие-то бетонные коробки. Без какого-либо вообще интересного дизайна и какой-либо архитектуры. Вот стоят эти отели. Вот видно, да? Там он отель. Это, видимо, тоже какой-то отель. Да. А вокруг просто парковки. По количеству парковок кажется, что мы находимся где-то в Америке. Да и по архитектуре тоже напоминает, как я уже сказал, американские города. Похожие, я не знаю, на какой-нибудь Анкоридж, кстати. Вот посмотрите на виды Анкориджа в центре. И посмотрите на виды Асахи Кавы. Ну, если бы убрать вот эти вот провода и, может быть, обилие рекламы, то прям был бы Анкоридж. Вот посмотрите, ну что, Анкоридж. Столица Аляски. Удивляет, что при такой ширине улиц они не смогли сделать нормальные велодорожки. Вот кто-то едет по дороге, потому что там эту велодорожку нарисовали, но большинство велосипедистов, оно боится. Вот эти вот ребята, они боятся, они едут по тротуару. Хотя вот им здесь сделали велодорожку. Ну, нет, они едут по тротуару, распугивают несчастных пешеходов, вроде меня. Вот куда это годится? Кошмар. Да, с точки зрения архитектуры все это очень-очень грустно. Я уже дошел до пешеходной улицы, уж с интерея не представить. И я не могу сказать, что мне это нравится. Да, какие-то есть места, вот как вот этот вот переулочек, такой вот он японский-японский. И вот кто-то едет вот на велосипедике, так вот мило, но в целом это все очень депрессивно. Мне прямо катастрофически не хватает хорошего городского дизайна. Нормальных тротуаров, нормальных каких-то вот, я не знаю, лавочек, клумбочек, чего-нибудь. Есть у меня надежда, что сейчас я выйду на пешеходную улицу и скажу, ах, как красиво. Надежда призрачная. Пешеходная улица, ну понятно, плитку нормально положить не смогли. Повсюду играет, есть местная радио с бесконечной рекламой. Сейчас музычка, но сейчас будет опять реклама. Дизайн-код не слышали, лавки неудобные. Выглядит все довольно уныло. Такое дыхание 90-х. Все довольно грустно. В общем, друзья, если кто-то думал, что сейчас я скажу, смотрите, как в Японии потрясающе, посмотрите какой красивый город и какой ужасный Южно-Сахалинск. То нет. Я так не скажу, потому что вот Сапора мне нравится. Сапора прикольный город, но он двухмиллионник. Его с Южно-Сахалинским сравнивать некорректно. А Сахикава, который я решил сравнить с Южно-Сахалинским, ну это какая-то дырень. И это был не комплимент. Музыка вездесущая. Чего же они ее включают? Вот так вот. Невозможно скрыться от этой рекламы. Потому что через каждые 10 метров стоят эти столбы. Какой-то многоквартирный странный домик. Это конкретно в Японии это мансион. Это чуть выше уровнем, чем Апато. Это тоже бедняцкое жилье относительно. Ну, порядок. Несмотря на то, что визуально с архитектурой здесь большие проблемы, каждый порядок около своего домика наводит. Так, чистенько. Газовые баллоны вот стоят. Дороги хорошие. Вот в России есть такая градостроительная единица. Деревенская изба. Очень, кстати, неплохая. Традиционная русская изба с точки зрения архитектуры очень крутая. Там и наличники, и карнизы, и все остальное. И в деревнях это все до сих пор поддерживают. То есть люди за своими избами ухаживают. И даже новые дома, которые строят, они часто все равно стараются, хотя может быть уже не так много декора и не такой он интересный и богатый, но тем не менее даже современные дома, которые в деревнях строятся, они все равно как-то отсылаются к традиционной русской избе. В Японии отсылка непонятно к чему, к каким-то коробкам. Если смотреть на все эти здания с точки зрения архитектуры, то становится совсем грустно. Глаз вообще не цепляется ни за что. Вот этот самый низкий уровень жилья называется Мансион. Сюнко Мансион. Мансион это многоквартирный дом самого такого бедной части населения. Там вот самые маленькие квартирки обычно. Ага. Самая низкая арендная плата за одно. Здесь вот была какая-то попытка что-то под какую-то американскую такую архитектуру сделать закос. А тут все. Ну более приличные домики тоже есть, опять же. Можно ли за них зацепиться глазу или нет? Другой вопрос. С точки зрения архитектуры они все ужасные. Ну хорошо, алмаз тебе не нравится? Что? По-русски написано. Алмаз для тебя. Что тебе даже алмаз не нравится? Пошли посмотрим. Алмаз Б. Алмаз. Интересно, а что это? Что это за алмаз? А под алмазом написано, ну алмаз по-японски, да? Алмаз. Да, написано алмаз. Обрати внимание, да? Здесь ребята попытались сделать какую-то отсылку к Южно-Сахалинску. Пустили волну с камнем. Вот на козырьке тоже волна. То есть здесь вот решили над дизайном поработать. Вот у них около домов стоят какие-то интересные такие белые штуки. Сейчас спросим, что это такое. Это бак для горючего. По зиме он питает отопление. Туда мы заливаем керосин. Летом он не нужен, а вот зимой... Зимой дом надежнее греть керосином. В эту яму собираем снег зимой, там он тает. Получается источник технической воды. Под землей где-то 5 градусов. Так что он там тает, под крышкой. Понимаю, да-да. А сейчас я буду его чистить. Там же мусора набралось всякого. Вот как это выглядит внутри. Спасибо. Это получается как колодец. То есть сюда они зимой скидывают снег, прикольно. А потом эту воду используют. Получается такой, как колодец. Так, ну и какой обзор города без наших любимых панелек. Здесь нет пятиэтажек, но есть новенькие четырехэтажные убогие панели. Сейчас посмотрим как это выглядит и сравним это с Сахалином. Вот местные панельки. Четыре этажа. Опять же, как видно, над фасадом никто не думал. Исключительно утилитарная постройка. Какие-то непонятные окна непонятного размера. Все в пупырышках всех этих вентиляционных штук. Знаменитая японская чистота. Обязательно видно жила. Здесь какая-то рок-звезда. Правда, вместо телевизора из окна смогли выбросить только микроволновку. Газон не кошен. Как видно, над цветами тоже особо не заморачивались. Один белый, другой серый. Получился новый микрорайон. Больше нихрена нет. Ни благоустройства, ничего. Все залито асфальтом. Парковочка. И еще, видимо, кладовки есть. Для каждой квартиры есть кладовка. В общем, все это выглядит довольно грустно. И жить здесь не хочется. Ну, из плюсов люди не выбрасывают из окон окурки и использованные презервативы. Поэтому здесь в плане бытового мусора во дворах относительно чисто. Подъезд. Подъезды все открыты. Каких-то кодовых замков не увидишь. Но это, я так понимаю, можно позвонить сразу в какую-то квартиру, да? Да. Это здесь объявление о том, что пожар. А здесь, соответственно, 15 квартир, 4 этажа. И дополнительно еще ответственные, как это, по дому, за этаж. Почтовые ящики выглядят так. В основном закидывают в них рекламу. Да, и они тоже открыты. Да, у многих почтовые ящики открыты. Они не парятся. А кто-то закрывает на такой кодовый замочек. В общем, все это довольно грустно. Вся эта японская современная архитектура в спальных районах. Никто не задумывается над эстетикой. Видно, что архитекторы сюда не подпускают даже близко, чтобы они что-то проектировали, чертили, рисовали. Возможно, это вызвано экономией. Возможно, самоуверенностью японцев, которые считают, что и без архитектора справятся. Это странно, потому что традиционно вообще японское искусство и архитектура, ей уделялось много значения. Если мы посмотрим любые книги, любую историческую архитектуру, то увидим, насколько она интересная, гармоничная. Насколько идеально там выверены пропорции. Как ребята, которые создавали традиционные японские дома, храмы, как сегодня они лепят повсюду вот эти вот ужасные примитивные коробки, я не понимаю. Возможно, Арсен знает. Ну, во-первых, где смотреть? Мы все-таки на Хоккайдо, здесь похвастаться высокими бюджетами города, конечно, не могут. Нет оправдания этому. Я тебе говорю как архитектор. Смотри, берем любую русскую деревню. Люди старались сделать что-то интересное. И дома, пусть они были типовые, пусть они были какие-то, но все равно, да, там был вкус, там было искусство, там была какая-то гармония. Ты смотришь, у тебя глаз радуется. Здесь люди стараются что-то интересное сделать у себя в саду. Здесь люди стараются что-то интересное сделать у себя вокруг дома. Потому что очень часто считается, что если ты хочешь что-то поменять в своем доме, тебе нужно для этого специальное образование. Здесь просто к этому, ну, опять же, я не оправдываю, я объясняю, почему именно так. Мне тоже может какие-то, хотя мне нравится, например, вот дом напротив нас сейчас. Мне кажется, что он неплохо выглядит. Тем более, по сравнению... Арсен пытается отмазывать японцев. Я не пытаюсь отмазывать японцев, нет. Я хочу сказать, что если бы, например, поехали в Камакуру и там бы поснимали. Гораздо богаче, да, не очень далеко от Токио, но это все-таки небольшой город, и там есть тоже частный сектор. Там традиционные дома, там красота, там невероятные сады, но там и другие бюджеты у людей. Здесь люди не могут себе позволить изыски какие-то. В общем, у нас, если мы берем Сахалин, тоже не сказать, чтобы люди строили шедевры, но в общем массе мне все-таки кажется, что современное наше частное строительство, оно хоть и с точки зрения архитектуры тоже грустное, но получше, чем у японцев. Как я и обещал, давайте посмотрим на панельки в Южно-Сахалинске. В целом, если не считать необычных козырьков, они не особо отличаются от панелек в других регионах России. Все-таки когда-то их все строили по типовому проекту. Должна быть зеленая зона, должна быть детская площадка. Поблизости должно быть медицинское учреждение, детский садик, школа. Ну вот она, первая школа у нас тут буквально в двух шагах. Напротив буквально сквера Асахикава. То есть все-все-все рассчитанное на то, чтобы советский человек после работы спокойно отдохнул у себя дома и ничто ему не мешало. Ну и опять же, бытовые проблемы, чтобы его не нагружали. То есть все должно быть в шаговой доступности. Здесь действительно в шаговой доступности и магазины, и дом быта, и все остальное. В отличие от многих сахалинских деревень и поселков, столица региона активно развивается. В том числе за счет того, что сюда приезжают люди со всего острова. Появляются новые улицы, которые, например, названия такие романтичные приобретают. Типа улица Алых Роз у нас есть. Есть улица Солнечного Цвета. Есть улица Мечты, например. Даже есть улица Фламинго. Видимо, кто-то очень любил Фламинго. Розовый Фламинго там в лучах заката. Поэтому вот. До 1905 года на месте Южно-Сахалинска находилась деревня Владимировка. Затем японцы перенесли сюда административный центр Карафута и назвали город Тойохару. Здесь сохранилось много японских зданий. Крыша, да, это вот японская. Но в то же время вот это вот фахверковые элементы, да, это такой более европейский вариант. Здесь очень много резьбы по дереву. К сожалению, вот этот балкон, ну, я думаю, что, может быть, его восстановят. Видите, он немножко прогнил, там доски, и он держится, ну, буквально на частном слое. Главный символ и визитную карточку Южно-Сахалинска тоже построили японцы. Это здание краеведческого музея. Стройматериалы закупались по тем временам в Германии и в Японии. Некоторые вещи делались прямо индивидуально. Конечно, он сейчас немножко не такой в том смысле, что было два входа. Задний вход сейчас у нас закрыт по правилам безопасности. Территория была намного больше. Вероятно, ворота, вот они где-то вот здесь под Компроспектом закопаны. Позже рядом с музеем установили разные другие японские памятники, которые нашли в разных частях острова. Там самочка «А». Она говорит «А». А мужчина отвечает «У». То есть «Да». Вот поэтому главенство женщины понятно, да. К сожалению, сахалинские архитекторы не переняли у японцев чувство вкуса. Вот так выглядит новый символ Южно-Сахалинска. Музейно-мемориальный комплекс «Победа». Внутри музей довольно современный. Экспозиции посвящены в основном военному противостоянию с Японией. Есть романтические стенды. Это история актрисы Йосика Акады. Она была звездой в Японии 30-х годов, но влюбилась в коммуниста, который убедил ее, что настоящему актерскому мастерству она может научиться только у советского режиссера Мейеркольда. В 1938 году пара решилась на побег из Японии в СССР. Проще всего это было сделать через Карафута. Хлестнули этих лошадей и помчались через границу. Представляете, да? А с той стороны наши пограничники. Война началась или провокация, или что еще вообще, что происходит, да? Их, естественно, арестовали, и они да и спрашивают, цель вашего, так сказать, нелегального перехода через границу. А они такие, а мы хотим учиться у Мейерхольда театральный спуск. Мейерхольда расстреляли, между прочим, как японского шпиона в результате. Так что косвенно виновники, да, ясны. Ее гражданского музея тоже сразу практически расстреляли. Она 10 лет была где-то на территории Сибири, ссылку проходила. А потом она все-таки свою мечту осуществила. Правда, уже без Мейерхольда. Но систему Станиславского она изучала в Московском вузе театральном. Так как Асахикава развивался в первую очередь как военный город, здесь тоже один из главных музеев посвящен армии. Перед входом в музей предлагается сделать памятную фотографию. Кто-то может быть в роли танкиста, а кто-то в роли снаряда. Очень интересный у японцев юмор. Сакэ, вот это, я понимаю, военный музей. Что главное в военном музее? Выставка Сакэ. Местная, да, причем местная. Местная Сакэ. Возможно, этим стендом с Сакэ японские военные хотят показать, что японские силы самообороны миролюбивые. И они больше внимания уделяют сегодня не танкам и ракетам, способным уничтожить весь мир, а производству Сакэ и его употреблению. Ну, 18-летние пацаны, которые опрокидывали вот такую вот чарку Сакэ, они потом вылетали на свой единственный рейс в одну сторону. Вот как раз на таких самолетах, на Mitsubishi Zero, например, самом знаменитом японском самолете Второй мировой войны. Ничего нет миролюбивого, конечно, в японской императорской армии. Однозначно. Стенды, где они бы рассказывали, как они вырезали китайцев, тоже нет. О, смотри, вот это что такое? О! Вот это вот. Вот она, японская военщина. Вот тут 43-й год. Карта мира. Значит, посмотрим, как японцы представляют мир. По какой-то непонятной причине они Курильские острова закрасили розовеньким. Да. Как это случилось, непонятно. Но хоть Сахалин не закрасили, потому что я видел карты, где японцы еще почему-то половинку Сахалина закрашивают. Да, да, такое тоже бывает. Но это, возможно, была историческая карта. Но было бы странно, если бы в музее вооруженных сил японских были бы Курилы не закрашены в японский цвет. Они все-таки официальная политическая позиция в том, что они оккупированы, эти территории. В целом не надо было с фашистами васькаться. Однозначно. Современные японцы так же считают. Они оправдания тем поступкам не ищут в своем подавляющем большинстве. Два года назад в Японии всерьез обсуждали вероятность того, что Россия может напасть на Хоккайдо. До этого страны много лет пытались заключить мирный договор, в котором будет прописано, кому все-таки принадлежат Курильские острова. Весной 2022 года из-за войны в Украине Япония присоединилась к антироссийским санкциям и заявила, что Россия незаконно оккупирует южные Курилы. В ответ Владимир Путин назвал Японию недружественной страной. А депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что Россия имеет все права на Хоккайдо. Правда, никаких аргументов не привел. После всего этого переговоры по Курилам были поставлены на паузу. А японцы начали обсуждать вероятность нападения России. Бывший генерал сухопутных сил самообороны Японии Юки Ямасито предположил, что Россия может рассматривать Хоккайдо для размещения ядерного оружия. Мол, отсюда ближе всего до США. По мнению генерала, такая вероятность не равна нулю. Прошло два года, российские чиновники разного уровня продолжают пугать мир ядерным оружием. Но, к счастью, пока это только слова. Мы же все люди, мы одной крови буквально. А как может брат на брата поднять ружье? Что может быть хуже этого? Как тот же Путин себя ощущает важным со всеми этими ракетами? Извините уж, на личности перешел. Несмотря на прохладные отношения между странами, многие японцы с пониманием относятся к россиянам. Особенно старшее поколение, которое еще помнит Японию не такой миролюбивой. В России, наверное, сейчас непросто. В те годы я был совсем маленьким, когда шла Великая война. Да-да, мы вас понимаем. В Японии тогда было непросто. Хоть я и был ребенком и не все понимал. Некоторые японские пенсионеры даже ругают Америку, так что кажется, будто они тоже смотрят российские телеканалы. Кисида сам будто и не думает больше. За него все решает Америка. А при этом американцы себя с японцами как ведут, разве честно? И все объясняют одной мантры. А вдруг война с Китаем, с Россией? Несмотря на близость России, многие жители Хоккайдо там никогда не были. Веселая старушка из Оссахи Кавы читала про Сахалин в местной библиотеке. Но российский остров ее совсем не привлекает. Что мне интересно? Город, но который не столица. Какой? С музеями который. Санкт-Петербург, наверное? Не знаю, не помню название, вылетело из головы. Но вот туда хочу в музей. Дома у меня есть матрешка. Да вы что? Конечно, они же такие милые. Елена с детства интересовалась Японией. Сейчас свободно говорит на японском и много раз была на соседнем острове. В том числе в Оссахи Каве. Город красивый. Город такой уютный. Такой с огоньком. Там фейерверки, какие-то праздники проводятся, какие-то шествия. Очень замечательный зоопарк. Вот наш южно-схолинский зоопарк, зооботанический сад, он мне очень напоминает Оссахи Кавский. Ну, некоторыми местами. Но большинство жителей Сахалина в Японии тоже никогда не были. Говорят, это слишком дорого. Отдыхать сахалинцы предпочитают у себя на острове. А те, кто все-таки выезжает за границу, убирают Таиланд и Китай. В целом, в отличие от российских политиков, сахалинцы к соседям настроены не так воинственно. Мы их не трогаем, они нас пусть не трогают. Главное, чтобы войны вот той не было. И это закончилось скорее. Сейчас политический настрой Японии такой, что они очень нас жалуют. Поэтому очень ровно. Меня не интересует как-то так особо. То, что они все-таки настаивают на своих территориях, на своих островах. Хотя они, в принципе, исконно русские считаются. Я надеюсь, такими и останутся. Такая маленькая обида бывает, что вот как бы то, что осталось от японцев, какая-то часть. Да, мы сохраняем все это. Это, ну да. А почему своего-то? Очень много зданий таких, еще чего-то исторического того советского послевоенной времени. Их же тоже много не сохранили. Ну жалко. Это что? Это же наша история, она нам ближе, правильно? Кстати, в самом Южно-Сахалинске есть сквер, который называется Асахикава. Его заложили как раз в честь города Побратима и в знак дружбы с Японией. Правда, было это еще в 90-х годах прошлого века, когда Россия дружила со многими странами. Чтобы подчеркнуть японские традиции, в сквере даже выложили дорожки с добавлением красной каменной крошки. Вот эту беседочку замечательную, это японцы ставили. То есть она такая типичная парковая фигура для Японии. Ну и, как видите, клумбочки разбиты, газончики стригутся. Ходим, отдыхаем просто тут. У нас тут бабушка собирается вечером, и мы все гуляем тут, общаемся. Вообще, конечно, многим странам сложно соревноваться с садами и парками Японии. Здесь это целое искусство. В одном из своих роликов я вам даже рассказывал о том, как должен выглядеть идеальный сад. Если вкратце, необходимо соблюдать шесть принципов. Простор, возможность уединения, искусность, дух старины, водоемы и прекрасные пейзажи. Конечно, не все парки и скверы в Японии такие. Например, в Осахикаве совершенно обычный парк. Возможно, здесь эти принципы как-то и соблюдаются, но сходу увидеть их довольно сложно. Зато это самый большой парк в городе. Называется он Такива. Здесь есть водоем, еще ботанический сад, парк скульптуры и зоопарк. Один из символов этого парка — белый пеликан Катакун. Он известен тем, что регулярно сбегал из зоопарка и прилетал в местные школы. При этом пеликан всегда возвращался домой. Сейчас его уже нет в живых, но его изображение можно встретить в местных сувенирных лавках. Но Осахикава известна в первую очередь не парками, а лесами, которые растут вокруг. Точнее умельцами, которые превращают деревья в искусство. Хоккайдо — это центр деревообрабатывающей промышленности Японии. Здесь растет четверть всех лесов страны. На острове они занимают 55 тысяч квадратных километров. Это примерно как вся Хорватия. А вот в Осахикаве не только выращивают деревья, но и делают из них мебель и строят современные здания. Здесь даже с 1990 года проходит международный конкурс дизайна деревянной мебели. И благодаря этому Осахикава входит в список творческих городов ЮНЕСКО в области дизайна. В мире всего 40 таких городов. И один из них здесь, в самом центре Хоккайдо. Даже начинается с того, что это город дизайна. Осахикава. Диван стоит 811 тысяч. О, мягенько как-то. Слушай, здесь кофе можно вставить. Вот это то, что мне надо. Вообще классный диван. Деревянные часы. Деревянные картины. Деревянная сумка. Классная лавочка, смотри. Сразу видно, что японская. В центре дизайна представлены местные компании, которые производят деревянную мебель. Про каждую рассказывается и представлена их мебель, которую можно сразу купить. Вот, например, лавочка, которая стоит 363 тысячи. У нас с давних пор многие частники изготавливали различные предметы мебели, такие как шкафы, полки и так далее. С приходом новой эпохи к ним добавились столы и стулья. Для наших мастеров важным было не только изготовить предмет мебели, но и вложить свои силы и умения в их дизайн. Чтобы продемонстрировать их впечатляющие достижения, мы открыли музей на втором этаже, который явился детищем их художественной кооперации. Асахикава стала вторым по размерам городом на Хоккайдо благодаря тому, что присоединяла к себе соседние небольшие поселки. Так, в 1971 году сельский поселок Такасу стал пригородом Асахикавы. Постепенно здесь также начала появляться современная архитектура. Например, до 2019 года в районе на 7 тысяч человек не было ни одной библиотеки. Зато был один общественный центр, такой сельский декан и японский манер. Когда здание реконструировали, его превратили в многофункциональный современный комплекс и добавили библиотеку, в которой хранится 30 тысяч книг. Получается чуть более четырех книг на каждого жителя Такасу. И здесь тоже использовали излюбленное местными архитекторами дерево. Из него сделаны две трети всех конструкций этого центра. Как я уже упоминал, зимой в этих краях выпадает много снега. Благодаря наклонной крыше он не скапливается наверху и нет нагрузки на кровлю здания. При этом в центре огромные окна в пол с двух сторон. Поэтому внутри все освещается дневным светом. Перед ходом огромная парковочка, чтобы все жители могли приехать сюда на своих машинках. Мы все-таки живем в японской деревне, где без автомобиля выжить сложно. Фасад украшен деревянными панелями. Вау, вот такая красота. Здесь просто потрясающая мебель, пахнет деревом. А-а-а, это зал, где проходят здесь местные. Слушай, офигенно. Там крыша трансформируемая. Она может быть дневной свет, как сейчас, частично дневной. А могут эти жалюзи закрываться, и тогда будет полностью темно. Местный какой-нибудь ансамбль, наверное, песни и пляски показывает самодеятельность. Нам открыли занавес. Потрясающе, значит. Возможно, здесь проходит конкурс доярок. Или демонстрируют урожай, который здесь вырастили. Дети выходят в костюмах, а я баклажан, а я сливы лиловые, а я горошек. Все очень красиво. Все деревянное, пахнет деревом. Местное дерево, как вы помните, это у них главная фишка. Поскольку мы в Японии, то внутри должен быть сад камней. Здесь он такой современный. Сад камней в виде двух таких гранитных волн. Ничего себе. Смотрите, для тех, кто молод, есть кроватка. И можно полежать. Полежать, то есть это кроватка, куда можно положить младенца. А для тех, кто уже в возрасте, можно измерить давление. Так, что у нас дальше? Такой вот потрясающий переход. Опять же, использовано очень много дерева и прямо пахнет деревом. Освещение вот через верхние окна и видно наклонная крыша. Здесь есть кухни. Здесь, видимо, проходят какие-то кулинарные классы. Да, комнаты для готовки. То есть здесь можно, если у вас деревенская вечеринка, то здесь можно что-то поготовить. Это просто многофункциональный зал. Здесь доски, парты, стулья. Его можно превращать во что угодно. Да, все трансформируемые пространства. Наверху вот есть эти рельсики и эти панели. Пространство может трансформироваться как угодно. Объединяться в один большой зал или, наоборот, делиться на мелкие комнатки. Комната в японском стиле. Это для чего? Это для того, чтобы проводить здесь чайную церемонию. Вот сюда ставится чайничек. Заваривается водичкой, соответственно. Можно проводить чайную церемонию. Будут учиться или, наоборот, проводить для своего удовольствия. Супер. Да, и чтобы вы понимали, друзья, я сейчас просто покажу на улицу. Мы находимся в деревне. Вокруг просто обычные сельские дома, козы, коровы. Обычная японская сельская жизнь. Этот культурный центр не в центре какого-то большого города. Это деревушка, большая деревня, 7000 человек. Но это не Асахикава. Полчаса ехать, прямо среди полей построили такой культурный центр людям. Которые живут в деревне. Чтобы в деревне было жить комфортно и приятно. Такие вот столики. Здесь все от местных дизайнеров. А здесь комнатка с инвентарем для чайной церемонии. Чайную церемонию проводят традиционную. Для игр в сёге. Игры. Ага. А, вот здесь можно еще в ГО поиграть. А, вот как эта деревня жила раньше. Вот старые фотографии. Дети на велосипедах. Вот старый зал не такой красивый был. Видите? Печка стояла. Перед входом в библиотеку нужно разуться. И здесь роскошнейшая библиотека. Ходишь ты тут в носочках босиком по потрясающему коврику. Вот. Здесь, смотрите, огромное количество детских книг. Такой вот детский уголок. Просто книги на любой вкус. Слушай, прямо шикарная, шикарная подборка. Детская литература и взрослая. И мебель, вся мебель, это мебель местных дизайнеров. Все вот эти вот стулья, все из дерева сделанное. То, что мы видели с вами на выставке, это вот. И такие кресла с подушечками. У каждого кресла есть подушечка. В городах поменьше на Сахалине когда-то тоже были клубы и кинотеатры. Но о былых развлечениях остались только воспоминания. Даже здесь был кинотеатр одно время, как мне рассказывали. Местные здесь крутили даже, ну, первые индийские фильмы. Вот эти видики, видеомантефоны были. Вот. Первые боевики показывали. А потом перестройка 90-е и весь колхоз, собственно, зачах. Вот. И сейчас здесь только живут в основном пенсионеры и маргиналы. Но кое-где сохранились дома культуры. Самый активный, процветающий. Мы нашли в поселке Ключи. У нас детский лагерь на территории. Две смены июня-июля. У нас вот она прошлой неделе закончилась. И вот у нас зрительный зал. Просто мы сейчас приводим в порядок все перед сезоном. Поддержим сцену. Во время учебного года у нас работают 7 клубов формирования. У нас на базе работает ансамбль национального танца «Ангара». В нем занимается почти 80 детей. В муниципальном задании у нас заложено 125 мероприятий в год. Туда же включаются все мероприятия, которые посвящены календарным датам. 9 мая, День Петра и Февронии, 12 июня. Новый год мы проводим утренники. У нас елку ставят на улице. Оформляем зал. Утренники для деток проводим. И вечера отдыха для взрослых. Несмотря на то, что люди с островов уезжают, все-таки они не пустуют. В том числе благодаря гостям. Хоккайдо в 2022 году посетили больше 42 миллионов туристов. А Сахалинская область, куда также входят Курилы, за тот же период приняла около 300 тысяч человек. То есть в 140 раз меньше, чем японский остров. Хоккайдо с остальной страной связан подводным туннелем. А до Сахалина с большой земли можно добраться только паромом или на самолете. При этом здесь есть только один современный аэропорт в Южно-Сахалинске. Еще четыре небольших аэродрома подходят только для малой авиации. На Хоккайдо расположены сразу три международных аэропорта. В Саппоро, в Асахикаве и в Хакодате. Теперь давайте посмотрим на аэропорт Хоккайдо в городе Хакодате. Аэропорт небольшой, но по-японски аккуратный, везде порядок. Опять же, по-японски стильный дизайн здесь отсутствует. То есть он такой очень утилитарный. Утилитарный во всех мелочах, да, будут какие-то красивые деревянные отбойнички на столбе. Как бабушка все делала. Такая вот линия, за которую почти никто не заступает. Чувак заступил. Названия дублируются в том числе на русский язык. Табло в выдаче багажа, что интересно, такое старое. Еще с такими не электронное, как сейчас. Сейчас в основе висят экраны, а здесь такие цифры еще перебираются по старинке. Очень здорово. И тоже все продублировано на русский язык. Авиакомпания, рейс и место отправления. Здесь же стоят урны, чтобы люди могли здесь выбросить багажные бирки. Кстати, нигде в мире я такого не видел. По-моему, только японцы догадались сделать отдельные урны для багажных бирок. Пока багаж не выдается, давайте еще посмотрим, что здесь есть интересного. Есть курилочка. Видите, это специальная курилка для вейпов. В общем, не дымящая сигарета, а вот эти вот, которые нагревательные. Опять же, это интересно, потому что нигде я не видел, чтобы были отдельные курилки для любителей повдыхать запах кошачьего туалета. Как эти айкосы все называются, да, такие ранее неприятные. Интересно, в некоторых странах они вообще запрещены, например, в Таиланде. А в Японии они не только разрешены, но и для них сделаны отдельные курилочки. Ну и здесь по рекламе можно сразу посмотреть, чем славится это место. Вот всякие вкусняшки, пиво, крабики, рыбки. Оба острова в 20 веке активно развивались благодаря железной дороге. Японцы строили ее и на Хоккайдо, и на Сахалине. Первая линия на Хоккайдо была проложена в 1880 году для перевозки с острова в остальные части страны угля, рыбы и водорослей. Спустя 100 с лишним лет между Хоккайдо и островом Хансю построили туннель, который частично идет под водой, по нему сейчас проходит линия высокоскоростного поезда Синкансен. А на самом Хоккайдо работает несколько современных железнодорожных линий. При этом во многих городах сохранились участки старых железных дорог и даже деревянные станции, которые стали такими своеобразными достопримечательностями, потому что их не снесли, они не сгнили, и можно теперь прийти и посмотреть как музейный экспонат. Когда южная часть Сахалина перешла японцам, они также начали строить там железные дороги, пути связывали между собой населенные пункты и также использовались для перевозки грузов на заводах и угольных шахтах. Позже у России возникли проблемы с тем, чтобы интегрировать эти железные дороги в сеть РЖД. Дело в том, что японцы строили узкоколейки. Ширина такой дороги 1067 мм, а в России использовали стандарт 1520 мм. То есть российские поезда просто не могли ездить по японским дорогам на Сахалине. Ну, точнее, могли, но их приходилось переобувать для более узкой колеи. Раньше я мог вот так, грубо говоря, взять и встать. Вот. Такая была японская, а на эту у меня уже ног не хватает. В 2020 году все железные дороги на острове были переделаны на более широкую колею. Так что японскую узкоколейку там можно найти только на каких-нибудь заброшенных участках, которые давно не используются. Достаточно тяжело, допустим, сразу всю железную дорогу закрыть и колею переделать. Поэтому третью рельсу ставили. Ставили третью рельсу, и с этой третьей шпалой несколько лет наша железная дорога существовала, а потом серединку убрали. На самом деле мне так грустно от того, что колею на Материковскую перевели, потому что какая-то уникальность была. Вот эта островная колея к Японии. Лучше всего японская узкоколейка сохранилась на чертовом мосту. Возможно, потому что он находится под защитой ЮНЕСКО. Мост японцы построили в 20-х годах прошлого века, и он до сих пор остается самым высоким железнодорожным мостом на острове. Поезд на этом участке поднимается на 41 метр над землей. По одной из версий, именно поэтому мост назвали чертовым. Поезд же большой, а мостик узкий, еще узкая колея была, и ты как будто летишь в воздухе. Типа страшно до чертиков, даже закрывали, как говорят, картонками окна, чтобы народ не пугался. Задача стояла поднять поезд на высоту около 40 метров, чтобы он уходил в Юшесхалинск. И сделали так хитро, поезд заходил в этот тоннель, делал под землей почти что петлю, выезжал на вершину сопки, проходил через коротенький тоннель, выезжал на мост, и проходил над этим же самым мостом, и ехал в Юшесхалинск. Это все оригинал джапан, скажем так. Вот этот бетон японский уже сто лет практически стоит. Вот этот металл, это все тоже оригинал джапан. В 90-е годы сюда ходил специальный туристический поезд. Сейчас туристам приходится ехать до станции Николайчук, а дальше идти пешком. Кроме самого моста, здесь еще есть японский туннель, через который поезда поднимались наверх. Заканчивается противовинная галерея советской постройки. И вот тут начинается конкретно японский туннель. Вот. Там будут у нас интересные такие ниши. Сейчас мы их увидим. Вот крюки, раньше шло освещение, кабеля тянулись. Здесь работал дренаж, естественно, рельсы все уже утащили на металл. А ниша, ну это, как говорится, от поезда спрятаться, такая технологическая штука. Вот сюда раз, зашел, и поезда нет. Сейчас протяженность сахалинской железной дороги около 800 километров. Пассажирские поезда ходят по семи направлениям. В отличие от Хоккайдо, Сахалин до сих пор не связан железной дорогой с материком. Грузовые вагоны по-прежнему доставляют на остров на пароме, но теперь их не нужно переобувать. А вот так выглядит станция в Холмске, где ходят современные поезда Орлан, на которых в том числе едут туристы до чертова моста. Табло как такового нет, есть просто касса, зал ожидания. Магазинов как таковых тоже нет, маленький ларечек, кофе, шаурма, сосиска в тесте. Давайте попробуем сравнить вокзалы на Сахалине и на Хоккайдо. Начнем с Южно-Сахалинска. Вот этот вокзал, красивый Белин, построили в 1925 году к приезду улицы-наследника Хирохита. Он женился как раз на первой неаристократке Мичико. Они совершали такое свадебное путешествие по колониям японским. Ну, а что касаемо здания вокзала, оно, конечно, не такое старое. Оно построено в 1975 году на месте японского железнодорожного вокзала. Вообще здание было такое в чисто японском стиле. Я была маленькая, я его еще смутно-смутно помню. Такое беленькое и крыша изогнутая была. Но оно было достаточно старенькое. И оно, конечно, не отвечало современным требованиям. Потому что там не было комнаты матери и ребенка. Буфет невозможно было открыть для пассажиров. Вокзал, хоть его и строили японцы, в целом ничем не отличается от вокзала в других российских небольших городах. Ничего особенного. Зато неподалеку сохранились японские склады. Как видите, достаточно крепкие постройки. Кирпич уже карафутский, не привозной. То есть здесь производили. Ну, вообще, кирпич производили с 19 века здесь, со времен каторги. Но это вот уже японский период карафута кирпич. И они до сих пор эксплуатируются, в общем-то, ничего им не делают. А вокзал в Корсакове я вам показать не смогу. Потому что он просто-напросто оказался закрыт. Судя по состоянию полотна, поезда-то ходят. Это, получается, сообщение Южных Соколин из Корсаков. Хотя здание закрыто. Я уже показывал вокзал в Оме с сувенирами и гребешками. А вот как выглядит вокзал в Канале. Современное здание, такое довольно красивое для вокзала. В небольшом городке. Ну и здесь уже вот всё супер. Чисто, аккуратно, никаких заброшек. Вот там красивый отель стоит. Обязательно всё дублируется на русском языке. Потому что когда-то сюда приезжало много русских. Переходик, вот ровненькая плиточка. Вот. Настоящая красота. Сразу видно мы в городе, а не в какой-то там деревне с кучей заброшек. Давайте зайдём на вокзал, посмотрим. Здесь рассказывается про местные деликатесы. Про поезд. Это какой-то здесь необычный поезд ходит. О, история. Можно посмотреть на исторические снимки, как раньше станция Вахканай выглядела. Потом она выглядела так. И в итоге её реконструировали. И она стала вот такой красивой. Что это за такой красивый поезд к нам приезжает? Ханатаби, это что вроде путешествие среди цветов. Это название самого поезда. Он идёт до мыса, самого северного мыса Хоккайдо. Самого северного мыса Японии. Это называется Соя. У него даже есть специальная дата, когда он ходит. С 11-го числа по 2-ое июня. И вот обратите внимание, друзья, поездов здесь ходит не очень много. Это конечное. На табло два поезда. Один в Саппоро, который отправляется без 15,6. И один в Асахикаву в час дня. И пути сейчас закрыты. Но чем интересен японский вокзал? Даже когда нет поездов, здесь много людей. Потому что вокзал в данном случае, он как такой небольшой общественный центр. Где вы можете просто посидеть, не знаю, поработать. Назначить какую-нибудь встречу. Здесь хороший магазинчик. Какие-то кафешки. И в отличие от наших вокзалов, которые... Ну такой, не такая зона отчуждения. Добровольно на наш вокзал ты не придёшь, чтобы посидеть или назначить свидание на вокзале. В Японии вокзалы, они всегда очень чистые, хорошие. И выполняют ещё функцию и магазинов, и кафе, и просто места, где можно отдохнуть и посидеть. Как, например, здесь. Вот поездов никаких нет, но много людей пришли сюда пошопиться или в местную кафешку зайти. Вот надпись, памятка. Самая северная точка японских железных дорог. И этот счёт от самой южной точки японских железных дорог. Ну здесь так написано, по крайней мере. Что это самая последняя и самая северная конечная. Всё, поезд дальше не идёт. Вот как выглядит магазинчик на этой станции. Здесь кафе, куча сувениров, вкусняшек и можно что-то съесть. Давай что-нибудь съедим, раз мы сюда пришли. Матрёшки, если кто соскучился. Ну и напоследок посмотрим вокзал в Асахикаве. Ну что, друзья, предлагаю быстренько взглянуть на привокзальную площадь, чтобы оценить уровень благоустройства и как японцы организовали пространство. Итак, вокзал, главный вокзал Асахикавы. Сюда приходят поезда, сюда уже стекаются люди, чтобы уехать, не знаю, кто в Саппоро, а кто, может быть, и в какой-нибудь другой городок. Во-первых, здесь безопасно. Видите, там стоит штатив, один-одинёшеник, без операторов, без охраны. И мне не страшно оставить посреди площади дорогущую камеру, потому что я знаю, что с ней ничего не случится. Пока камера. Что у нас здесь есть на площади? Пешеходная улица, которая приходит, это самый центр города. Здесь, опять же, можно ещё раз оценить архитектуру. Про неё много говорил. Да, такие вот милые коробки, безликие, ничего примечательного и интересного в них нет. Маленький полицейский участок Кабан. Полицейские участки есть маленькие, небольшие, но расположены очень густо. То есть везде есть полиция. Правда, полиция в основном бездельничает, потому что безопасно, я думаю, никакой серьёзной работы для полицейских нет. Полиция не стесняется ездить на маленьких смешных машинках. Вот две машинки стоят. Выглядит совсем не страшно, скорее дружелюбно. Это большой торговый центр и отель. То есть это непосредственно сама станция, это большое здание отеля и торговый комплекс, где расположены кафешки, супермаркеты и чего здесь только нет. Четыре этажа. Кстати, очень крутой торговый центр. Парковочка. Парковка закрыта таким декоративным заборчиком на несколько уровней, чтобы не портить вид. Площадь такая просторная, на ней высадили деревья, лавочки. И здесь посадка на такси. Значит, как и везде в Японии, мы видим хорошие современные машины, чистенькие, аккуратная очередь, несмотря на то, что, видите, даже поезда нет. Стоят только официальные такси, не надо торговаться, не надо думать над тем, что с тебя что-то лишнее стрясут. В Японии это невозможно. В Японии всегда садитесь в такси, даже не думая о том, что вас могут как-то обмануть. Худшее, что с вами может случиться в японском такси, это водитель, если какой-нибудь консервативный дедушка, который не уважает навигаторы, может повести вас неоптимальным маршрутом. Вот. Тогда, конечно, потребуется знание японского, чтобы объяснить дедуле, куда ехать. Так, камеру мою никто не дернул. Потому что мы в Японии, а здесь безопасно. Давайте зайдем теперь на вокзал и посмотрим, как он выглядит внутри. Заходим на здание вокзала. Здесь, как и везде, в Японии просторно, чисто. Вот все это моют постоянно, бесконечно. Вокзал настолько чистый, что здесь можно на полу сидеть в любом месте. Прямо все сияет чистотой, пахнет свежестью, невероятно круто. Проход к поездам я не буду проходить, поскольку у меня нет билетика. Билетные кассы, здесь и пригородные поезда, и, как у нас говорят, поезда дальнего следования. Можно на поезде отправиться в аэропорт Саппора. Плюс можно доехать практически до любых хакайских е... Здесь магазинчики, торговый комплекс. Видите, какой просторный вокзал. Внутри он, кстати, выглядит гораздо симпатичнее, чем снаружи. Видите, стены отделаны деревом, потому что местный край деревом славится. Вы же помните, друзья, я вам рассказывал, что Асахикава — это центр дизайна. Поэтому здесь, прямо на вокзале, уже выставлены предметы дизайна из дерева, которые делают местные умельцы. Вот, например, такая вот потрясающая вешалочка. Здесь же стоят эти стулья на вокзале, дорогущие, классные стулья. Вот вся эта дизайнерская мебель, на которой можно посидеть. Смотрите, такой роскошный стул. Ну и вот здесь ты понимаешь, что ты приехал не в захолустье, не в какую-то там жопу мира. А что ты находишься, в принципе, в крупном городе, где развивается бизнес, где неплохо развита промышленность. У него есть когда сильная идентичность, вот, например, в данном случае с этой деревянной мебелью, которую ребята делают. И это очень круто. Да, друзья, я вот ругал, говорил, что в Асахикаве нет нормального благоустройства. Но вот около вокзала они, в принципе, сделали неплохое современное благоустройство. Посмотрите, какая потрясающая привокзальная площадь, друзья. Вы выходите с вокзала, а здесь классный парк с велодорогами, с ручьем, всякими пешеходными дорожками. Вот такие вот деревянные всякие помосты есть, где везде можно посидеть, отдохнуть, погулять. Большое количество разных зон, вот есть такие тенистые дорожки под высокими деревьями, с лавочками, скамеечками, хорошие газончики. Вот ты прямо выходишь с вокзала, наверху, видно, даже поезд стоит. Выходишь с вокзала, и вот здесь у тебя уже красота. Потрясающе, очень круто. Я посмотрел на это благоустройство и могу сказать, что Асахикава реабилитирована. Отзываю свою критику, что здесь нет нормальных общественных пространств. Они есть, они есть у вокзала. Как и на Сахалине, на Хоккайдо тоже есть памятники, посвященные истории железных дорог. В окрестностях Асахикавы есть вот такая старая деревянная железнодорожная станция. Она была построена в 1908 году. Тогда Хоккайдо активно развивался. Открывались новые фабрики и угольные шахты, строились рабочие поселки. А сам остров стремительно обрастал сетью железных дорог. Эта станция называлась Камуикотот. На языке айнов это означает деревня богов. После того, как были построены новые железнодорожные линии, маленькие станции закрыли. Но их не стали сносить и не оставили просто гнить, а превратили их в такие... Это что-то среднее между общественным пространством и музеем. Сюда можно приехать и посмотреть, во-первых, на саму станцию, а также здесь оставили три старых тепловоза. И несмотря на то, что это место расположено вдали от самой Асахикавы, сюда любят приезжать любители поездов. Вот так выглядит станция. Такой красивый, аккуратный вокзал. Значит, что интересно, здесь у нас, конечно же, водичка, чтобы можно было умыться, попить. Самих путей нет, потому что здесь дорога... По этой дороге можно на велосипеде кататься. Они вместо железнодорожных линий сделали такую трассу для велосипедов. И даже здесь, в этом богом забытом месте, на заброшенной железнодорожной станции, посмотрите, какая красивая решётка для воды. Просто потрясающе. То есть, могли бы просто поставить какую-то фигню, но нет. Для японцев люки и решётки — это отдельный вопрос эстетический. И они должны быть все прекрасны. Что интересно, внутри станции вроде как музей, но он сейчас закрыт. И пройти туда нельзя. Но за этой территорией ухаживает человек. Здесь вообще, по-японски, опять же, всё очень мило, аккуратно и чисто. Нет ни одной бумажечки, несмотря на то, что, опять же, заброшенная станция. И, казалось бы, здесь могли бы поднагадить. Но нет, растут цветочки, хороший аккуратный газончик. И есть специальный человек даже, который за всей этой красотой ухаживает. Работнику станции 75 лет, но он продолжает следить здесь за порядком и не хочет уходить на пенсию. С хобби у меня как-то не сложилось. А вот поддерживать порядок и красоту мне нравится. Я с прошлого года ухаживаю за этим местом. Прибираю эти помещения, навожу везде порядок, убираю мусор. За газоном ухаживаю. Это всё на мне. На самом деле Сахалин и Хоккайдо похожи между собой больше, чем кажется. И не только разрухой и вымирающими деревнями. А прежде всего людьми. На обоих островах живут жизнерадостные и добродушные люди. Кроме суровых рыбаков, конечно. Вы только посмотрите, какие на Хоккайдо весёлые владельцы баров. Это Ютуб, самый популярный тревел-блогер на Ютубе. На прошлом видео о Японии уже больше 10 миллионов просмотров. Нет-нет-нет, тогда я стесняюсь. Я стесняшкин. В смысле? Вы же обещали интервью. А, обещал? Ну тогда давайте. Окей, окейшки. Готов. Готов. Кампай. Кампай. Кампай! В чем самая привлекательная черта Асахикавы? Люди. Здесь такие добрые люди. Жить на северных островах, наверное, действительно непросто. Здесь холодно, нет работы. Ну и вообще-то далеко от материка. В целом можно понять, почему молодежь отсюда уезжает. Кажется, остаются здесь только люди по-настоящему влюбленные в эти места. Мне кажется, лучше, чем на Сахалине, нигде нет. У нас здесь море нам, кажется, выезжать нам никуда не надо, ни на какие курорты. У нас самое лучшее море, самое чистое. Не знаю вообще. Многие очень скучают. У меня вот в области я буду организовывать встреч с одноклассниками, они очень скучают. А вернуться уже, ну как бы уехали на материк. Очень скучают. А вы когда-то хотели уехать? Я хотела. Хотела, но мне нравится тоже на материке, но остров я люблю свой больше. У меня самые лучшие годы были, когда по квадировкам 20 лет мотался. А куда уехали? По всему Сахалину работали, дороги строили, уголь возили. А за границу в Японию ездили? Нет, конечно. Она и не нужна, она может, за границей. У нас остров такой уникальный, что как-то бросать ее и переезжать куда-то в другой регион, такой грехом окажется, потому что Сахалина – это диагноз. Нигде больше не был, только на Хоккайдо. Правда? Абсолютно. Ну да, здесь так много мест, природа красивая. Да, но хочется же по миру поездить. Ни в Токио, ни в Киото я не был. Нет. Мы утром, я сегодня утром был в Токио. Асахикава – это лав. Асахикава – лав. Асахикава – лав. Лав, 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 лав. Асахикава – лав. Кстати, друзья, если вам интересна жизнь в США и Канаде, обязательно загляните в мой плейлист по Северной Америке. Там собраны все мои ролики из этих стран. Удивительная природа Аляски, силиконовая долина в Калифорнии, загадочные амиши, урбанистика Нью-Йорка и города Канады. Все это вы найдете в плейлисте. Что меня удивляет почти во всех собеседниках, с кем мы разговаривали? Во-первых, они все очень хорошо одеты. То есть, несмотря на то, что мы ездим по таким не самым богатым местам, люди очень хорошо одеты, у всех чистенькая одежда. То есть, если это какой-нибудь там дедушка работает, у него там все какие-то перчаточки, костюмчик. Вот сейчас тоже сидел рыбак, у него тоже какие-то перчаточки, костюмчики, очечки. То есть, они все очень классно, опрятно одеты. Они все приятно, ну, приятно выглядят. Мы, по-моему, ни разу не видели никого в какой-то старой одежде неухоженного, какого-то грязного. То есть, они прямо все такие по-японски аккуратные. Во-вторых, почти все люди говорят, что их счастье — это просто быть на своем месте, делать свое дело, чтобы никто им не мешал. В общем, человек счастлив, когда до него никто не добывается. И японцы, во-первых, поняли это счастье и стараются не доебаться до других. Но мы все же решили докопаться до жителей Сахалина и Хоккайдо с философскими вопросами. Вам 87 лет. Вы выглядите мудрым человеком. Скажите, что главное в жизни? В чем смысл жизни? Я просто больше всего хочу, чтобы наступил мир. Так много стран, которые наращивают вооружение. А представьте, что эти деньги тратились бы на пользу общества. Если уж тратить деньги, то лучше так. Смысл жизни? По возможности не делать глупостей. Хочется при этом не болеть, конечно, разумеется. Вот, хотелось бы продолжать радоваться жизни. Какого-то особого смысла жизни у меня нет. Весело бы посидеть, пропустить по стаканчику и на боковую. Мечта, чтобы были те, кто погрустит, когда меня не станет. В детстве книжка была такая «Катя и крокодил» у меня. И там смысл жизни заключался в том, что надо было каждый день делать что-то полезное. Вот у меня вот этот детский стереотип, да, закладка, она осталась. То есть, обязательно что-то надо сделать. Мысл жизни – духовное развитие. То есть, надо осознать, кто ты есть, что тело – это тело. Когда ты осознаешь, кто ты есть, и тогда у тебя будет, соответственно, цель соответствующая. Для меня, наверное, найти себя в этой жизни, если уж появился здесь, на этой земле, родился, как-то найти себя. Вот. И приносить какую-то пользу людям. Не вред, а именно пользу, чтобы как-то делать что-то доброе. Не ради галочки, а просто вот так быть проводником, делать людей счастливыми. А еще мы решили узнать, о чем мечтают люди на краю земли. Знаешь, о чем мечтать? Уже внуки. Время прошло за мечтать. Раздуть. Завтра поедем на рыбалку. Давай. На карася. О чем можно мечтать? Подольше прожить – вот вся мечта. Да особо я не мечтаю. Живу каждый день как подарок, как говорится. Работа есть. Главное, чтобы родители были здоровы, дочь. В семье было все хорошо, все мирно. Я хочу, чтобы у меня четверо внуков и правнук. Чтобы все были здоровы, чтобы были все умные. И все, чтобы квартиры были. Не то, что вот у меня дочка до сих пор живет на квартире. Снимает квартиру. Нет квартиры. Мечтаю о том, чтобы закончилась побыстрее наша война. Война. Чтобы вернулись ребята оттуда. Жили мои здоровые. Чтобы внуки наши никогда не видели такого и не испытывали на себе. Чтобы у меня там жилось счастливо, весело, без користи, без печали. Чтобы не было войны. Вот самое главное. Чтобы все было хорошо, да. Не знаю. Остальное, мне кажется, и будет все. Чтобы мир был. Для меня, чтобы были живы дети, родные, внуки, правнуки когда-то будут. Вот, чтобы люди жили в мире и в дружбе. Чтобы дети были счастливы, чтобы были здоровы все. Мечта? Вот так с моей больной спиной? Чтоб детки мои были счастливы и хорошими людьми выросли. Хочу оставить после себя достойное поколение. Что-то в таком духе. У меня нет цели стать каким-то суперфермером. Странно звучит. Мне бы жить в своем нынешнем ритме. У меня дети. Для них я желаю счастья. Чтоб они жили светлую жизнь. Чтоб я мог продолжать работать. Продолжать мирную, достойную жизнь – это счастье. Подольше заниматься своим любимым делом. Я когда думаю о своей жизни, понимаю, насколько я счастлив. Друзья, жить надо так, чтобы никого не за***ть. И желательно, чтобы вас тоже никто не за***л. Тогда все будет хорошо. Тогда найдете свою зону комфорта. Будете сидеть на берегу моря, рыбачить. Выращивать какие-нибудь овощи, заниматься своим садом. Или еще чем-нибудь заниматься. И все будет у вас хорошо. Ну и мирное небо. Японцы это хорошо поняли во время Второй мировой. И, похоже, урок усвоили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok